Тандем. На самом деле, тот человек, о котором мы хотим сегодня с вами рассказать, это совершенно замечательная личность, Дмитрий Дмитриевич Руднев, которого Нина Георгиевна очень деликатно назвала родителем пополнения коллекции музея. Он породил, как выяснилось, не только отделу Индии, но и нескольким другим отделам нашего музея, и был достаточно долго вне внимания исследователей. На самом деле, это замечательная семья. У Дмитрия Дмитриевича был еще брат Андрей Дмитриевич. Ему больше повезло, потому что Андрей Дмитриевич Руднев – это монголовер, фольклорист, который записывал музыкальный фольклор «Бурят», «Калмыков» и «Монголов». И его коллекции так или иначе попадали в академические музеи. И Владимир Николаевич Касляков несколько лет назад даже сделал сводку вот тех коллекций монгольских, которые вот нашлись у нас в разное время поступившие. И Андрей Дмитриевич, он очень много работал с географическими комиссиями и в 1917 году даже оказался правителем канцелярии конференции Академии наук и очень много сделал для возвращения индийских коллекций, собранных экспедиции нервортов в Индии. Потому что там была очень нехорошая ситуация и вот буквально разными путями, разными дипломатическими усилиями в разные годы, разные ящики так или иначе возвращались в Петербург и благодаря этому мы получили вот нашу современную экспозицию Индии. Так вот, не так давно индийский отдел пополнился очередной коллекцией от Дмитрия Дмитриевича Руднева. Это фотоматериалы. Коллекция достаточно крупная, почти 250 предметов. То есть представляете, какой это подарок. И это было пожертвование от Нины Георгиевны Краснодемской. Потому что по иронии судьбы именно ей пришлось этой коллекцией заниматься. Ну, понятно, что все мы делаем свою работу и не знаем, какой будет результат. Результат был такой, что на Нину Георгиевну пала музейная работа по индийскому отделу и практически большую часть наших описей перерегистрировала она. И вот, еще будучи молодым сотрудником, она получила некую коллекцию из старых поступлений. Это коллекция номер 6849. И она завалялась в отделе учета. Оказывается, по словам главного хранителя, значит, Гловацкого, эту коллекцию музею подарила в начале 50-х годов Татьяна Львовна Дервис. Она лежала-лежала и в конце концов, вот, значит, была зарегистрирована, потому что Дервис, на самом деле, конечно, Татьяна Львовна фон Дервис, это геолог-невчаник, которая вот работала в Негри, вот, будучи географом по образованию. Вот она, патчаеца вот этого самого Дмитрия Дмитриевича Круднева. И коллекция, это фигурки из папье-маше, раскрашенные, лакированные небольшого размера, где-то около 10 сантиметров. Частично они выставлены на экспозиции, изображают разные касты и типы населения. То есть там тебе и стиральщики, и носильщики, и разносчики, и музыканты, и отшельники, в том числе есть мусульмане, и европейцы разного пола и возраста. И эту коллекцию, как выяснилось, все мы прекрасно знаем, потому что в ее составе было панно на хлопчатобумажной ткани со сценой пахтания Мирового океана богами и демонами. И вот именно это огромное полотно висело на оградке третьего этажа, вот в зале Индии, вот буквально недавно его сняли. Кроме того, в этой коллекции оказалась бронзовая скульптурка, изображавшая древний алтарь, вот из античных таких бронзовых изделий, а также скульптура бога Вишну, восседающего верхом на городе, вот которая сейчас на экспозиции, и две литографии индийского изготовления, но купленные на Цейлоне. То есть вот эти 57 предметов, наконец, в 1982 году были зарегистрированы, то есть, провяжав 30 лет, вот они оказались в прекрасной сохранности, и вот в благодарность за эту работу Татьяна Львовна Дервис принесла Нине Георгиевне, именно на глубочайшего уважения и признательности, коллекцию иллюстраций. И вот эти иллюстрации уже пришлось регистрировать мне, поэтому мы вот тут слились в одного автора данного конкретного доклада. На самом деле Дмитрий Дмитриевич Руднев достоин величайшего уважения за свою работу. Он родился в 1879 году, а скончался в 1932. И то, что вот эти коллекции родственники, не взирая на блокаду и войну, сохранили и в отличном состоянии передали в музей, это, конечно, подвиг. Но про Руднева у нас практически не писали, только вот Патчерица сделала его биографию, и вот ее текст, единственное, что доступно. Но вот когда мы стали изучать историю коллекции, оказалось, что Рудневы связаны с большим количеством людей, которые, в свою очередь, пополняли кунсткамеру и вкладывали туда душу. Потому что сам Руднев родился в семье помещика Владимирской губернии, старшего объюнкта управления артиллерии 1-го армейского корпуса капитана Дмитрия Федоровича Руднева. Жена его, Варвара Дмитровна, урожденная фон Дервис. И вот когда в 1894 году отец скончался, то детей воспитывал дед, вот это Дмитрий Григорьевич фон Дервис. Жили они в Петербурге. Дмитрий Дмитриевич учился в Петербургской гимназии Гуревича, и одновременно с ним учились композитор Стравинский будущий, будущий географ-академик Григорьев, гидрограф Багров, ученый-географ Журавский, микросовет Максимов и другие выдающиеся люди. Поэтому интересы у них были общие, и они пробовали себя, вот как все поколение этого периода, вот так вот мы сейчас выясняем, в самых разных направлениях. Потому что в 1901 году Руднев поступил на биологическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета и увлекался с одной стороны физической географией, то есть он был помощником Валейкова. Кроме того, он увлекался физиологией и ассистировал на занятиях. Он работал при Институте экспериментальной медицины по теме воздействия радио на организм животного. А летом вместе с товарищами изучал ботанику Средней России. В 1904 году Руднев, его приятель Журавский, Григорьев и Михаил Шпандерг отправились в экспедицию географического общества в Большеземельную тундру, где они одновременно делали фотографии, изучали ботанику и изготавливали карты. И в результате вот эта экспедиция была высоко оценена, и географическое общество всех участников наградило малыми серебряными медалями за полезные труды. Так вот, из этой экспедиции наш музей получил фотоколлекцию. В частности, это были фотографии Дмитрия Дмитриевича Руднева по самоедам, комизырянам и русским. То есть вот они как раз, как бы в научный оборот вошли гораздо быстрее, чем индийские, потому что 1904-1905 год поступления. В 1905 году, когда университет был закрыт на революционные события, Руднев уехал в Берлин и слушал там лекции на географическом факультете, а по возвращении обратно, вот то, чего его в Германии научили, он начал создавать. То есть он начал создавать студенческие кружки. И поэтому он автор фактически идеи первого студенческого географического кружка, из которого впоследствии возникла студенческая межкружковая организация. Одновременно он продолжал работать в ботаническом кружке и даже был назначен казначеем этого кружка. В итоге он настолько увлекся наукой, что был отчислен из университета за неуспеваемость. И вот в 1907 году медоучившийся студент поступает лаборантом в педагогический музей военно-учебных заведений и там спустя три года организует географическое бюро. То есть он умудрился при этом музее собрать большую коллекцию диапозитивов для лекций и докладов средних учебных заведений. Вот мы про этот педагогический музей регулярно слышим, но ничего про него практически не знали, а фактически этот кружок, например, вот этот педагогический музей в Соленом переулке, он спонсировал вторую русскую экспедицию в Южную Америку. То есть Манезер, Фидельстроп, Танасичук, Стрельников и Гейман, вот эти пять студентов, они улетели изучать в 1914 году Америку благодаря поддержке вот этого учреждения. То есть это было фактически очень серьезное педагогическое заведение, потому что там не только собирали и разрабатывали учебные пособия, они, естественно, в основном готовили воспитателей для обедских корпусов, и одновременно они проводили очень широкие публичные лекции для солдат, для народа, создали педагогические курсы, и вот этот вот музей содержался на средства казны. То есть его роль до конца не оценена, но, к сожалению, вот все наши экспедиции, они туда тоже давали материалы и фотографические, и какие-то копии учебных пособий, но во время блокады на этот музей упала бомба, поэтому от него практически ничего не осталось, а вот сейчас результатом является Институт повышения квалификации педагогических работников. То есть звонила, разговаривала, ничего у них, к сожалению, не осталось. Была колоссальная библиотека, 50 тысяч тамов. И вот в этот самый музей попадают многие этнографы, потому что занятия по этнографии там вел, например, Могилянский Николай Михайлович, который работал сначала в Музее антропологии, потом в Российском этнографическом, а потом уже и на Украине поднимал этнографию. Там работал Эдуард Юрьевич Петри, то есть выдающиеся люди. И они готовили лекционную деятельность для широкой массы людей, и в итоге этот музей был преобразован в центральный педагогический, и на его базе, в конце концов, был создан Географический институт. То есть многие наши сотрудники были связаны с этим музеем, и благодаря Рудни-Лу, который взял на себя организацию коллекции карт, атласов, глобусов и книг, были приглашены такие лекторы, как Спицын, Штернберг, Шакальский и многие другие, и все они в основном говорили об изучении преимущественно России. Вот в 1910 году Рудни-Лу организует географическое бюро, как такое научно-методическую музейную лабораторию, и там фактически образуется группа людей, которые вот напрямую были с этой работой связаны. Значит, в 1911 году, тем не менее, Рудни-Лу удается восстановиться в университете, сдать экзамены и получить диплом второй степени по группе географии физико-математического факультета. И в это время происходит весна, интересная ситуация, связанная с нашим музеем. Как я уже говорила, приятелем им соучеником Дмитрия Дмитриевича был некто Журавский. Такой же точно студент-энтузиаст, который в итоге открывает биологическую станцию в общем, на севере, в районе Коми, Квыжми. И открыв станцию, он добивается от Академии наук признания своей биологической станции. Получает, естественно, открытый лист, имеет право посылать коллекции, потому что в то время музей очень активно пополнялся экспонатами, приветствовалось участие всех заинтересованных людей, и директор музея Академик Радлов добился, например, права отправлять в адрес музея посылки весом до одного пуда. И, естественно, собиратели активно этим пользовались. И вот Журавский посылал достаточно много коллекций, а потом приехал сам. И к тому времени, как положено, Академия наук радостно приветствовала результаты, но денег, как всегда, не давала. То есть собирай на свои собственные средства. И директор музея, он организовал попечительный совет, и вот на деньги членов попечительного совета проводился ремонт и экспозиция, отправлялись экспедиции. А поскольку сбор предметов велся в условиях жесточайшей конкуренции, то есть арт-дилеры методом пылесоса очищали мир. И директора музеев просто вот криком кричали, что если мы сейчас не будем работать, то не останется ничего. То есть Африку с океаном очищали, просто, понимаете, вот вывозили все, что могли. И наша сельдия попала в такое же точное положение. Поэтому в итоге договор был такой, что на средства попечительного совета едет собиратель, привозит коллекцию, потом она делится пропорционально вложенным средством. И таким образом с 910 года музей начал посылать свои собственные экспедиции. И сами же собиратели регистрировали предметы, после чего вот каждый получал свою долю, поэтому главная задача была вести дубликаты. И одним из таких арт-дилеров, который он помогал в кунсткамере морально-материальном, был немец Орген Александр, то есть Евгений Иванович Александр. Вот, состоявший, значит, должности 6-го класса, проживавший в Петербурге, вот, он оказывал значительные услуги музеям и одновременно вот занимался поставкой сибирских и азиатских коллекций в музее Германии. И тогда Журавский приехал в 1911 году с визитом в Петербург, пришел навестить своих приятелей в музей Александра Третьего Росского музея и увидел собственные предметы, привезенные вот из районов Коми с этикетками Александра. Вот тут вот как раз и начинается проблема, потому что обиженный Журавский поднимает большой скандал. В этот скандал оказывается замешано большое количество организаций и учреждений. Академия наук назначает Третьейский суд, который разбирает, таким образом, вещи, отправленные в музей, вдруг оказались в другом музее с этикетками совсем другого человека. Вот объясняется все это договором об оплате экспедиции и коллекции. Во всяком случае, общество разделяется на две части. Третьейский суд, состоящий из академиков, оправдывает директора и старшего хранителя Штернберга по словам, что никакого коммерческого умысла не найдено, никто не пострадал. Журавский, тем не менее, обижается, пишет большую гневную заметку в газеты. В газеты публикуют, соответственно, разгромные статьи, то есть желтая пресса сильно радуется. Опять происходит комиссия, проверяющая музей, которая приходит к выводу, что все хорошо, все в порядке, ничего не нарушено. Выводы комиссии, кто виноват? Сам Журавский. Потому что то, что он эти коллекции собирал на деньги Попечительского совета и того же самого Александера, ему, видимо, не сказали. И вот право на перепродажу и на отчуждение. Это записано в договоре. Вот после этого проблема отчуждения становится достаточно острой. Академия наук пишет соответствующие бумаги, которые регулируют эту тему. Но суть в том, что на сторону Журавского стал, например, Андрей Дмитриевич Рудник, Воробьев Николай, который был хранителем императорской галереи и некоторые другие уважаемые люди. То есть в итоге часть этих людей покинула Академию наук, пришло на работу в другую организацию. И у нас как бы поменялся состав основных хранителей. Надо сказать, что Бруно Ходриевич Адлер, который с одной стороны все эти вещи отправлял Александру в качестве дублетов, он поступил к тому времени на работу в музее Александра Третьего. Его же обвинили, что как же ты вот сначала за, а потом против. Он бы только уехал вообще в Казань и создал там кафедру географии. Значит, после такого вот острого момента наши отношения слегка притормозились, и поэтому Дмитрий Дмитриевич Рудник, который вот все это дело также поддержал, срочно отправился изучать Северный морской путь. И даже был одним из авторов труда, посвященного освоению Северного морского пути. И в 1913 году, видимо, для расширения кругозора, он отправился в кругосветное путешествие. И вот волей судеб именно из этого кругосветного путешествия мы получили коллекции только в 1982 году. Это вот те самые стереофотографии, фотоотпечатки, монохромные, полихромные, альбомы, полиграфические коллотипы, фотографюры, открытки, причем самого разного типа, и раскрашенные, и монохромные. То есть совершенно невероятная по богатству и разнообразию коллекция, которая показывает, что такое гран-вояж, в который отправлялись наши великие люди. Потому что у Руднева часть вещей была его собственного производства. Вот люди, отправлявшиеся в экспедиции, они получали хорошую аппаратуру. И вот сейчас мы можем сказать, что стереофотографии, скорее всего, сделаны были им самим. А вот большая часть была куплена. И поскольку покупали люди, отправлявшиеся по этому пути, у определенных авторов-производителей, то вот благодаря вот этим вот коллекциям Руднева мы сейчас можем отрезантировать большое количество наших старых фотоколлекций. Потому что маршрут можно представить себе исключительно по подписям на этих фотографиях. Видимо, не было денег покупать дорогие книги, но можно было дома в листы ватмана вставлять вот эти купленные фотоотпечатки прекрасного качества, подписывать. В итоге мы знаем, что в 1913-14 году Дмитрий Дмитриевич Руднев посетил Ближний Восток, потому что есть иллюстрации из Палестимы, Израиля, Ливана, Сирии, Египта, Судана, Алжира. Потом он отправился на Швиланку, потом в Южную Индию, причем из Южной Индии он отправился в Сингапур, в Малайзию, в Индонезию, посетил Яву, Бали. Потом он отправился в Индокитай, и в Китае его застала Первая мировая война. То есть ему надо было возвращаться, поскольку срок его отсрочки практически отсутствовал. Надо сказать, что три экспедиции нашего музея оказались в этом положении, и они действительно возвращались обратно любой ценой, чтобы вот эту отсрочку случайно не нарушить. И попав в Петербург, он уходит в армию, в 358-ю пешую витебскую ополченскую дружину в течение зауряд поручика. В 14-м году получает ранение в ногу. Фактически он находился на военной службе до 18-го года. Но как все ребята вот своего призыва и своего окружения, он принимает активное участие в политической работе, потому что почти все вот эти молодые люди, попавшие вот так или иначе благодаря своим коллекциям фонда МАЭ, они являются делегатами разных солдатских и рампин матросских съездов, участвуют во всяких исполкомах, но от разных партий. И когда, наконец, весной 18-го года Рудник возвращается в Петербург, то он назначается секретарем отдела по исследованию Севера в комиссии по исследованию естественных производительных сил под руководством Самойловича, работает в географическом институте, является секретарем печорской экспедиции влац над армии и в 20-м году, заражаясь цепным типом, год практически болеет. Одновременно он работает в географическом институте и готовит для него курс лекций техника путешествий. Потом карьера его идет по плану этнографии, он становится секретарем ученого совета географического института, занимается снаряжением экспедиции, то есть вот этой логистикой важнейшей, и вот эти навыки полевой работы, конечно, очень важны для тех людей, которых он отправлял. Еще раз посещают Большеземельскую Тудру и говорят, что географический институт развивался именно благодаря усилиям Руднева вот этому географическому кружку и бюро, через который он этот институт готовил. Так что в конечном итоге, когда Семенов-Кеншанский создает комплексный географический музей по типу шведского с канцеля, то именно Руднева приглашают туда в качестве основной рабочей силы. Вот музей этот в итоге открывается во дворце Боблинских на Галерной улице, но в 1934 году, когда Руднева уже не стало, музей этот закрывается и коллекция его расходится по другим музеям, но это еще надо искать. Вот таким образом мы видим, что те коллекции индийские, которые мы получили, они позволяют закрыть белое пятно, связанное с полгосветным путешествием, потому что после революции по понятным причинам подобного рода подвиги наших сотрудников, они как бы в литературе не получали никакого освещения. Значит, в 1928 году Дмитрий Дмитриевич Руднев женится на взоре своего дяди Льва Дмитриевича Руднева, и его приемными дочерни становятся Галина и Татьяна Дербис. Вот поэтому благодаря ей мы и получили эти коллекции. Сам он скончался от саркомы ноги летом 1932 года. Вот сердце не выдержало. И вот часть его архива, как я понимаю, передали географическое общество, то есть нужно и туда идти смотреть. Вот я просто, извините, не успела в связи с нашими событиями. А вот почти 300 экспонатов из Индии собранных в 1913-14 году, не говоря уже о цивилонских предметах, это вот то богатство, благодаря которому мы получили новый импульс для работы, потому что те альбомы, которые Дербис передала в музей, они отражают работу фотографов, ну, например, скин, плейте, торфеджан и так далее. И по этим вот фотографиям нам удалось атрибутировать анонимные фотоколлекции, например, дворцового ведомства и других собирателей, которые как раз в 13-14 году были в Индии. То есть таким образом мы не получили дубликатор, мы получили модели на этих фотографиях в разных позах, на разном фоне и таким образом, благодаря вот объединению вот этих самых разных источников музей получил комплект. То есть это очень перспективное направление для работы. И вот Нина Георгиевна уже даже иллюстрировала вот одну из своих последних статей. Вот еще даже в процессе регистрации в порядке исключения музей дал разрешение опубликовать эту картинку. Мы думаем, что когда сборник будет готов, мы уже номер там поменяем с временного на постоянный. Вот об этом мы хотели вам рассказать, потому что, конечно, заслуги вот этих родителей, благодаря которым музей богател, не пирая ни на что, вот, они должны быть оценены, вещи должны быть изучены, введены в научный оборот и такое счастье, что сейчас все наши новые поступления автоматом идут на сайт фонскамеры, так что вот эта новая коллекция, она вот будет доступна. Вот, ну, понятно, что выкладывается в качестве рекламы часть предметов, если надо больше обращать, ведь вам пришли. Вот, спасибо большое. Спасибо, Елена Станиславовна. Я не вижу, Ярослав Владимирович вернулся? Кажется, да. Вопрос, замечание. У меня реплика. Елена Станиславовна, спасибо за ваш впечатляющий доклад, это просто панорама деятельности не только Руднева, но и разных областей науки, связанных, ассоциированных с этнографией. Огромное вам спасибо в высшей степени содержательно за такое короткое время, великолепная панорама. Спасибо большое. Спасибо большое. Это все энциклопедические знания Нины Дёрганой Краснодарской и ее колоссальный полевой опыт. Спасибо. Татьяна Юсифовна. Спасибо. Спасибо большое, Елена Станиславовна. Прямо новелла. Скажите, пожалуйста, эти архивные материалы, которыми вы пользовались, откуда они? Ну, архив Академии наук в первую очередь, архив МАЭ, ну и всякие побочные сведения. Но в основном, конечно, это документы. Документы. Мы старались кольклор сюда особо не добавлять. А побочные сведения, простите, это что? Это беседы с кем-то? Беседы тоже, потому что, ну вот, например, работу Журавского изучал наш сотрудник Кирюков Александр Иванович. Вот, поскольку он занимается комией, и он как раз вот Александра очень сильно не любит. А вот по моим материалам получается, что Ойдин Александр очень даже приличный человек. И то, как он помогал собирать этнографические полекции в России, вот сейчас начинают расценивать, вот, якутские полекции из Национального музея, они даже вот Канигирик написали в его честь в последнем патологии, просто проверили в Якутии собирать люди, у которых Панскамера эти вещи получала. И мало того, благодаря вот обмену между Ойдином, Александером и Панскамерой, Дрезденский музей, Лейпцигский музей, Копенгадинский музей, Гамбургский музей получили сибирские коллекции, ну и многие другие. Вот, но поскольку все они очень сильно пострадали во время Второй мировой войны, но в Гамбурге просто сгорела вся документация, для этих вещей остались, а карточки погибли. И вот сейчас вот люди пытаются на новом этапе эту информацию восстанавливать, это уже новое направление музей, не только командовой пищи деревьев. Вот, получили корейские коллекции, фианейские коллекции, африканские коллекции, мургольские коллекции. Вот, что делать? Арт-гилеры помогают, помогали тогда. Вот, но пришлось писать новые бумаги на счет подчуждения. Это вот тема, которую надо еще разбирать. Спасибо. Еще один, если можно, вот этот курс лекций техника путешествия, от него сохранились какие-то заметки? надо смотреть архив географического общества. Спасибо. Елена Станиславовна, но не все из этого еще оцифровано, да? Не все, не все. Иллюстративка оцифрована, то есть последняя его коллекция, сейчас я вам даже номер скажу, если хотите, выложена, на сайте она есть частично, комиссия она есть, а вот предметная коллекция не до конца. Так, господи, как много всяких бумажек. Я просто случайно иногда на сайте конст-камеры нахожу какие-то интересные вещички на системе, не понимаю, как там работать. Надо заявку подавать, смотреть, там больше вылезет, да, 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 это 77, сейчас, эту серию подальше положишь, вообще не найдешь. Да, а так надо работать. Не все, да, 77, 26, вот эти 246 предметов, и молодцы наши службы, они даже альбомы оцифровали, и вы можете все эти редкие фотографии вот на страницах этих альбомов издателей фотографий из коммерческих, вот там посмотрите, потому что их практически не... 77, 26, эта коллекция, она выложена, вот, которая 68, 49, частично. И на сайте выложено максимальное качество, или есть какое-то максимальное качество, есть сайтовское? Нет, 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 они автоматом закладываются, автоматом. Я даже проверяла, то есть карточки наши, они идут на сайт сразу, вот, вот, но какие-то ограничения, наверное, должны быть по пользованию, но это все решаемо. А так, по городу, если вы чем-то нам поможете, подскажете, мы только будем рады, там очень много вода будет. Спасибо. Ну что, Татьяна Викторовна, Тибет? Да, спасибо. Меня слышно? Да. Здравствуйте, дорогие товарищи, я рада всех вас видеть и благодарна за возможность выступить здесь. Моя тема связана с более широким, кстати, исследовательским контекстом моих плановых занятий. Это буддийское письменное наследие за пределами Индии. И сегодня я бы хотела с преимущественной опорой на то, немногое, что опубликовано Севскритяином по его путешествиям и работе в Тибете, достановить картину обстоятельств обнаружения санскритских рукописей в Тибете в 30-е годы 20-го века. Указание о времени, что это уже 30-е годы 20-го века, принципиально, потому что уже буддизм прошел значительный путь, много этапов уже в рамках тибетской его региональной формы. И это представляется мне совершенно чарующим, что эти рукописи сохранились до этого времени. Ну, прежде всего, откуда вообще могла появиться идея такого рода поисков санскритской рукописи и Тибет. Здесь нужно сказать о том, что открытие Худсона в Непале и это 1830-е годы произвело ошеломляющее впечатление на бодологическое сообщество всех европейских стран, потому что Худсон передал более 300 рукописей, они были довольно вскоре каталогизированы и описаны в различные хранилища европейских стран. И в чем была здесь сенсационность этого деяния в том, что до этого обнаружения санскритский буддийский канон считался безвозвратно утраченным в ходе разрушения крупных центров буддийской учености на территории Индии в ходе исламского нашествия и восстановления истории буддизма и его канонические произведения шло по тибетским и китайским переводам. И хотя по описанию рукописи, обнаруженные Худсоном в Тибете, полученные, приобретенные, они зачастую были не древними, это были копии, подготовленные переписчиками, и тем не менее это дало надежду на то, что возможно в ходе трансляции буддийской культуры из Непала в Сибет там также что-то может быть обнаружено. Ну, надо сказать, что культурные связи, религиозные связи, паломнические маршруты между Непалом и Тибетом имелись. Конечно же, они документированы и есть описание этих паломнических. И надо сказать, что Минаев, наш единственный российский ученый-путешественник, который посетил Непал, то есть уже Малайскую зону, с территории Индии, а не с территории России, он в очерке Непал, как, в общем-то, самый очевидный факт в разделе о географии Непала, он указывает какие проходы, где расположены проходы в Тибет, он их находит три. То есть сама возможность этих культурных связей давала, открывала перспективу обнаружения там и рукописи на санскрит. Санкредианин, крупнейший врагу Санкредианин, имеющий титул Маха-Пандит, это крупнейшая фигура индийской культуры XX века, мировой культуры XX века, потому что обладая мощной личностью и многоаспектной одаренностью, мотивированностью, он совмещал свои деятельности и научные исследования, бодологические исследования, и политические действия, то есть эта фигура, конечно, легендарная. Относительно малая известность санскредианин в России, как мне кажется, обусловлена тем, что значительное количество его собственных произведений написаны на новоиндийских языках, и трудность доступности этих материалов возможно и тормозила исследования в этой области. И в этом плане, конечно, низкий поклон Ярославу Владимировичу, который с опорой на архивные материалы восстановил очень многое деятельности санскредианин и фактически открыл для российского читателя эту мощную фигуру. Итак, в своих четырех путешествиях в Тибет санскредианин санскредианин посетил преимущественно, и вот остались описания, как это было, трех монастырей. Это Шалу, основанный в 1040 году, Сакья, основанный в 1073 году, Ингор, основанный в 1429. Вот есть такая, если это будет видно, схематическая карта, на которой кружочками эти монастыри обозначены. Но здесь визуализировать это просто. Это юго-запад Тибета, то есть это та ближайшая территория, которая доступна по выходу из Непала. То есть это путь принципиально отличающийся от маршрутов, которые нам с детства знакомы по описаниям Пржевальского и его последователей. То есть все русские пути в Тибет шли с противоположной стороны, то есть с северо-востока, кроме Минаева. Что объединяет эти монастыри? Их объединяет то, что они принадлежали школе Сакья, которая сформировалась до того, как Занхаван и его школа Гилук стала доминирующей по своему влиянию на территории Тибета. Социологом религии и Тибетологом Еленой Александровной Островской разработана была теоретическая основа анализа для анализа процесса институционализации буддизма в Тибете. И там как раз роль и значение этой школы с большой подробностью и обоснованностью показаны. То есть в центре учения в рамках школы Сахья должны были быть также центрами исследования буддийской Чивасовской логики как опоры монастырского образования и центрами переводов. Вот это ключевой момент, конечно же, который и предполагает одновременное нахождение в рамках одного хранилища в листилища и тибетских и санскритских рукописей. На это как раз и обращает внимание Санкт-Петяин, который пишет, что высказывает гипотезу, что санскритские рукописи на пальмовых листях активно переводились на тибетский с середины 9 по 13 век. И что их должно быть много тысяч. Но однако лишь сакья они могли сохраниться. Но за рамками вот этого периода 13 века, то есть после этого периода, сакьянские иерархи уже не интересовались этими рукописами. Их было разрешено забирать другие монастыри. Я специально выделяю из описаний санскритяина те тонкие детали, которые, пока я не нашла работы, где они бы интерпретировались, которые именно характеризуют обстоятельства обнаружения этих рукописей. потому что в настоящее время они уже в хранилище и известный факт, что очень подробно может быть расписана рукопись, что в хранилище попавшая и ее дальнейшее движение, кому выдавалось, не выдавалось, но как она поступила, когда это в лучшем случае, но описание именно, что ситуации, ее бытование до того, как она поступила в хранилище. То есть легенды этой рукописи это бывает не всегда и поэтому вот эти вот тонкости, указанные Санкт-Петяяном не представляются очень ценными в исследовательском плане. И таким образом первые пути перемещения Санкт-Петяйских рукописей между монастырями. Санкт-Петяян отмечает, что рукописи, которые он обнаружил в монастыре Нгон, Нгор и Шаву, они вначале были в Сапьях. Другие возможности хранения и обнаружения. Очень много рукописей было вложениями ступы и скульптуры в хавусть. Использование рукописи в качестве вложений это вопрос к настоящему времени уже эти битологами, религиеведами, музейщиками он исследован надлежащим образом. У нас есть бессмертный источник это Барадин золотой храм в Абране, где он перевел ценнейший источник из тибетского языка, характеризующий порядок вложений в гигантскую статую Майтрея в золотом храме. Там перечислено какие тексты туда были положены в каком количестве, то есть они должны были быть расстрелированы до-ду-гу. И в такой части статуи они должны располагаться, не смешиваясь с другими вложениями. И в то же время, если рукопись находится внутри статуи, то мы можем лишь предполагать каким образом что там лежит, не подвергая эту статую деструбцией, потому что лишь металлической малой пластики это факт излучен, для вложений делалась такая капсула, емкость такая в основании и в рамках музейных практик уже они открывались и там смотрелось, что там внутри, но в рамках буддийской минацистской повседневности подобного рода акция, разумеется, была совершенно невозможна. Но если внезапно скульптура разрушалась сама по себе, случилось такое горе, она разбилась, об этом пишется в России, то она ремонтировалась и все, что было внутри, закладывалось, разумеется, вновь, туда же. Так что это вот то, что как бы оно данное, но оно не может быть сделано взято. Очень интересно использование рукописей именно вот на пальмовых листьях в качестве оберега, в качестве панацеи. Это, конечно, было путем пополнения дохода монастыря, потому что если паломник был также и щедрым жертвователем, то он получал маленький кусочек пальмового листа с фрагментом, фрагмент рукописи, небольшой очень, и предполагалось, что он будет либо носиться в качестве выгремя в соответствующем внестилище, либо в качестве болезни его нужно было растворить в воде и выпить эту воду, и исцеление будет достигнуто. И это объясняет вот такое вот использование объясняет то, что симплетиарену удалось привести несколько разрозненных и фрагментированных пальмовых листов. Так, и здесь мы видим, что это функционирование, многоаспектное функционирование рукописи в рамках буддийской повседенности. Приводится пример расположения слышал в Сапья в Сапьяхе, что копия промана в Арктике серьезнейшего сочинения Даграма Кирти по буддийской логике на пальмах вихлистах была заложена вовнутрь скульптуры изображающей Даграма Кирти. Вот это указание совершенно потрясающее, потому что оно как раз говорит о том, насколько была серьезно преформирована буддийская монастырская повседневность при сохранении базовых ее опор при переходе из Индии в Тибет. В этой связи я приведу указание Хербатского со ссылкой на Тиранатху о том, что понятие шести украшения и учения имелись в виду крупнейшие философы и логики среди них Драмакилки, Нагаджуна, Арьядева, Арьясанга, Васубангу и Дигнага в рамках индийской буддийской культуры не объединялись в единую группу, а развитие вот этого понимания и поименования шести украшений и учения появляется только в Тибете. и вот это очень существенно, потому что это говорит о том, что в рамках проповеди буддизма в Тибете необходимо было создать атмосферу особенного почитания, пометования об основе буддийской монашеской образованности, а именно о логике и философии. надо сказать, что и изображения, скульптурные и пускасные изображения от указанных философов, они прочно вошли в пантеон тибетский буддийский и это еще раз доказывает существенность именно вот кое-кодискульсивного аспекта в буддийском письменном наследии в рамках уже тибетской буддийской культуры. Так, педец распелся. Сейчас я хочу сказать о следующем. Что Санкт-Петян высказывает также несколько гипотез о том, что рукописи на бумаге, которые также были в указанных монастырях. Они не были привезены непосредственно из Индии, но поступили из Непала. И что эта бумага, она как непальская может быть охарактеризована. Ну, это действительно так. Если мы посмотрим описание рукописи Хорсена, которые локализовывались в Непале изначально, да, там приводает бумагу. И также многие исследователи знают, в том числе, который публиковал свои рукописи, которые участвуют могу, о том, что это испорченный санскрит, что в Непале санскритский язык уже приобрел ряд, ну, то есть он утратил чистоту, он утратил чистоту. Так что здесь на вот этих эпизодах скрывается, конечно, очень важный этап трансмиссии буддийской культуры из Индии дальше в Центральную Азию. Несомненно, если бы история не предполагает этого сослагательного наклонения, я не очень люблю, сама по себе, не очень люблю вот эти исторические модели, но в данном случае нужно сказать, что два фактора обусловили специфику этого пракцина. Это, конечно, исламское нашлиствие в Индии, то есть прекращение деятельности крупнейших центров это Наланда и Виклимашилла в центре буддийской учености, это очень существенно, и возможность через Непал укорениться в Тибейце. Что же сейчас? А вот сейчас эти рукописи, которые поступили, да, причем сам был себе переписчиком, и я полагаю, что это было связано не только с отсутствием денег, потому что переписка рукописи всегда оплачивалась, это, сказать, на многих других примерах подтверждается, но я предполагаю, что некому там было этот сосуд переписывать, потому что уже к 30-м годам эта культура уже там функционировала во всю, конечно, переводы на тибетский язык. И в завершение я хочу два слова сказать о следующем, что поскольку это наследие, сейчас, а, ведь Тибет это часть, это тибетский современный цибет, это тибетский автономный район КНР, то все рукописи и, как и другие, так сказать, реликты буддийской жизни, буддийской культуры, они попадают под закон КНР об охране культурных ценностей. Вот, в этой связи очень интересно гондарская лекция Штайна Фельмера, известного исследователя 2003 года, она опубликована в 2004 году, и она посвящена, ну, конечно, историческому обзору, так сказать, по санктизке крикописи детям, где она поменяет и санктизка, и тучи, которые в то же время примерно посещал Тибет. Что, да, и вот современное состояние, что сейчас по официальной позиции статуса этих культурного наследия исследователи зарубежные могут получать только копии, не соприкасаясь с оригиналами, и что один из вариантов международной кооперации в этой связи это сделать такой же проект, который был бы аналогичен международному Дунхуанскому проекту, который был инициирован британской библиотекой в 2000-м году, с тем, чтобы все места хранения оцифровывали эти рукописи, и они были бы доступны в интернете. Так что мы видим такой вот совершенно новый разворот относительно судеб этих рукописей. И нам надо сказать, что их статус там подробно у Штанхельнера описан, что там указаны новые центры хранения, то есть они вывезены частично в монастыре, но в Сакья они остались, ну равно как и в библиотеке Потала и Норбулет. И вот эти открытия, они продолжаются и сейчас. Есть информация об открытии в монастыре Брику в 2003-м году тоже элементов санскритского рукописного наследия, поэтому этот процесс еще не закончен, но Санскритяин, конечно, положил ему такое научное начало, и его вклад здесь я считаю героическим и беспрецедентным. Спасибо. Спасибо, Татьяна Викторовна. Есть желание высказаться? Если нет, то у меня есть ремарка. В 2004-м году в Москве на Всемирном съезде Востоковедов был профессор Камал Эшвара из Калькутты, и он мне рассказывал, что с приходом китайцев в Тибет в общем все, что можно было сжечь, сожгли, то есть получается, что есть то, что не сожгли, я пытаюсь просто понять, сопоставить вот эти временные рамки, потому что то, о чем вы рассказываете, начинается чуть раньше, чем пришли китайцы, поэтому вам известно? Вы имеете в виду период с 52-го по 59-е годы, да? Наверное, да. Ну, понимаете, вот у меня лично нет документальных свидетельств о том, что конкретно было сожжено и что осталось, но проект по сохранению и исследованию не был бы возможен, если бы сожжено было все. Потому что он рассказывал, что сжигали, а потом восстанавливали, но уже не то, что было, а как бы, ну, в общем, нечто восстанавливали, а все, что могли, сжигали. Он говорит, я приехал в Тибет в поисках санскритских рукописей, когда был молодым, а тогда к тому моменту он был уже лет, наверное, 85, и он говорит, что ничего толком не нашел, потому что, в общем, все было, как это, ну, новое дело. Ну, вы знаете, у меня нет просто сведений об этом, спасибо, что вы говорите об этом, я займусь этим отдельно, спасибо. Мне интересно, я в этом ничего не понимаю, просто мне интересно, что вы... Да, это требует восстановления, спасибо. И у меня есть другое замечание, точнее, даже не замечание, буквально вчера была завершена работа над каталогу с каталогаром, то есть, как бы, у нас есть исходное издание Ауфректа, которое 1871 года, да, сводный список, так сказать, всех работ, глав и прочего, и буквально вчера была завершена оцифровка нового, значит, 50-томного второго издания, если вам интересно, я могу вам буквально расшарить экран, чтобы вы увидели, как это было. Да, конечно, спасибо, да. Вот я прямо сейчас просто попробую сделать. Пока Елена Петровна вот хотела задать вопрос. Да. Татьяна Викторовна, спасибо большое за доклад. Спасибо. Как-то выключилась я, да? Нет, вроде. Слышу, слышу, голос слышу и вижу. А вот что касается чего сожгли, чего не сожгли, вы знаете, очень трудно здесь что-то наверняка утверждать, здесь Елена Петровна, вы случайно, видимо, выключили звук. Не слышно? Сейчас слышно. Сейчас слышно? Да, да, да. Дело в том, что находка рукописи не только санскритской, но и тибетской, тибетских рукописей не так уж много на самом деле. В основном мы имеем, конечно же, старопечатные издания. Это очень большая редкость, поэтому представить себе, так сказать, огромные находки, которые были сожжены, довольно трудно. Надо все-таки искать документальные свидетельства, потому что, конечно, легенды сейчас всевозможные есть, но необходимо подтверждение документальное. Виден ли мой экран? Да, виден. Спасибо, Леонна Петровна. Спасибо, да. Однозначно, просто мне сложно понять, как подтвердить то, чего нету, но в смысле я полностью согласен. Значит, вот это 137 тысяч записей названия санскритских рукописей получается всех бумажных изданий нового каталога с каталогаром с 1935 по 2019 годы. То есть, издание не завершено, но там уже очень много томов, и вот они оцифрованы. Марц, а столько там не 137 тысяч, а 13 тысяч? Нет, там 137, я должен вас расстроить. Да, предыдущего тут написано. А, вот наверху вижу, ага. Там достаточно впечатляющая цифра, потому что в старом издании, я сейчас не успел досчитать, но там, по-моему, в три раза меньше. Да, это, конечно, очень. Я просто, вы как человек, как работа, интересующийся рукописями, возможно, здесь найдете какое-нибудь подтверждение своим догадкам или наоборот. Это очень интересно. Спасибо, это очень интересно. Спасибо. Позвольте реплику, там в чате, значит, коллега, сейчас скажу, Лев Игоревич Титлин пишет, что Сафья был основан в восьмом веке Шантаракшито, и Самье был основан Шантаракшито. Татьяна Викторовна, там много чего можно прочитать. Лучше не выглядываться. Да, не, ну я должна ответить, потому что это уже элемент дискуссии. Спасибо, Татьяна Викторовна. Александр Николаевич. Здравствуйте. Слышно ли? Хорошо ли слышно? Хорошо. Спасибо. Давайте я сразу же запущу демонстрацию экрана. Так, видно ли эти прекрасные пейзажи? Замечательно. О, великолепно, великолепно видно. Ну вот, пока, пока вот полюбуйтесь, пожалуйста, на Гималай, на Канчинжангу и Присные вершины. Я бы хотел сперва сказать огромное спасибо организаторам за то, что вопреки и благодаря вот в этом году зубровские чтения состоялись. Отдельное спасибо Марксу Юрьевичу за стриминг. Это очень ценно, правда. Ну и огромное спасибо докладчикам за интересные, за глубокие доклады, за которыми можно было следить, находясь, в общем-то, в Москве дома. Ну и вот в продолжение темы коллекции и в продолжение темы Гималайского региона я бы хотел немножко поговорить о Транках в собрании Ивана Павловича Минаева. Ну, вообще, конечно же, я полагаю, нет нужды как-то отдельно останавливаться на личности Ивана Павловича Минаева в этой аудитории. Всем, в общем-то, и так, и кому-то еще даже больше его известно о нем. Ну, если кратко, да, то это основатели вообще школы отечественной эндологии, учитель Шамбатского, Альденбурга и так далее, и прочее, и прочее. Ну, вот что хотелось бы отметить, что этот год, в общем-то, дважды юбилейный, то есть это 180 лет со дня рождения в октябре будет, а в июне 130 лет со дня его кончины. Ну, и вот, я думаю, особенно уместно будет поговорить немножко, еще немножко поговорить о его коллекции. Вообще, да, он больше известен как будолог, но, конечно, очень широк был спектр его интересов и филологический, и этнографический, ну, и вот одна из сторон деятельности, Ивана Павловича, это вот, он как собиратель, да, то есть коллекция буддийских рукописей, которые Тяна Викторовна писала, и которая, в общем-то, основой фонда индийских рукописей публичной библиотеки. Ну, а другая вот этнографическая часть, она была передана в 1893 году в Кунскамеру наследниками, уже после смерти Ивана Павловича, и она включает 120 экспонатов, около, даже более 300 предметов, то есть, один экспонат, да, несколько предметов в себя включает. Ну, и вот над живописной и графической частью этой коллекции с благословением и с помощью Маргариты Федоровны Альбедиль я вот уже какое-то время работаю. Живописная и графическая часть, это отдельная, очень значительная такая часть этого собрания. Это 20 экспонатов, и они включают в себя около 170 предметов, то есть, ну, если считать по предметам, это больше половины, в общем-то. Вот, и мне вот за это время работы все более и более уместным видится такой региональный географический подход к этой коллекции, классификации, точнее, экспонатов этой коллекции. Ну, это логично, в общем-то, проистекает и из ее характера, этого собрания, и направленности музея, где она хранится, ну, и видится, надо сказать, он не перспективным, и как некая основа для концепции возможной выставки, посвященной Ивану Павловичу Минаеву и наследию его. Было бы хорошо, мне кажется, если таковая когда-нибудь смогла бы состояться. географический охват собрания Ивана Павловича Минаева, он, в общем-то, столь же широк, сколько и маршрута его путешествия, а может даже и более, так сказать. Ну, и вот, собственно, хотелось бы остановиться на Гималайской части. В Гималаях, в Гималайском регионе он бывал не единожды, опять же, уже было сказано, да, он был в разных его местах. Во время первого путешествия, как здесь видно, он посещал и Непал, и Кумаон, вот Архан, и Шринагар, а во время третьего он посещал Дарджилинг. И вот из этих мест, собственно, происходит ряд живописных и графических произведений. в его коллекции. Ну, одна из них, вот, собственно, свиток, на две части разрезанный, с изображением событий жизни Будды Шакимуни, он на основании очень подробного такого замечательного анализа был определен Ярославом Владимировичем как Неварская вещь. Ну, а также определенно можно сказать, что из Непала происходят вот эти три картины на бумаге. Делал я о них говорил и на Зогровских чтениях в 17-м году, и на Рериховских в 18-м. Ну, вот, собственно, на основании в первую очередь иконографических схем, ну, и также некоторых других моментов можно, в общем, говорить о том, что это скорее всего с большой вероятностью от Непала, и, соответственно, они выполнены не позже 75-го года. Ну, а также вот еще эта вещь тоже из Гималайского региона, такое довольно крупное тоже изображение в таком немножко в таком народном стиле выполненное, оно происходит из Кумаона, и опять же вот не позднее 1875-го года, когда он там был, явно оно было выполнено. Довольно, кстати, нечасто вот такие вот вещи встречаются. Вот, ну, и опять же, стоит полагать, из Гималайского региона происходит и вот эта вещь, вот это изображение ступы, тоже довольно крупного формата, это где-то два с половиной на 2,20 метра, но на деле не столь ярко, это я его немножко вытянул по контрастности, просто чтобы можно было все тут различить. Но вот сегодня я хотел бы остановиться на восьми, в скобках девяти, иконах Тханка вот из этой самой коллекции. Ну, вот пусть, наверное, первая из них по номеру сейчас побудет на экране, а вообще это да, это вот все это такие традиционные в общем-то буддийские, северо-буддийские изображения на ткани, некоторые с омахум на тыльной стороне, одна даже с мантрами, и все они, в общем-то, представляют образы, характерные именно для иконографической традиции северного буддизма, то есть здесь, в общем-то, сомнений каких-то особых в том, что они относятся к Гималайскому региону, к Тибету, возможно, но об этом скажу отдельно в конце, сомнений, в общем-то, тоже нет никаких. Однако коллекция Минаева, она как-то вот, в общем-то, до настоящего времени не очень подробно была изучена, фрагментарно, в общем-то, и что касается Тханок, то тут тоже в самых ранних описях, в частности, в той, которая была составлена при поступлении коллекции в 1893 году, и в 1897 году как бы было перерасмотрено Евгения Львовна и Петри перерегистрировано, они описаны совокупно, то есть священные изображения на холсте для подвешивания в храмах и у домашнего жертвенника, это вот в общем про все восемь, скобочках, девять единиц хранения. В 1960 году коллекцию регистрировала Верта Яковлевна Волчок, она описала с формальной стороны очень многие экспонаты, но вот что касается тханок, то опять же они остались описаны очень общо, ну буквально тханка в скобочках Будда или тханка в скобочках Яковлевна. Ну и далеко не везде и иногда неверно указана иконография. И в общем-то цели и задачи моего доклада они довольно скромные, мне хотелось бы вот характеризовать в первую очередь именно с иконографической стороны эти самые тханки и представить некоторые соображения по поводу места их приобретения. Собственно и стало поводом вот для того, чтобы выступить с этой темой в этом году, потому что в одном случае даже вот судя по всему удалось установить буквально даже храм, где Минавиум были куплены эти самые тханки. Ну и давайте вот начнем, то есть вот собственно пожалуй лучшей сохранности тханка из всех, ну хотя тоже с утратами, с некоторыми особями красочного слоя, среднего размера, она содержит, она Луберта Яковлевна обозначена как франковская в скобочках Будда, ну и в общем действительно тут особых сомнений в этом нет. Она, как видите здесь само зеркало, да, мелонг, само изображение, оно окантовано двумя вот этими полосками ткани, красного-желтого цвета. Желтый аж блестит причем, то есть вот такой какой-то краситель уже видимо современный, то есть это не шелк, это холст, вот именно как-то чем-то окрашенный таким глянцевым. Опять же мы видим Омахум на тыльной стороне, то есть она получается посвящена. Ну и тот, кто на ней изображен, он, да, несомненно, обладает графическими признаками Будды, то есть он сушнейший, он в монашеской накидке, с телом желтого цвета, он сидит в аджрасане, одна рука, да, значит, левая рука, правая рука спущена, вот. Судя по всему, все-таки в Гуми спарши мудри, судя по расположению большого пальца жести касания земли, ну, а левая рука покоится на стопах, и в ней он держит патру, судя по всему, с Мироболаном. И вот, собственно, с одной стороны как бы все понятно, кажется, но вот с другой стороны возникает вопрос, а что это за Будда? Тому, как, ну, с этим самым Мироболаном обычно изображается Будда медицина. Но, да, Будда медицина обычно изображается телом синего цвета, но иногда нет, насколько вот я смог понять. Но, опять же, я консультировался тоже немножко со старшими коллегами, с Буддологами, они говорят все-таки, что один из ключевых эконографических признаков это то, что его рука, она развернута, ладонью к нам, и, ну, там, опять же, очень часто эта самая веточка Мироболана находится. А здесь все-таки, при том, что прописано как-то немножко странновато, может быть, как-то даже грубо, ну, вот, можно судить о том, что рука все-таки кумис Парша мудрый находится, поэтому, наверное, пока можно предположительно определить, что перед нами Будда Шакимуни, в общем-то, периодически такая иконография в его изображениях встречается, хотя тоже часто под вопрос. Другая Дханка также имеет изображение Будды, и также, в общем-то, она и записана, Берта Яковлевна, Ну, и причем это вот уже явно Будда Шакимуни, но, однако, что касается этой Дханки, здесь другие вопросы возникают, то есть, она тоже средних размеров, то есть, мелонг, само зеркало, оно где-то 35 на 20 с небольшим сантиметров, на обороте, вот, как вы видите, там, опять же, Омахум и несколько мантр, то есть, мантра и Будды Шакимуни, и Ом Педно Шинаш, Ушниша, Абимали Хум Хэт, это десятислаговая царская мантра, которую часто там над дверями можем видеть. Ну, вот, при всем при этом, при том, что и написано очень так хорошо, красиво почерком, само изображение, оно выполнено совершенно иначе. Вот так. Да, то есть, здесь иконография Будды Шакимуни на лотосовом троне, с чентамани внизу, с тепломеняющей драгоценностью и с изображением некой молящейся фигуры на лотосе внизу, но это, как вы видите, довольно, я бы даже сказал, на удивление грубая исполненная живость. причем явно был какой-то в общем-то как минимум нормального качества рисунок изначально, насколько можно судить, а потом на него вот уже кто-то накладывал краски, причем так, что вот видите, да, эти самые часть чентамани и стебель с лепестками, с листочками того самого лотоса, на котором сидит фигура молящегося, они оказались перекрыты полями, которые не пришиты, а вот именно нарисованы поверх самого холста. Вот, тоже на самом деле это все вызывает, конечно, вопросы, но опять же старшие коллеги как-то утвердили меня в моем предположении, что вероятно это некий вот такой вативный предмет, который по обету или как-то еще был выполнен, ну и вот так вот вероятно на скорую руку. Следующая тханка близка в общем-то по формату, по колориту и отчасти по манере исполнения предыдущей, но несколько все-таки она более тщательно прописана. Здесь опять же в центре Будда Шакимуни, а вообще в принципе это тоже такая традиционная иконография 35 Будд подчищения или покаяния. Будды которые вокруг центральной фигуры они без атрибутов, то есть только с жестами, но вот к сожалению опять же и видимо и качество исполнения, ну и опять же время прошедшее с момента исполнения, они не все жесты позволяют как-то наверняка рассмотреть, но в целом в общем-то такая традиционная насколько я смог понять схема, одно, что например изображение на Гешфарараджи вот здесь вот наверху да, обычно синий телом и с белым лицом вот его здесь в общем-то не видно, ну опять же такая она тоже довольно проста по исполнению, оборот закрыт холщовой тканью, поэтому там не видно есть там амахумы или что-то еще или нет. я сейчас несколько может быть кратко остановлюсь вот и на это и на следующий для того, чтобы перейти поскорее к самому интересному, тем более, что время поторапливать. Вот еще одна тванка тоже среднего размера без тканевого, без полос тканевого обрамления, то есть она ну вот этих самых красных и желтых, да, ну она имеет кусок материи, которым закрывают, на ней в общем тоже все персонажи довольно узнаваемые, это Абла Китешвара Шадак Шари вверху, в центре, это зеленая тара и Падмасамхава внизу, в принципе такая иконография не часто, но встречается, да, вот именно с Падмасамхавой, ну стоит предполагать, что да, это связано именно со школой Нигма, но есть еще одна, опять же она чуть больше по размерам, чем предыдущая, ну тоже таких в общем средних размеров, здесь у нас опять же вверху в центре Петешвара опять же четырехруки Шитакшари, ну а внизу, соответственно, Манджушри и Ваджарапани тоже такая в общем-то классическая композиция, иконографическая схема, владыки трех семейств, ее называют воплощение там сострадания, мудрости и силы посветленных, но вот что касается этой тханки, здесь есть один интересный момент, она Верта Яковлевна записана как тханка в скобочках двойная, что же это значит, ну как вы вот опять же можете обратить внимание, она несколько она не вшита в обрамление, да, а она вот на эту палочку, на которой висит собственно тханка, она намотана и внизу обрезана вот по краю изображения, а то, что вы видите за ней, это вот, вот она сейчас у вас на экранах справа, а то, что слева, это еще одна действительно тханка, которая под ней находится, она, вот она здесь слева, она как раз имеет обрамление вот из этих красных и желтых полос, но красочный слой очень сильно поврежден и сложно вообще понять на первый взгляд, что именно, кто именно там изображен, но вот опять же слава современным этим всем технологиям вместе с женой, которая у меня художник, вот удалось немножечко отрисовать, ну, как бы выделить те части, тот рисунок, который вот там можно рассмотреть, ну, так, довольно условно, конечно, мы в детали вдаваться очень сложно, потому что, правда, там серьезные такие повреждения красочного слоя, она требует очень сильной реставрации, вообще, возможно ли какая-то полная реставрация, большой вопрос, но вот, собственно, ключевые моменты, это правая рука с пламенеющим мечом, левая рука, ну, насколько можно разобрать Витарко Мудри, и вот рядом с левым плечом там что-то на вроде лотоса располагается, то есть перед нами по всему Манджушри форме Рапачана, да, тоже, насколько можно рассмотреть, он на лотосовом троне в Дьяном, ой, господи, в Аджрасане находится, сидит. Ну, вот. Следующая тханка, я, возможно, обратили внимание, что я не по порядку номеров их вам показываю, это не случайно, потом, в общем-то, я постараюсь этот момент прояснить. это тханка небольшого размера по сравнению со всеми предыдущими. У Берта Яковлевна она обозначена как тханка в скобочках под вопросом яма, но, опять же, как можно увидеть, это не яма, это Палденалхамо, это единственный женский персонаж среди группы Тормопал, ее можно узнать, ну, по ряду, в общем, иконографических признаков, это и меч в правой руке, и капала в лево, и это вздыбленные вот эти ее красные волосы, она едет на муле, у нее папона, значит, это вот характерная тут кубик висит, игральная кость, клубок на крупе, ну, то есть, в общем-то, вот она едет по этому морю крови, жира, классическая, в общем-то, иконографическая схема, то есть, это вот явно она. да, в общем-то, задняя сторона у нее тоже закрыта холщовой тканью, поэтому там сложно что-то понять относительно того, освещена она или нет, но куда же я так тороплюсь, вот сюда. Дело в том, что среди этих восьми, в скобочках, девяти тханок есть две, которые заслуживают исключительного внимания, вот одна из них, слева, ну, вот это, собственно, как и удалось сфотографировать, справа, вот она немножко тоже вытянута по цветам, чтобы было немножко очевиднее, что на ней изображено, а изображен на ней Сонсен Гампо, первый из трех царей Дхармы, с которыми связано, с которыми связано распространение утверждения буддизма на территории Тибета. Он здесь изображен с белой и зеленой ну, тарами, да, как известно, он сам выступает как некое такое воплощение Валки Тешвары, а его жены, китайская принцесса Вен Чэн и непальская Хрикутия, они выступают как считаются воплощениями тары женского аспекта сострадания. Ну, в общем-то, что касается центральных фигур, иконография такая, ну, классическая, то есть, он здесь сидит с цветком лотоса в правой руке, задах, армача, а краю левой, на голове изображение Будда Митабхи завернутая в ходак, да, вот в этот шар такой, ну, а то, что вокруг, это, в общем-то, можно назвать, вот, за исключением верхней части, пожалуй, а это то, что можно, наверное, назвать намтар, то есть, жизнеописание, конечно, вопрос, какой именно, это тоже требует поточнение, но, в принципе, вот какие-то ключевые моменты, связанные с жизнью этого царя Адхарма, они здесь явлены, ну, в частности, вот здесь, вот, вот, над его, справа от него, по отношению к нему, там, вот, эта вот, скульптура, изображающая Будда Шакимунина, деревянной полоске, которая, да, часть Приданова, вместе с китайской принцессой Вэн Чэн, отправилась в, на Тибет, вот это вот здесь есть, но, собственно, какой текст, или тексты, лег, легли в основу изображения, это еще требует, точнее, я бы хотел немножко остановиться на том, что верхняя часть экрана изображена, а там, мы с вами видим архитектурные памятники, но, один из них, он совершенно, да, узнаваемый, особых комментариев не требует, на первый взгляд, это Патала, это дворец, да, дзонг, в Алхасе, ну, вот, например, такое изображение 19 века, Алхасы, вот, в общем, классическая, так скажем, иконография этого памятника, при том, что, да, здесь он несколько иначе изображен, но, в общем, очертания угадываются, и тут тоже возникают некоторые вопросы, да, с одной стороны, Сонсенгампо, по описаниям его жизни легендарным, таким, в общем-то, он сделал Хасу своей столицей, он, значит, медитировал в пещере на этой самой горе и, собственно говоря, возвел первое здание на месте том, где сейчас стоит вот этот самый дворец Патала, но все-таки обычно как элемент Патала, как элемент включаемый в изображение каких-то персонажей, он обычно все-таки включается в изображение Пятого Далай-Ламы, при котором, собственно, и был возведен. А Сонсенгампо в таких вот сериях, и фрагмент, который вот здесь представлен из музея Рубина, это серия предыдущих воплощений Далай-Ламы, Сонсенгампо обычно изображается с Джокхангом, с монастырем Джокханг, куда, собственно, и отправилась вот эта самая статуя Будды и другая тоже, и, в общем-то, то, как он изображен над Ханке из коллекции Минаева, он изображен ровно над головой Сонсенгампо, ну, в общем-то, да, вполне угадываются эти очертания, такие вихарообразные, и это вот на самом деле очень интересная тоже деталь, да, сочетание вот этих двух памятников разновременных и включаемых в иконографию разных персонажей вот на одной Дханке. Ну, а другая Дханка, о которой вот тоже чуть подробнее хотелось бы сказать, она, в общем, тоже, как и предыдущая, она довольно крупного формата, то есть, это, ну, порядка один мелом, это метр с лишним, и здесь центральный персонаж Падмасамхава, да, его тоже, в общем-то, даже при всех осыпях и утратах несложно узнать, он сидит с вазерой в правой руке, да, вот здесь чуть лучше видно, в одеяниях, да, и украшениях Махаситха, коим, собственно, является, наверху изображение Будды Амитабхи, и фланкирует его изображение его жен Мандаравы и Ишэ Цугьял. Все ключевые, все четыре ключевых персонажа, они имеют на обороте подписанные слоги Маху, у Тханки с Сунцэнгампо закрыт, опять же, оборот бумагой. Ну, и казалось бы, да, перед нами, скорее всего, тоже Намтар, но вот к моему большому, ну, то есть, все, что вокруг изображено, это тоже, наверное, житийная Тханка, как может показаться на первый взгляд, но вот, однако, мне встретилось вот, в общем-то, единственный, более-менее подходящий кинографический аналог, это вот этот Тханка из собрания Welcome в Лондоне, и там она в каталоге определена как, в общем-то, вишвандарджанка, то есть, там написано, что, дескать, да, вот эта вот история принца Сандары, по-тибетски называют, Дримэ Кундэн, одно из его имен, она очень популярна как основа для одной из драм тибетских, которые часто играются, ну, казалось, большого удивительного, да, это нарратив и такой, в общем, нравоучительный, окей, а почему его изображать на Тханке, тем более, в центре под Масанхау изображен, почему-то. Ну, однако, мне встретилось такое указание, на то, что, которое требует тоже уточнений еще, что, значит, Пема Лимпа, ну, это учитель школы Нигма, это 15-16 века, Терторн, собственно, от которого происходит королевская семья Бутана, он, значит, рассматривал вот этого самого Дримэ Кундэна, который вишвантар, он рассматривал его как к одной из предыдущих воплощений Бадмасанхау. Вот тоже, если у вас есть что-то заметить по этому поводу, буду очень признательным. Ну, и, как вы слышали, прозвучало слово Бутан, и это, в общем-то, очень, собственно, шаг такой небольшой к заключительной части моего доклада, я уже, да, мне уже, кажется, надо заканчивать. Ну, все, тогда я заканчиваю, собственно, тем, что было анонсировано вначале, то, что, кажется, удалось установить, где были приобретены эти самые танки, а были они приобретены, судя по всему, очень далеко и от Бутана, и от Секима, они были приобретены в Бердживеньке. Это, вообще, уникальный случай, ну, вот, насколько мне известно, когда Иван Павлович в опубликованной, по крайней мере, части своих записных книжек очень подробно пишет о том, почем, и что именно было им приобретено, ну, и, вот, собственно, то, что вы видите на экране, да, за 15 рупий 5 изображений или 5 знамен, ну, собственно, Тханка, за 12 рупий черепа флейту одно знамя и т.д. И, наконец, в какой-то момент он добрался до храма Путиабастии и там купил за 20 рупий две картины. Ну, и, соответственно, вот, опять же, вполне возможно, что были еще Тханки, может быть, и нет, но то, вот, что мы сейчас имеем перед собой, оно очень здорово как-то укладывается вот в то, что, собственно, можно прочесть в дневниках и, ну, вот, предположительно, можно вот эти вот пять, в общем-то, сходных по формату и по каким-то еще признакам Тханок вот посчитать, что их он приобрел за 15 рупий, одну вот эту небольшую танку с Палден-Хамо он приобрел в числе прочих вещей, связанных, ну, с такими, ну, то есть, что там, черепа, флейта, чертки. а вот эти две Тханки с Падмасом Хавой и Сон Ценом Гампо он приобрел, судя по всему, за 20 рупий вот здесь, вот, собственно, в этом самом храме Кармадор-Джи-Чолинг или Бхути-Абасти, как его еще называют, который, собственно, мы с вами видели на первом слайде. Вот, пожалуй, у меня все. Я прошу прощения, что несколько выбился из регламента, но, кажется, успел сказать то, что хотел. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Николаевич. Прошу выключить презентацию. Замечание. Ну, небольшое такое замечание, очень приятный голос поставленный. Очень приятно слушать. Спасибо. Невероятно, невероятно, я бы сказал, складно и понятно и слышно. Редкий дар. Можно сказать? Да, Татьяна, это равно. Большое спасибо. Это исключительно, мне кажется, в верном направлении и движении по включению в научный оборот коллекции Минаева, в том числе вот в части объектов художественной культуры. Я бы хотела два слова сказать. То, что Минаев в книгах описывал, что за что он купил, то есть эти самые деньги и упоминания о цене и то, что он пишет, потратился, много денег потратил, это пристекает из того, что все его закупки он делал на свои деньги. И изначально Минаев был человеком небогатым, и в том числе вот документирован эпизод, что он отсылал эти очерки в его путешествиях, Веселовский их печатал тут же в журнале, и эти деньги присылали Сминаевы, и он тратил их на покупку рукописей и вот художественных предметов. Так что это объясняет такое вот внимание к описанию, что сколько денег стоило. У меня два вопроса. Первый вопрос об изображении, которое вы первым показывали, мы еще гадали, квадратненько это такой вот желтой полосой, мы гадали, это Будда либо Будда врачевание. И там фигура на лотосовом троне размещена на такой вот подставочке еще. У вас есть какая-то концепция объяснить, почему это так? У меня есть свои взгляды, но я думаю, что у вас они могут быть более фундированы. Потому что изображение, если мы представим себе, что это не живопись, скульптура, и она помещена на такой вот декорированный типа ящичко, то типологически вот такое изображение может быть уподоблено типу танок, которые изготовлялись для размещения там, где нет возможности установить стационарный алтарь. Там внутри, внизу нижней третьей, даже в нижней четверти изображения будет изображение подношения, то есть это символическая презентация алтаря, то есть это уже как бы ситуация поклонения, почитания божества. Я думаю, что можно предположить, что это очень интересный момент, что здесь такая необычная, то есть вот асовый трон представлен так, как он и должен быть, и еще дополнительный такой элемент. Здесь надо вспомнить, что Минаев подбирал вещи, и племянницы об этом указывали, раритетные уже для его времени, то есть не таки необычные, то есть он попал то, что привлекало его внимание. И последнее это то, что проблема датировки, проблема датировки, потому что он не мог купить именно потому что он был человек небогатый, то он не мог купить шедевры очень делается. А вот и ситуации покупки, как правило, по дневникам это покупка на базаре. Был на базаре, это и в Бирме, и в Индии, был на базаре, посмотрел, ну что все это так, может быть, и неплохо, но вот это не так хорошо. То есть сами эти описания очень интересны, они характеризуют искусства Минаева как любителя, знатока индийского искусства. То есть ставили либо проблему датировки, либо пока еще нет, либо совсем нет. Вот эти вещи, что это? Это вещи современные, да, путешествия Минаева, более ранние, либо как вот. Позвольте, да, я отвечу. А за доклад огромное спасибо, признательно, совершенно все чудесно. Спасибо вам огромное, Татьяна Викторовна, за ваши замечания, вопросы. Знаете, я пока еще вопрос датировки не ставил, потому что ну слишком, правда, мало данных вот. То есть это такая попытка актуализировать вот эту самую часть коллекции включить вот в обсуждение, потому что я не уверен, что одними своими силами я вот прямо сейчас смогу действительно установить. Даже вот видите, с иконографией при всем при том, что на первый взгляд она ну какая-то такая относительно кажется понятная, все равно очень много вопросов возникает. Вот. Что касается цены, то я, может быть, как мне очень четко артикулировал, именно что касается вот живописной графической части, вот там вот, ну, по крайней мере, не очень сложно оказалось читать почерк Вона Палыча вот, собственно, в институте восточных рукописей, тем более, что... Охотно верим. Ненадолго, да, я понимаю, что... Вот. То есть это надо, ну, почитать, повчитываться, привыкнуть. А вот, собственно говоря, в книге там очень мало как раз про живопись, про графику в сравнении с рукописями. Вот что касается рукописи, он все-таки как-то более подробно фиксирует. Ну, и при этом, да, действительно, там, я не знаю, в Бирме вот за 15 рукописей, за 15 рупий ему предлагали манускрипт, торговались за 11, пишут приобретение изрядное, хорошую, там, за 11 рупий приобрел. Соответственно, две тханки за 20 рупий это, ну, такая трата основательная, и, вероятно, вот это именно они, вот эти большие. Вот, но нужно работать дальше, я, в общем-то, это так понимаю. Спасибо. Спасибо большое. Да, Илья Петровна, вас включите, или вы сами? Слышно меня? Да. Я вот очень благодарна за прекрасный, интереснейший доклад, но последняя цитата из дневника, которую вы приводите на слайде, очень интересно, где он говорит, что колесо молитв совершенно иное, нежели на юге. Это чрезвычайно важная такая, на мой взгляд, фиксация, потому что Минаев был один из тех вот первопроходцев, ученых, которые говорили о важности и автономности северной санскритской традиции буддизма, которая продвигалась в Центральную Азию, и что она не была тождественной, и она не была репликацией южной традиции. Вот я думаю, что это очень такой ценный момент здесь, может быть, посмотреть, о каком колесе молитв идет речь. Спасибо большое. Вы знаете, в этих дневниках, даже в опубликованной части, действительно, вот такие жемчуга, они прям рассыпаны, и если вот все медленно и внимательно читать, то, я не знаю, наверное, жизни не хватит, чтобы это как-то хорошо полно осмыслить. Вы говорили, что изображение тождественное, а тексты молитвы? Не тексты, он про, я так понимаю, он говорит про хурде, про, или про мани, вот про эти самые молитвенные барабаны, но я, честно говоря, вот именно на колесах этих самых отдельно не останавливался, просто как часть цитаты включил. Александр Николаевич, ой, меня слышно? Да, вас слышно, Елена Петровна, не было последнюю реплику слышно. Спасибо, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а вот по поводу этой танки с Санк Ценгампо, Берта Яковлевна, волчок, что писала. Секунды, я вам процитирую. Одну секунду, простите. Ну, это не. Нет, это важно, это важно, Ярослав Владимирович. По крайней мере, то, что я зафиксировал себе, звучит примерно так. картина в тубе. Что картина? В тубе. В тубе. Ага, понятно. Все. Да. Но Берта Яковлевна, конечно, будь долгом не была. Она, да, она больше именно про другие, про индуистские, в частности, изображения как-то вот именно Ну, да, конечно. Спасибо вам большое, у вас очень убедительная атрибуция, все замечательно, просто спасибо. Еще надо работать, я так понимаю. Спасибо, спасибо. На самом деле, буквально на днях вышел перевод записок Минаева на английский язык на Раяна Просада, и я надеюсь, что наш известный Минаевед Александр Николаевич напишет рецензию об этом, так сказать, нашем современнике, который перевел, Минаева на английский язык. Мне хотелось бы, чтобы интерес индийских исследователей поддержался исследователями российскими. Спасибо, Марсис Юрьевич, за ваше наведение мостов между разными школами. Спасибо большое. Татьяна Горгиевна, есть ли среди нас, я не вижу, просто ее, может быть, узнаем? Да, я видела, она была. Ага, все, теперь вижу. Слышно ли Татьяну Георгиевну? Я слышно? Да, теперь да. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги, и сегодня я хочу поделиться с вами воспоминаниями об Индии востоковеда Владимира Иванова. Владимир Иванов был выдающимся иронистом XX века, он окончил восточный факультет в Санкт-Петербурге и тяготел к научной работе, даже устроился в азиатский музей. Но события 1918 года застали его по пути в Бухару, и там он решил, что поедет в Персию, а оттуда он уже перебрался в Индию, где прожил 39 лет. И прежде, чем перейти к описанию, собственно, Индии в его воспоминаниях, я коротко расскажу, как он туда попал. Владимир Алексеевич Иванов родился в 1886 году в семье военного врача. В 1899 году он поступил в 4-й класс в Старскосельской гимназии, где учился очень хорошо, однако в своих воспоминаниях он пишет, цитата, «Гимназия мне вспоминается одним бесконечным серым холодным днем. Я очень уставал от сидения на уроках и слушания ответов малоуспевающих учеников». Владимир Иванов был очень умным мальчиком. Его мать приложила большие усилия к тому, чтобы привить ему любовь к музеям, к науке, к истории, к географии. И в 1907 году он поступил на Восточный факультет в Санкт-Петербургский университет на отделении иранистики. Кроме персидского языка он также изучал арабский, турецкий и в течение трех лет изучал Санкт-Крит с профессором Щербатским и профессором Вароном Скальгольштейном. Как он отмечает в своих воспоминаниях, Индия была одной из причин, из-за которой он увлекся изучением Востока. Тем не менее, работой всей его жизни стало изучение персидских рукописей. Возможно, причина его отказа от изучения письменного наследия Индии кроется в следующих строках. Цитата. «Санскритская литература слишком обширна, чтобы изучать ее всесторонне. Из-за большого количества письменных материалов, которые не всегда отличаются высоким качеством, независимо от того, сколько вы работаете, всегда остается что-то неизученное». Конец цитаты. После окончания университета в 1911 году Иванов устроился работать в поделении учетно-судного банка Персии в отдаленный персидский городок Бирджан на юго-востоке Персии. Работа в маленьком захолустном отделении банка поставляла ему много свободного времени для полевых исследований и научной работы. В 1914 году Иванову выпал шанс сделать небольшое путешествие в Индию, которым он, конечно, воспользовался. Он сел на пароход до Бомбея и во время плавания с помощью врача-индуса немножко подучил к Индустане. Процитирую его воспоминания о Караче. Цитата. «Пристали к Караче в десятом часу вечера, и я сейчас же сошел на берег, чтобы увидеть сказочную Индию. Но я увидел только копию захолустного английского порта с портовыми постройками, пыльными улицами и кажущимися грязными от сырости стенами домов. Так все это и осталось до 1962 года, когда я пробыла там восемь месяцев». Конец цитаты. А что же ожидал, собственно, увидеть Владимир Алексеевич? Он пишет, что у него с детства были разные мечтания об Индии. Как отмечает сам Иванов, все началось с того, что в трехлетнем возрасте мать пробовала рассказывать ему кое-что из истории, и рассказ о хождении за три моря тверского купца Апанасия Никитина в Индию всегда казался ему очень увлекательным и интересным. Однако уже в первую поездку его мечтания и грезы начали рассеиваться. «Когда пароход прибыл в Бомбей, Иванов и там не нашел той Индии, о которой мечтал». Цитата. «Мы причалили днем, Бомбей казался нарядным, но никакой сказочной Индии там не было. Пошел в бомбейское азиатское общество, но у них оказалось всего 30 персидских рукописей, меньше, чем у меня самого, и при том неинтересных». Конец цитаты. «Из Бомбея Иванов направился в Калькутту, где располагалось Российское генеральное консульство. В Калькутте Иванов работал над некоторыми персидскими рукописями библиотеки Бенгальского азиатского общества, старейшего высоковедного общества в мире, основанного в 1784 году. Из Калькутты Владимир Иванов отправился в Бенарас, где нашел кусочек той самой сказочной Индии, о которой грезил в детстве». Единственным красивым и индийским впечатлением было вот что. «Уже смеркалось и по узкой базарной улице двигалась процессия, впереди которой несли балдахин, скорее палатку, из зеленого шелка, освещенную изнутри. Я спросил, и мне сказали, что под балдахином возвращается из храма какая-то Махарани, княгиня». Конец цитаты. После он отправился в Лакнау, Владимир Алексеевич отметил, что из-за своей архитектуры и образа жизни Лакнау выглядит как мусульманский город, а не индуистский. Иванов искал повсюду рукописи. Он ходил по базарам, его водили по домам разных людей. Иногда ему удавалось найти что-то интересное среди фрагментов и откровенного мусора. Вот, например, он рассказывал случай, как его привели к одному человеку, врачу, и тот провел его в комнату без стульев и исчез на час. Иванов уже начал испытывать раздражение, как вернулся хозяин и пригласил его в соседнюю комнату. Цитата. В углу была куча всякого мусора. Владелец снова исчез, но скоро вернулся с длинной палкой. Это действительно очень раздражало, но вдруг хозяин начал выкапывать рукописи из кучи мусора палкой. Были интересные находки, и поэтому мой визит не пропал даром. Конец цитаты. Другой описанный им же случай навевает более тяжелые мысли. Цитата. Мы отправились в пригород, в старый обрешалый дом. Мои проводники отвели меня на какую-то кучу земли и начали кричать. На крыше появилась девочка примерно восьми лет. На ней была очень длинная чадар, завеса, которую носят мусульманские женщины, когда выходят на улицу, и огромные тапочки, которые на ее ногах выглядели как лыжи. Она подошла к краю крыши и пригласила нас подняться на крышу, где было безопаснее. Затем она отвела нас в пустую комнату, где был только один чарпай. Так индусы называют своего рода кровать или скамейку с сиденьем из переплетенной веревки. Девочка в своей мантии со шлейфом и лыжных тапочках прошла за занавеску в соседнюю комнату и принесла небольшую пачку бумаг. Все вокруг выглядело таким безнадежно бедным, и я начал изучать бумаги, намереваясь купить хоть что-то, если это было возможно. К сожалению, то, что она принесла, было полным мусором, фрагменты, как называют их книготорговцы. Я, с сожалению, отдал девочке бумаги. Она нырнула за занавеску и вернулась, неся в руках нечто маленькое. Это была относительно новая рукопись Корана, покупать ее не было смысла. Это было последнее, что эти люди могли предложить для продажи. Ветер поднял занавеску. Там стояла исключительно высокая пожилая женщина, Биби. Видимо, девочка надела ее чудо и тапочки. Я достал из кармана пять рупий и приготовился уйти. Мои проводники бесстыдно бросились к старухе, чтобы потребовать от нее комиссионных. Наблюдать это было крайне неприятно. Конец цитаты. Побывал Владимир Иванов и в Агре, и в Дели, и в Лахоре. В Лахоре он познакомился с Мухаммадом Икбалом. И очень интересно почитать его впечатления от этой встречи. Цитата. «Поехал в Набрицар, священный город Сикхов, и Лахор, который и теперь еще остается центром литографской промышленности, хотя подперсидский печатает мало. Там я навестил прогремевшего в те времена адвоката Икбаля, писавшего философические вирши. Меня уверяли, что он большой знаток в кавычках суфизма, но я был очень разочарован в его малой осведомленности, и он свернул на политику. Почему русское правительство преследует мусульман? Я спросил его, откуда он это выкопал? Мы тоже газеты читаем. Какие газеты? Я ему объяснил, что мусульман как таковых никто не преследует в России, но если они поступают не по закону, то они несут такую же ответственность, как и другие. Скифкина мусульманского нет. Он что-то мямлил, и я прекратил разговор. Впечатление было убогое. Его писания быстро вышли из моды, и, по-видимому, ими сейчас мало кто интересуется. Конец цитаты. Владимир Иванов отмечал и случай великодушия и щедрости среди людей, с которыми его сталкивала судьба. Так один человек, предлагавший Иванову купить у него некоторые рукописи, при прощании начал отсчитывать деньги. Владимир Иванов удивился, зачем он это делает, на что тот ответил, «Вы сами знаете, что у нас сейчас пост, рамазан, и у меня дома ничего не готовили. Так возьмите эти деньги, поезжайте в самый лучший ресторан и покушайте от меня». Иванов денег, конечно, не взял, но был тронут. А вот другой случай. В деканском Хайдарабаде Иванов пригласил к себе в отель несколько ученых Бохров выпить чаю с пирожными. Они выпили чаю, с удовольствием съели пирожные, а когда гости ушли, Владимир Иванов спустился вниз в кассу расплатиться. Кассир денег не принял, сказав, что гости уже за все заплатили. Когда Иванов пошел к одному из них, тот наотрез отказался принять деньги, сказав, «Вы здесь гость, а мы здешние, поэтому мы должны угостить вас, а не вы нас». Еще один интересный случай, извините, обычай, который был принят в Хайдарабаде и с которым Владимир Иванов столкнулся уже после своего окончательного переезда в Индию, но тем не менее расскажу о нем сейчас. Цитата. Несколько слов о некоторых обычаях в Хайдарабаде. В 1926 году я отправился в Хайдарабад, чтобы купить книги, а мой друг пригласил меня встретиться с представителями местной интеллигенции. Я прибыл вовремя и прошел через обмен всевозможными любезностями. Затем внезапно все 20 гостей встали и ушли. Остались только хозяин, его родственник и я. Я спросил, в чем дело. Они заверили меня, что ничего не случилось, гости выпили свой чай и поэтому ушли. Тем не менее это показалось мне странным, и я стал наводить справку. Выяснилось, что в соответствии с Хайдарабадским протоколом гостям, приглашенным на чай, следует выпить только одну чашку чая, а затем удалиться. Оставаться дольше считается невежливым. Когда я возразил, что во всем мире люди собираются вместе, чтобы встречаться друг с другом и обмениваться мнениями, а не просто выпить чашку чая, мне ответили, что это их обычай и изменить его они не могут. После этого я никогда не принимал приглашение на чаепитие. Конец цитата. Из-за обострения политической обстановки в мире планы Иванова дальше продолжить свое путешествие по Индии и посетить другие города не смогли осуществиться, и он повернул обратно в Персию, оттуда вернулся в Петербург. В Петербурге дела у него не складывались, к тому же давало о себе знать малярию, которую он похватил в своем путешествии. Все труднее и труднее становилось с едой, и весной 1918 года Иванова отправили в командировку в Бухару. Однако на момент оформления командировки в Петербурге ничего не знали о громадном восстании в разных местностях Туркестана в 1916 и 1917 годах. Эта информация была засекречена. И когда Владимир Иванов добрался по Волге и Каспийскому морю до Красноводска, стало ясно, что о продолжении запланированного пути не может быть и речи. Владимир Иванов скупо пишет, что положение было трудное. Ехать обратно в Петербург было и трудно, и бессмысленно. Единственный возможный выход был податься в Персию. В Персии устроиться Иванову было довольно сложно, потому что как раз за год до этого была засуха, и урожай был не очень хороший. И по прибытии в Мишхед он обнаружил, что русские, как консульские, так и банковские служащие и торговцы, отрезанные от России, с трудом держались, продавая ковры и другие свои вещи. Найти работу было практически невозможно, но ему повезло, и он смог устроиться переводчиком в армию Британской Индии. Он был прикомандирован к отделу наемного транспорта в Мишхеде. Прослужив два года в Британской армии, Иванов вместе с ними снова оказался в Индии, в Калькупсе. Там он устроился в бенгальско-азиатское общество, где проработал до 1930 года. Нужно сказать, что его не были там рады видеть. Цитата. Меня, индусы и мусульмане приняли с нескрываемой враждебностью. Вокруг меня образовался как бы сомкнутый фронт. Как он может претендовать на знание персидского языка, когда он даже, выделено самим Ивановым, когда он даже не может свободно говорить на урду. Все были твердо уверены, что меня приняли только потому, что я белый, то есть европеец. Такое отношение сохранялось на протяжении всего периода работы Иванова в азиатском обществе. Помимо того, что ему платили очень небольшие деньги, его убитала нездоровая атмосфера внутри самого общества. Цитата. «Менела неизвестность явно надвигавшегося антианглийского движения, осложненного к тому же враждой не только между индусами и мусульманами, но и разных трений, счетов между разными подразделениями и внутри этих больших групп. Индусы в азиатском обществе приходили в бешенство от мысли, что деньги общества тратятся на приготовление и печатание персидских и арабских каталогов, а мусульмане от того, что уплачиваемые мне деньги не падают в их карманы. Было нетрудно примечать постепенно нараставшую остроту ненависти». Конец цитаты. Кроме того, Иванова очень возмущала нечестность служащих в библиотеках и наукных собраниях. Цитата. «Одна из самых неприятных особенностей быта, с которой я должен был сразу столкнуться, было возмутительное отсутствие самых элементарных понятий о честности среди исколоров. Так туземные ученые называли себя английская «скола», которая им трудно было произносить двумя согласными в начале слова. В самом начале работы, конечно, мне понадобились справки в книге Бродфельмана в своде каталогов арабской литературы, и я затребовал эту книгу. Когда мне вручили оба томика, и я открыл их, то ужаснулся. «Внутри почти все страницы были вырезаны и украдены. Исколоры вместо того, чтобы делать выписки и заметки, просто вырезали нужные им страницы. И это, конечно, сделал не один какой-нибудь негодяй, но это был установившийся обычай. Библиотекари лайберри Бабу очевидно знали об этом, но умалчивали, не замечали». Конец цитата. Еще один интересный случай связан с библиотекой и рукописями описывает Владимир Алексеевич. Когда он только приехал в Индию, то ему предложили работу по каталогизации рукописей в Хайдарабаде. Иванов, конечно же, с радостью принял предложение, но он 17 лет ждал ответа на свой запрос, так как ему всегда отвечали, что вопрос рассматривается и ответ будет на следующей неделе. И в чем же была причина такого 17-летнего ожидания? Цитата. Причина такой ненормальности обстоятельств была очень простая. Его возвышенное высочество, Хайдарабадский Низам, считавшийся самым богатым человеком в мире, был хорошим знатоком персидского языка и писал вирши на нем. Он был большим любителем хороших и редких рукописей и страдал манией их собирания. Он брал почитать в кавычках все ценные и редкие к своему государству и даже выманивал из частных коллекций и, конечно, возвращать почитав не собирался. Только от него зависело мое назначение, но он был не так прост, чтобы не сообразить, что местные жители молки, о его проделках знают и надоедать ему побоятся. Но если за дело возьмется человек в ветру, иностранец, он может поднять шум, обнаружив пропажу ценной рукописи, и ее придется отдать. Вот почему я должен был терять 17 лет в бессмысленном ожидании. Поэтому он, он нелогичный, систематически откладывал свое решение до следующей недели. Конец цитаты. В 1928 году Ибанок оставляет службу в Бенгальском Азиатском обществе и в 1931 году находит работу в Бомбее в общине исмаэлитов и работает над исмаэлитскими рукописями до 1959 года. Владимир Ибанок оставил после себя воспоминания, заглавленные «50 лет на Востоке». Читать его воспоминания это, конечно, одно удовольствие. Он хороший рассказчик, он подмечал разные нюансы, примечательные мелочи, описывал архитектуру, обычаи, нравы, уклад жизни, флору и пауну. Вот, например, его замечания относительно фикуса. «Всякий знает, такое комнатное у нас растение фикус с толстыми большими неприятными листьями. Так там, в Калимпонге, перед самым моим окном был фикус большое дерево, полтора этажа вышиной. Меня интересовало узнать, цветет ли оно и какими цветами, но я так и не добился толку». Конец цитата. К сожалению, жизнь его не была легкой, он постоянно жил в условиях нехватки денег и шаткого положения в обществе, хотя в 1928 году он принял британское подданство. Он был одинок, и делом всей его жизни были рукописи и их каталогизация. Не могу не отметить его вклад в дело изучения смоилизма, одного из течения ислама, шрицкого толка. В 20 веке в этой области произошел настоящий прорыв. И большая редкость, когда столь значительный прогресс происходит благодаря усилиям одного человека. Однако в случае Владимира Алексеевича Иванова как раз такой. Прорыв в изучении смоилизма произошел как раз в индийский период жизни Владимира Иванова. В 1931 году ему было поручено исследовать историю и учения смоилизмов на основе их литературного наследия. Начало современных научных исследований в области смоилизма можно возвести непосредственно к публикации Королевским Азиатским Обществом в 1933 году каталога смоилизмских сочинений. Каталог был составлен Владимиром Ивановым и включал около 700 наименований. В том том же году Иванов учредил Бомбеи ассоциацию по изучению ислама, покровителем которой стал имам Исмаилитов. К сожалению, позднее эта ассоциация выродилась в одной из тех обществ, где собираются на совещание и говорят красивые речи, однако ничего не делают для просвещения и распространения знания. Иванов был очень недоволен таким оборотом делом и в 1946 году организовалось Исмаилитское общество в Бомбее, которое занималось распространением научных работ, печатало каталоги и переводы исмаилитских текстов. Сейчас библиотека рукописей, которая была собрана Ивановым и Бомбеи, хранится в институте исследования исмаилизма в Лондоне. Иванов прожил в Бомбее до 1959 года и когда он уже переехал в Тагеран, климат которого больше подходил ему о здоровье. Именно в Тагеране он составил свои воспоминания, опираясь на заметки и дневники, которые, по-видимому, он хранил всю свою жизнь. До конца своей жизни он продолжал работать с рукописями, которые ему присылали из Индии. Умер Владимир Иванов 19 июня 1970 года в возрасте 83 лет и похоронен на русском кладбище в Тагеране. На этом я, наверное, буду завершать свой рассказ о Владимире Иванове. Я, конечно, очень много не рассказала о том, что он писал об Индии. Он очень много путешествовал, он был довольно непровередлив в быту, поэтому останавливался совершенно в разных местах, обнистили практически всю Индию. и учитывая, что у него было, по сути, два путешествия в Индию одно в 1914 году, первое путешествие, а второе уже 39-летнее в 1920 году и до 1959. Вы понимаете, как мне было сложно выбрать, что именно рассказать об Индии и в его воспоминаниях. В 2019 году был опубликован на русском языке воспоминания Владимира Иванова «50 лет на Востоке», которые я очень рекомендую к прочтению и очень приятно их читать. Благодарю за внимание. Спасибо, Татьяна Георгиевна. В подмечании Ярослав Владимирович, вам приоритет. Татьяна Георгиевна, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы не смотрели, вот у нас в петербургском филиале архива Академии наук есть письма, которые писал Владимир Иванов своему учителю Федору Полевичу Щербатскому из Индии в 20-е годы. Там есть очень интересные вещи. Вообще, у меня сложилось впечатление, что он был, конечно, человек такой желчный и довольно ко всему очень критично относился. И когда после этого долговременного пребывания в Калькутте, он, по-моему, уже совершенно осатанил от индийских нравов и всего прочего. Потом, мне кажется, что поскольку все-таки его областью занятий была именно мусульманская культура, то он усвоил еще такое мусульманское отношение к индуизму, потому что он писал там с Федором Политовичем, что это многобожие его раздражает и вообще много, много чего. Федор Политович ему писал, что, знаете, вот, может быть, вы, если бы вы обратились, может быть, к каким-то высокоученым пандитам, всяким духовным очень брахманам, вы бы изменили свое мнение, а тот ему отвечал что-то вроде, что, да, обращался я к вашим пандитам и брахманам, тоже шарлатаны все и жужжи. Ну, что-то в таком роде. Но, тем не менее, я думаю, что, может быть, эта переписка вам будет интересна. Но, к сожалению, архив закрылся, этот, и закрылся, видимо, на год или как минимум или больше. Но, если вы мне оставите свой имейл в чате, я, если вдруг мне попадется в своих, моих каких-то старых тетрадях, выписки из этих писем, я бы их вам переслал с удовольствием. Спасибо, очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо, я обязательно вам оставлю свои контакты, потому что мне очень интересно почитать письма Иванова. Да, они, скорее всего, будут тоже очень желчными и полными язвительности, как его воспоминания. Хорошо, буду ждать тогда адреса. Спасибо. Татьяна Юсифовна? Нет, спасибо. Только спасибо вам, только, чтобы сказать спасибо. Спасибо вам. У меня вопрос, если можно. Спасибо большое, безумно интересно, потому что письма из Персии я опубликовала. Иванов один из наших поставщиков, он собирал коллекции в Иране для музея антропологии и этнографии, присылал, и в том числе он писал, что ему удалось собрать очень хорошую коллекцию фотографий, вот, причем в провинциях Ирана. И все это поступило до революции в музей. А потом отношения не очень складывались, потому что он предлагал свои услуги как собиратель в Индии и ему отказали. Но, скорее всего, потому что две наши экспедиции как раз там работали и много чего собирали. И вот у меня вопрос по вашим замечательным источникам. Нет ли у вас каких-то более детальных воспоминаний, как он спасал коллекции Мерворта в Калькутте? Вот, потому что сейчас я как раз работаю над темой возвращения этих коллекций по дипломатическим каналам, и Иванов как раз из тех людей, которые начали первыми бить тревогу. И он писал и в Академию наук, писал и Щербатскому, писал и в МИД, предлагал свои услуги, в конце концов из коллекции частично и в Калькутте были вывезены. Вот, может, у вас есть какие-то детали? Потому что письма, конечно, у него трагически отчаянные вот этого периода 18-19-го года, но результат был. Вот, если у вас есть подробности, мы просто будем счастливы. Вы знаете, сходу я вам не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, но я еще раз внимательно посмотрю его воспоминания и другие источники, которые у меня есть, и если я что-то найду, я бы с удовольствием собиралась на какие-нибудь вопросы. Спасибо большое. Успехов! Спасибо. Елизавета Олеговна, есть ли у нас? Да, есть здесь. Отлично. Давай. Так, я запускаю демонстрацию экрана. Видите меня? Слышите? Да. А, хорошо. Дорогие коллеги, здравствуйте. Я очень рада сегодня участвовать в таких знаменитых антологических чтениях и присоединяюсь к благодарностям всех участников очень рада, что можно онлайн во всем участвовать. И моя тема сегодня отчасти связана с предыдущими докладами. Называется «Индийская игра знания. Один эпизод культурного трансфера». Исследованием этой игры я занялась не так давно, хотя и не так где-то два года назад я узнала благодаря коллегам замечательным о существовании игры знания в Кунсткамере. И вот перед вами фрагмент изображения, которое находится на Санкт-Петербурге, и как раз оно принадлежит коллекции Ивана Павловича Минаева. Но к нему мы еще вернемся, а для начала я расскажу в целом, что такое, что представляет из себя эта игра знаний. Это такое обычно квадратное, прямоугольное или круглое игровое поле, которое одновременно с функцией игры стремится запечатлеть аналитическую схему Вселенной. Последовательно на этом поле расположены, как вы видите, квадратики, которые называются логи, ну и по-разному там разные названия от Санкт-Петербурга Мир, которые в некоторых случаях связываются между собой различными инструментами. Перед вами вот вишнуитская, вошнавская версия, две вещи вошнавских, которые используют лестницы, хотя такой небесный инструментарий может быть разным. В данном случае это лестница, могут быть стрелы, и также в непальских версиях это змеи, которые выделяются определенным цветом. А вот именно эти инструменты переносят игрока с нижних клеток на более высокие уровни. То есть существенно облегчает ему путь, потому что конец игры, финальная клетка игры, она находится в центре. Я не знаю, видно мою мышку. вот здесь вот в центре в данном случае здесь находится Вайкундха, то есть рай Вишну, Вашнавский рай. И значит, цель игры достигнуть этой клетки. А вот змеи, которые здесь так ярко выделены, они затрудняют путешествие игрока и спускают его даже с самых высоких уровней, вот тут самый длинный змея может спустить практически к началу игры. Вот здесь начало. Так, и перед тем, как обсудить культурный контекст, в котором могла возникнуть игра знания, игра знания, оговорюсь, это условное название, вообще она называется Гьян Чаупар или Гьян Бази и она распространена практически по всей Индии. Вот в Северной Индии она как раз и называется Гьян Чаупар или Гьян Бази. Гьян Бази, как правило, то есть сперсидская база игра, как правило, распространена в джайнских сектах, школах. А вот Махараштрия называется Мокшпат, в Южной Индии это Парампат Супан, от Тамильского Супан лестница и Парампата Мрай. Значит, Ванхра, Прадеш это Вайкунт Пали, в Нагапаса в Непале Путь Змини, и также существуют суфийские версии, которые называются Шатранч Арифин, то есть Шахматы Мудрых. И вот эти версии, конечно, распространились по всему исламскому миру, далеко выходя за пределы Индии. Ну вот пример непальской игры. Вот вы видите, что каждое локо, во-первых, они не повторяются, и они все связываются с понятиями религиозных систем индийских. И вот здесь они проиллюстрированы. Каждый олицетворяется своей какой-то фигуркой. И здесь как раз разноцветные змеи, они все имеют разное. Ну, то есть не все, а есть змеи, которые благие, а есть неблагие, соответственно. И вот джайнская версия с локо порушей, к которой мы отчасти вернемся, так как это похоже как раз на то, что хранится в куст камере. Вот суфийская такая версия с надстройкой в виде дворца, который символизирует райскую обитель. И собственно вот еще одна версия с подробным комментарием, так как они снабжались комментариями, и вот сохранился такой вот комментарий, в котором приписывается создание этой игры, именно суфийской игры, знаменитому андалузскому мистику Ибн-Араби. И в этой связи мне хотелось бы понять, что такое чаупар, и что может дать нам значение этого слова. И вот на санскритский манер иногда это чаупада. Ну и это сложное слово, которое вероятно имеет синтетическое прокритское происхождение и имеет санскритский эквивалент слова чатуранга, то есть имеющие четыре конечности. Образована аналогичным образом, чаупар по всей видимости тоже означает то, что имеет четыре части. Пар в современном Хиндустане это аналог санскритского слова пада, лексическое значение, которого можно ограничить понятиями след, знак, шаг, тропа, стропа и так далее. И тем не менее, что интересно, существует еще одно слово созвучное пада это пада, означающая ткань, а именно четырехугольный плат, а также картина, написанную на нем. И если участие, что в прокритских языках озвончается церебральный согласный между гласными и пада переходит в пада, что соответственно и перешло в пар, то есть чаупар, то можно предположить, что и значения их тоже как-то сливаются, переплетаются между собой. Таким образом мы получаем, что чаупар это изображение или картина на ткани и одновременно игровое поле, состоящее из пада, число которых обычно кратно четырем. Нам известны 72, 84, так ли 4 поля. И важно, что в древнеиндийской культуре, как замечает Виктория Юпторовна Вертограду в своем исследовании индийской иконометрии в Тракте Читра-Сутра о живописи, пада это единица или минимальная составная часть, организующая как видимое пространство, так и мыслимое. То есть пада можно понимать как единицу визуальной индийской культуры. Но вот интересно было бы рассмотреть иконографию, которая, как мне кажется, иконография этой игры строится вокруг одной важной принципиальной черты. Это вертикаль аксис-мунди. и вот это представление о мировой оси, которая проявляется в разных сакрализованных мотивах, гора, дерево, позвоночный столб человека, это и играет существенную роль в понимании игры знания, как она устроена. Если также учесть, вот перед вами гора Кайлас, если учесть, что реальная география в Индии часто совпадает с, условно говоря, мифологической и мифическая гора Меру, удачным образом совпадает с реальной горой Кайлас, которая находится на севере, то и сакральная география, точнее, сакральная геометрия Мандал также отразилась на ориентации игровой доски игры знания, которая, следовательно, ориентирована с юга на север. На слайде вот можно увидеть также под фотографией Кайласа тупу или Меру в форме такой Мандалы, то есть это объемная Мандала, это может быть и то, и другое, и чуть правее это бенгальский вариант игры знания, который в своей форме, в отличие от своих братьев и других традиций, сохранил как раз эту пермедальность. И справа находятся вот две фотографии, точнее, картинки, одна из них миниатюрное изображение Схемачал Прадеша с изображением так называемого тонкого тела, то есть внутреннего устройства тела человека или шарира, которое сравнивается во многих индийских традициях с пейзажем, устроенным как системой со своим солнцем, горами и реками. И как можно догадаться, этот внутренний пейзаж, он ориентирован вокруг центральной оси и располагается по уровням, то есть чакрам, которые здесь отчетливо изображены на этой миниатюре. А вот сверху изображение, которое уже было на этой конференции показано Ольгой Павловной Вечериной в ее замечательном докладе о телесности в поэзии или в традиции тонинских пхактов, которые в моем исследовании тоже ее эта тема она мне очень помогла. Потому что как мне кажется, в образе Карейка Лемьяр поэтесси шестого века картинки я, соответственно, посмотрела у Ольги Павловны, она в поисках как вы помните единения с божеством зашла на кайлаш на голове или на руках вот как здесь изображается. И мне кажется, что тоже здесь происходит игра с вертикали как символ имманентности. Тело Карейка Лемьяр перевернутое вверх ногами противопоставляется горе растущей вверх. То есть для того, чтобы достичь абсолютного верха, Карейка Лемьяр оказывается необходимо перевернуть собственный низ вверх. Ну, как мне кажется, такое переворачивание системы вообще свойственное у человечества. Исправьте меня в конце, если что-то я неправильно поняла, но дальше продвинемся. Вот перед вами диаграммы, которые очень важны тоже для понимания того, как сложилась игра знания. Справа это диаграмма, можно назвать ее космологической, а слева как раз анитонической. тоже каждые квадратики пронумерованы и описаны слева. Также здесь они уже связываются вот этими змейками, что важно, отдельные пары. И тоже организуются вокруг центрального вот этого столба. И эти рисунки были, несмотря на то, что они относятся печатные в статье Шоума середины XIX века, они, конечно, имеют более раннее происхождение. Их заказал один леценат у группы пандитов последователей святого Пхакта Даду, жившего в Гуджарате в XVI веке, в конце второй половины. И вот, собственно, как указывает автор статьи, одна из них служит иллюстрацией к описанию горы меру Бахагавата Пурани. И этот лист как раз представляет из себя 177 квадрата фромбовидной формы, украшены декоративным крышами дворцов, так же, как и в знания. И слева справа изображены солнце, луна. И несмотря на то, что это вайшнавская традиция, все-таки мы перейдем к джайнской, к джайнскому изображению, как раз которое и хранится под номером 226-114 в культ-камере. Здесь также изображается солнце, луна, и центральный стоп, и вообще это мировой колосс, лукопуруша, символически выражающий тоже вселенную. И такая же вот структура и у вот этих изображений. Одно из них слева это янтра из Раджастана, которая называется Паблия. Это рисунок современного издания, наверное, где-то 60-е годы, а справа это лист из Санграхани сутры, который находится в музее Виктории Альберта и датируется 18-м веком, а трактат этот 12-го века. И вот некоторые традиции, закончили об иконографии немножко говорить, по крайней мере, на этом этапе. А вот интересно тоже, что некоторые традиции сохранили предания о создании игры знаний. И вот в Ашнавской традиции Таджиняна Дева, поэт Натх, в Тибете также существует эта игра, и там ее создание приписывает Сакхи Пандите. Эту игру, как гласит Тегенов, придумывает для утешения своей матери. И в суфийской версии, как мы уже обсуждали, это создатель Кибонараби. И что интересно, все эти фигуры, они так или иначе принадлежат к периоду 13-го века, плюс-минус, что, на мой взгляд, говорит о каком-то одновременном, что ли, одновременном сложении игр в разных традициях. То есть может говорить об этом. Понятно, что нельзя сказать, что именно в 13-м веке они были изобретены. И в курсе моего исследования этой индийской игры мне стало интересно сопоставить с одной игрой, которая была распространена в Европе. Свидетельства о ее создании относятся к 1480-го года. Это игра Чиоко Далеко по-итальянски и также у нее есть аналоги французские, немецкие, английские, она везде очень хорошо была распространена по Европе. И в целом ее можно перевести как игра гуся. И вот меня интересует здесь ее устройство. Эта игра представляет собой центростремительную спираль, разделенную на 63 клетки, с финальной клеткой расположенной по центру. Почему еще раз объясню, почему мне это интересно, потому что вот это изображение слева, оно в Гуджарате в общем-то находится, видимо, а может быть уже и не находится, но оно сохранилось именно там, и соответственно оно было выполнено индийскими художниками, что говорит о том, что контакты какие-то были. И даже исследователи некоторые предполагают о непосредственном каком-то воздействии этой игры, хотя это еще требует каких-то более сильных показателей, но интересно другое, интересно посмотреть именно тип справа, это европейские игры, и у индейцев в могольской традиции есть свой аналог игры гуся, который сильно отличается, хотя устроен таким же образом, развивается по спирали, это игра ганч, сокровище. Она уже немножко ближе к игре знания, с моей точки зрения, так как здесь практически каждый квадрат как-то окрашен определенным значением, и они не повторяются через один. И вот в игре гуся все-таки повторяются образы, постоянно этот гусь попадается, который увеличивает тоже число ходов, существенно продвигая игрока. И у игры гуся вообще очень мутное происхождение, ничего об этом практически неизвестно, и исследователи связывают ее появление с распространением Каббла, эпоху Возрождения, которая испыталась на себе не только влияние алхимии, но и арабской мистической традиции. Спираль это схематическая репрезентация эманации. Символика спирали распространилась в христианской Каббле, как указывает исследователь еврейской мистики Гершом Шолин. В связи с этим можно предположить, что игра гуся отражает не только нумерологический аспект 63 клеток, но свойственное каббалистическому христианству, но и формально изобразительное, символом эманации, то есть истечения тварного из абсолютного и божественного первоначала. С символом спирали связан в целом мотив трансформации эманации божественного соединения с ним у него мистика. И если вспомнить вернуться к индийской традиции, то там спираль совсем не новая и можно привести массу примеров. Ну, я не буду, наверное, их сейчас привозить. Все знают про кундалини и так далее. Все это и также в народном искусстве можно встретить. Ну, как в народном, в искусстве расплеменном. но вот что интересно, что если представить, что мы потянули за центральную клетку игры гуся, вот один из ее вариантов на слайде, и подняли ее, то перед нами возникает пирамидальная форма, которую как раз мы уже рассматривали, которая важна и для построения игры знания. Иными словами, можно сказать, что это вид сверху, а игра знания это как бы ванфас. Ну, то есть, что никаких выводов я не делаю об их преемственности, потому что это очень странно было бы, но структуры игры гуся, игры знания изоморфны. Они лишь даны в разных координатных плоскостях. Одна представляет вид сверху, другая дана в разрезе, и принципиально общей чертой является наличие центра, как символического выхода и завершения игры. В целом, им присуще это общеструктурное сходство, и обе они являются условными схемами организации Вселенной. На этом я бы хотела, наверное, закончить свой доклад и с радостью послушать ваши комментарии или вопросы, какие возникли. Закрыть презентацию, чтобы мы увидели вопрошающих. ее пауза демонстрации или остановить? Остановить. Вот. Да? У меня два вопроса. Да. Первый. Количество клеток произвольно? Ну, то есть, я слышал, что есть разное количество клеток. В разных традициях закрепились разные варианты. Например, вайшнавских в северо-западных штатах распространены гьян-чаупары 72 клеток. А в джайнских, например, уже возникает 84. В суфийских уже получается 100. И там есть варианты, разные варианты встречаются. То есть, в целом, она довольно распространена. И второй вопрос. Я так и не понял. А змея почему является связующим звеном? А, ну, она как бы проглатывает игрока, который спускается по телу, по ее телу вниз. Существует современная версия, и можно будет сыграть на следующих загрузках в чтении вместе. Если мы будем... Уже заманчиво. Вопросы? Да, Евгения, пожалуйста, включите голос. Скажите, для продвижения вверх по ступеням этой игры нужно демонстрировать какие-то знания или просто бросается кубик и там формально человек поднимается. То есть это реально в игровой форме разлучивается некий путь духовного совершенства. Так, да? Да, именно. Я об этом не говорила, но вы все правильно понимаете. Вообще предполагается, что это было таким, помимо развлечения, таким инструментом своеобразным, образовательным. В частности, известно, что на фестивалях в нее могли играть, и Джайна читали эту игру и как икону, и в то же время могли в нее играть. И не нужно демонстрировать никаких знаний в принципе в процессе игры, а скорее наоборот учиться, потому что каждая, там очень строгая причинно-следственная связь между этими клетками, которые зафиксированы как раз этими змеями, стрелами, и каждая клетка, ну, там, я не знаю, например, лоб, что означает, там, по-моему, это гнев, или, я не очень хорошо помню, если честно, в общем, какие-то основные понятия, они ведут игрока, он сталкивается с разными состояниями психическими, по сути, вот. То есть, если он попал на клетку гнев, то это может его отправить куда-нибудь. В гнев, То есть, и даже на самых высоких уровнях встречаются такие вот засады. Понятно. очень интересно. Я хочу задать вопрос по поводу значений каждой клеточки в этой игре, где можно узнать подробнее о смысле приписываемом каждой клетке, в каких текстах или в каких традициях это больше распространено. Я думаю, что это следует отдельно этому исследованию посвятить, потому что в целом комментариев таких вот конкретно к этим играм насколько мне известно не сохранилось, кроме вот суфийской версии. И исследователи пытаются расшифровать с 80-х годов. и частично можно посмотреть эту расшифровку у Топсфилда такого исследователя этой игры и других индийских игр. Но я бы хотела заняться этим более детально, потому что я вижу, что здесь отражаются системы разные, там есть разные варианты и нужно опираться, я думаю, на те традиции, которым принадлежит определенная игра. То есть, например, Адвайта Веданта нужно читать тексты вот этого кластера или там джайнские тоже нужно исследовать более подробно и это очень интересная конечно задача. Вот и можно взять например вот тот объект, который находится в кусткамере конкретно и его уже более детально рассмотреть. У меня не было, к сожалению, возможности такой, но я была рада. Елена Станиславовна, у вас вопрос, а у меня вопрос как раз к вам. Скажите, вот эта игра была сфотографирована Елизаветой Олеговной не очень четко, а мы можем проверить, есть ли эта же игра сканирована в более четком виде или как? Ну проще всего на сайте посмотреть, потому что чтобы на сайте найти, надо понять, как искать, то есть вот как вы, например, бы искали? По номеру, по коллекционному номеру. Как здорово, то есть в смысле всего лишь надо знать тайный ключ, чтобы найти тайный ключ, то есть мне кажется ее нет. Это, кстати, спасибо большое Александру Николаевичу Байдену, это его фотография, хотя она может быть вам показалась нечеткой, но... Нет, фотография хорошая, но хочется рассмотреть, и поэтому... Ну, это делается совершенно спокойно, посылается заявка, вот, правда, там достаточно длинный текст, который надо заполнить, там, по-моему, странички 3, но там четко все указывается, и вам присылают то, что вы хотите, там, то вы решили, которое вам нужно для работы, там, для публикации, на прошлом. Уже страшно. Уже страшно. Елена Станиславовна, у вас был вопрос, кажется? Да, был, вот, потому что как-то вот спасибо большое, сегодня прямо все в тему. У нас что-то подобное есть в фондах, ну вот, например, я вам даже уже написала, Елизавета Олеговна, самое смешное, что это фотография Мерворта, сделанная в Национальном музее Коломбо, вот, там они фотографировали просто все ретрины, вот им позволили, и в том числе несколько шкафов заполнено досками для игр, и вот на одной доске что-то подобное нарисовано, называется, кажется, Патипата, вот, да, вот я просто посмотрю, я сейчас не помню, потому что сенгальские наши коллеги, они подтвердили, что такая народная игра здесь существует, то есть, а там этикетка просто наклеена, большой какой-то такой грубый кусок доски, и вот такие же под углом линии, вот, вверх идущие, но надо разбираться, потому что вот просто вот я с большим трудом обнаружила, прочитала, и вот там горы, горы не такие, на Фей-Ланке, или нет, покороче, что-то есть, и есть вот всякие вот эти ваши квадраты складные, то есть, вырезаны на углами, тоже надо смотреть, тоже, тоже не росты, успеха, очень интересно. Большое спасибо, если можно, я бы вам написала. Кусочек доски выслать, так сказать. Так, у нас, получается, закрылась первая секция. название доклада «Великая галлюцинация мира в Вимшике в Исубанке». Я сейчас не буду отвечать на вопрос Андрея Всевышевна, почему в Вимшике, а не в Вимшатике. Если он появится, я ему отвечу. Я просто хотела предварить свой доклад некоторым нарративом, потому что очень важно понять, в каком контексте я вообще делаю этот доклад, в каком контексте я работаю последние 15 лет. Этот контекст, он возник в результате внешнего запроса, внешнего запроса со стороны нейроученого, который, я участвовала в семинаре, на котором он выступал, и в порядке выступления, дополнения рассказала о концепции восприятия о Дигнаге. Тогда я знала какие-то элементарные вещи. Я не ожидала такой реакции от него. Он очень воодушевился, он потом ко мне подошел и сказал мне такую вещь, что его коллег это очень интересует, у них нет вообще никаких данных, у них нет никакой опоры в понимании того, как эти вопросы решались за пределами западной философии, и они бы очень хотели иметь какое-то академическое исследование, в котором бы делались ответственные заявления, а не просто рассуждения wishful thinking мыслителей new age. Он к этому добавил, что если он, допустим, будет ссылаться на 3-те пк, и на такого рода людей, то его сочтут сумасшедшим. То есть потерять лицо, потерять репутацию можно очень легко, если ссылаться на такие непроверенные источники, и я поняла, что это запрос, и с тех пор я, в общем, над этим работаю. В этом году я получила грант от Гонконгского фонда, который позволил мне наконец-то заняться этой работой вплотную, ну, до этого я просто публиковала отдельные статьи, заняться этой работой вплотную, взять отпуск, и поехать туда, где мне нужно работать. Вот, и таким образом я оказалась в Индии, я была три месяца, и я продолжила работу с пандитами, вернее, с одним пандитом, и вот этот тип работы я уже практиковала раньше, именно в связи с этим проектом исследования восприятия, вот, я практиковала, но, к сожалению, мучитель умер, и с тех пор ситуация резко изменилась, в России возникла вся эта наукометрия, и возможности куда-то поехать и где-то работать практически исчезли, вот, а сама деятельность вот эта, которой я занималась, перевод текстов, историко-философская реконструкция, введение в оборот научный, перестала считаться научной работой, как вы все знаете, вот, и, соответственно, чтобы этим заниматься, нужно было прекратить писать статьи для журналов, так сказать, высокорейтинговых, а чтобы это прекратить, надо было отказаться от зарплаты, потому что зарплата наша, как вы знаете, состоит, в общем, из этого, и это позволил грант, вот, наступил такой критический момент, когда я хочу сразу, наконец, завершить этот проект, сделать антологию текстов, ну, не просто антологию, там будут пояснения, подробные историко-философские комментарии к каждому тексту, будет много статей, возможно, я включу туда свои энциклопедические статьи, вот, для полноты, вот такой вот проект, и в связи с этим я пересмотрела все мои прежние переводы, вот, в связи с новой работой, которую я провела совместно с моим пандитом, профессором Пунтского университета Прадипом Гокля, эта работа была чрезвычайно плодотворной, я пересмотрела многие мои прежние переводы, и, в частности, я пересмотрела свой собственный перевод в имшике, и теперь я интерпретирую его совершенно иначе, вот, и как иначе, вот как иначе, я сейчас об этом расскажу, дело в том, что я последнее время очень интересуюсь исследованиями когнитивных ученых, исследованиями, в частности, восприятия, вот, и есть такие вещи, которые вот так накапливаются, накапливаются, потом наступает момент, вот как дан какой-то сигнал, который вдруг как бы своей вспышкой освещает всю территорию, и ты начинаешь понимать, что про что это, вот, про что это, само название, само определение «великая галлюцинация», это уже мое, а изначально я столкнулась с определением «великая иллюзия мира» или «великая иллюзия сознания», я столкнулась с этим определением в статье когнитивного психолога, которая таким образом подвела итог исследования восприятия, экспериментов, которые она проводила, вот, «великая иллюзия», то есть восприятие не отражает мир, а восприятие мир конструирует, вот, а то, что это, так сказать, конструкция того, что, чего нет на самом деле, вот, это доказано очень многими экспериментами, вы, наверное, читали про эксперименты, когда, значит, людям предлагается наблюдать за каким-то объектом, вот, и, этот объект как-то эволюционирует, там, как бы, разные кадры им даются, а между тем, там возникает совершенно другой объект, появляется человек обезьянный, махает руками, но его никто не видит, потому что они, все наблюдатели сосредоточены, им дана задача, они наблюдают за другим объектом, а этот объект самый яркий, самый впечатляющий, его никто не видит, вот, это один из экспериментов, сейчас сотни, они очень интересные, то есть, современная наука и современная когнитивная философия на вопрос, можем ли мы доверять своим чувствам, отвечает, нет, уже не только, так сказать, чисто теоретически, потому что мы, как философы, знаем, что восприятие миросубъективно, но также еще и как бы практически научно, уже это доказано, вот, почему я заменила иллюзию на галлюцинацию, вот, мне кажется, что текст Ваше Банху, Вимшака, это как раз про то, что мы мир конструируем, а не воспринимаем какие-то реально существующие объекты, но моделью, которая используется в Осубанху, служит скорее галлюцинация, чем иллюзия, я объясню разницу, на эту разницу мне указал мой профессор против Гокли, разница в том, что иллюзия всегда опирается на какой-то объект, который мы неправильно воспринимаем, например, карандаш, преломленный в воде, дальше множество индийских примеров иллюзий, змея в веревке, серебро в раковине и так далее, то есть есть какой-то реальный субстрат, которому мы предицируем, ложно предицируем, ошибочно предицируем какую-то характеристику, которая на самом деле к нему не имеет отношения. Вот, это примеры иллюзий, есть примеры оптических иллюзий, возникающих в результате темиры и глазных болезней, и разных других изъянов чувственных способностей, чувственных органов, но эти все иллюзии, они тоже основаны на каком-то реальном объекте, тогда как галлюцинации не имеют под собой никакого реального объекта. И то, на что ссылается в Асвубанку, а он ссылается на мушек перед глазами, на пучки волос на ладони, это как раз абсолютно несуществующие объекты. Поэтому здесь больше работает модель галлюцинации, чем модель иллюзии. Что, собственно, говорит в Асвубанку в этом своем трактате. он говорит, что наш опыт имеет дело мы в своем опыте, потому что с моей точки зрения буддисты не делают антологических утверждений. То есть они не говорят о мире, как он есть сам по себе вне нас, не конструирует это вне зависимости, так сказать, от положения субъекта. Вот. Наш опыт открывает нам не реальные, не объекты, которые существуют, не сознание, а объекты, с которыми имеет дело наше сознание. Вот, собственно, основной тезис. Поскольку Вимшека это сочинение полемическое, то его основная цель этого сочинения и в Ассубангу это полемика с реалистами, с теми буддистскими школами, и не только буддистскими, которые утверждают, что наше сознание, наше познание отражает реальные объекты привратно, непривратно, оно имеет дело с какими-то реально существующими объектами вне сознания. Вот, надо правильно сформулировать тональность, надо правильно сформулировать статус этих утверждений. И это вопрос, ключевой вопрос интерпретации текста. Большинство, большинство эндологов считают, что это антологическое утверждение, что утверждение Васубангу о том, что Вижняпти Матра это и есть то, что есть, они это трактуют как антологическое утверждение о том, что есть только сознание и больше ничего. это как бы тезис идеализма. Мне же представляется, что речь не об этом. И эти утверждения, эти высказывания имеют совершенно другую направленность. Что именно я имею ввиду? Речь идет не о том, чтобы доказать несуществование объектов вне сознания, а речь идет о том, чтобы опровергнуть аргументы реалистов о существовании объектов. И тезис, который это опровергает, это тезис, который опять-таки не состоит в утверждении, что вот объектов нет. Он состоит только в утверждении о том, что объекты недоказуемы. Объекты недоказуемы. И вот в основном в таком критическом ядре против существования объектов, это примерно с 11-й карики до 15-й, вывод из этого рассуждения большого, где он опровергает теорию атомов разных школ состоит в том, что не в том, что атом не существует на асте, а в том, что атом не доказан на асте, не доказуем с логической точки зрения. Вот. Вот с этой точки зрения я перевожу ключевой термин этого трактата «вижняпти матра», «вижняпти», собственно, «вижняпти». И здесь очень важно учитывать философскую рефлексию, грамматическую философскую рефлексию. Здесь имеет значение форма этого слова, которое происходит от глагола «джня» в каузативе. В каузативе. То есть это не просто познание, а это каузативная форма, она означает заставить побудить узнать, открыть, сделать что-то известное. И отсюда такие словарные значения, как информация, прошение, отчет, сообщение, уведомление, нотификация. Вот эти переводы «вижняпти» существуют в разных словарях. Изначально это термин школы Вайбхашика, где он встречается в сочетаниях каи «вижняпти», то есть сообщенное, выраженное через тело, телесные движения и жесты, вач «вижняпти», сообщенное, выраженное через речь. И в целом, как мне представляется, «вижняпти» указывает на способность сознания проявлять себя. Сознание не просто есть, не просто присутствует, даже ничего не делая, как Атман в Адвайте. Я, кстати, совершаю поклон в сторону Андрея Силовича, который об этом упомянул. Сознание в буддизме, как вообще все в буддизме, если существует, то значит действует. То есть сознание подает сигналы, подает сигналы, которые им же регистрируются. поэтому это очень важный момент для понимания буддизма. Значение существовать в сансаре – это выполнять функцию, а не просто присутствовать. Присутствие без функции равносильно отсутствует. то, что виджняпти в Айбхашике передает чувственно воспринимаемые сигналы, также вытекает из термина виджняпти. и из термина виджняпти, которые посылают сигналы, есть сигналы, но они ненаблюдаемы, потому как они не выражены ни через слово, ни через тело. Есть термин, образованный от глагола в каузатире, есть другой термин праджняпти, который в отличие от виджняпти означает только выраженное словесно, то есть это вербальное конвенциональное обозначение, концепция, и в переводе оно выглядит как существующая номинально, в противовес реальным. виджняпти сад противоположность драгестра. Васубандру, теперь мы обращаемся к Васубандру, он употребляет термин визжняпти в значении, которое связано с учением ягачары. В первой карике он объявляет слова чита, манас, визжняна и визжняпти синонимами. И именно этим объясняются очень распространенные, превалирующие в эндологии перевод визжняпти как сознание. В этом переводе визжняпти просто приравнивается к чите. Однако, когда индийский философ провозглашает что-то синонимами, какие-то термины называют синонимами, это не следует понимать буквально. Это отнюдь не значит, что эти же философы не проделывали работу по определению значения каждого из этих термин. И вот этот аспект, каузативный аспект, о котором я говорила, он тоже часто учитывается в переводах. Поэтому мы найдем такие переводы, как феномен сознания, манифестация, идеация, репрезентация. Я, кстати, в своем первом переводе переводила речь виджняпти, как репрезентация. И здесь подчеркивается понимание сознания, как некой активной саморегистрирующейся способности. Соглашусь с мнением Шмидтхаузена в том, что термин виджняпти выражает определенную функцию виджняны. Значит, что такое виджняпти, если мы проанализируем с грамматической точки зрения, с морфологической точки зрения. Префикс Ви подчеркивает прежде всего способность сознания дифференцировать, различать и фактически это способность распознавать по какому чувственному каналу из пяти регистрируется сенсорная информация. Я перевожу виджняпти, виджняну, как распознавание, вот учитывая это значение. Не случайно мы имеем шесть форм распознавания и их очень легко объяснить, как распознавание разной формы чувственных объектов или квалия, чувственных объектов, чувственных качеств соответствующими чувственными способностями. Цвета, формы, соответственно, зрительное распознавание, ну и так далее. Не случайно Щербатский переводил виджняну как ощущение, а не как сознание. У нас принято переводить все эти термины виджняна, разные формы виджняны как сознание, с чем я не согласна. Вот, значит, что в результате у меня получается? В результате получается, что виджняпти матра, только виджняпти или чисто виджняпти, оно маркирует активное действие сознания, проявляющее себя через дифференцирование, то есть через дифференцирование, проекции сознания. Я перевожу термин виджняпти вот сейчас как проекции сознания. Либо дифференцирующая проекция сознания, либо просто проекция сознания. То есть виджнявти это не то, что мы узнаем благодаря виджняне, а то, что виджняна сама нам сообщает, посылая дифференцированные сигналы специализированную информацию. это ее виджняны, форма активности, ее функция, данная нам в опыте. В соответствии с этой интерпретацией я разбиваю содержание вимшики на топики дискуссий. То есть здесь как полемический текст, этот текст разбивается на правопаршу фрагменты, каждый из этих фрагментов, которые я обозначу как топики дискуссий, они начинаются всегда с правопарши, с мнения оппонента, затем следует дискуссия и, наконец, седанта вывод, вывод по Субанку. Вот. Первый топик это собственно опровержение реалистической критики тезиса в Субанку о том, что все, весь наш опыт сорван в трех мирах трайдхатукан есть лишь проекция сознания, да, вичиня оптиматра. Зачитываю эту первую парику, это поистине эва и дам, есть лишь проекция сознания, поскольку происходит манифестация в Абхасана несуществующих объектов наподобие видения несуществующих пучка волос, мушек и так далее у человека пораженного глазной болезнью. Вот. В ответ на это реалист выдвигает три критических аргумента. если в отсутствии внешнего объекта, я зачитываю свой перевод, видит светоформы и тому подобное, проекция светоформы и тому подобное возникает не с светоформы, то почему она возникает в определенном месте, а не повсеместно, почему она возникает в данном месте в определенное время, а не все время, и почему она возникает во всех индивидуальных сериях, так буддисты обозначают индивида индивид есть лишь серия чередования разных состояний сознания вот во всех индивидуальных сериях которые находятся в данном месте в данное время они только в определенных индивидуальных сериях это третий аргумент и четвертый аргумент реалиста вопрос почему волосы мушки и тому подобное которые видят люди пораженные темирой не функционирует как волосы и так далее в то время как другие реальные волосы функционируют пища напитки одежда трава оружие которые можно видеть во сне не функционирует как еда и тому подобное в то время как реальные пищи функционируют это вот такой любимый вопрос буддистов про функционирование потому что если вы хотите доказать что что-то существует нужно показать как это функционирует вот значит что в чем заключается критика реалиста в том что объекты сновидения да про который говорит вас убанку не локализованы в пространстве первое второе не локализованы во времени третье отличаются от реальных объектов тем что не вызывает разделенный опыт интерсубъективный опыт то есть они могут одновременно восприниматься многими людьми и четвертое не функционирует как реальный объект и здесь в этом в этой части римшики вас убанку и все эти аргументы опровергает вот он говорит что во сне мы видимо события происходят в определенном месте а не повсеместно в определенное время а не всегда что же касается третьего аргумента то вот этот разделенный опыт по отношению к одному и тому же объекту вас убанку объясняет очень интересно он объясняет это синхронностью однотипных карм 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 кармических плодов что это такое поясняется она известна буддийской метафории на естественно буддийском примере о том что боги видят там где боги видят драгоценные мерцание драгоценных камней люди видят реки преды видят реки гноя то есть объект познания формируется как бы мы сейчас сказали с совокупностью кармических факторов я бы это назвала но такой своеобразные когнитивной картой когда играет роль определенные потенциальные потенциальная сторона сознания которая фактически как я объясню дальше детерминирует наш опыт вот и играет роль конкретная ситуация так вот вот то что люди могут воспринимать один и тот же объект таким же образом объяснять вот мы с вами сейчас все собрались вы слушайте меня вы думаете почему вот я вам отвечу наши кармы синхронизировались вот наши кармы нас привели к этому моменту вот с точки зрения выступать и четвертый аргумент очень тоже любопытный ответ дает васу банку на то что на то что все таки да объекты и во сне не нуждаются в в каком-то реальном опыте в реальном функционировании и здесь васу банку как вы наверное догадываетесь ссылается на ночные полюции вот которые происходят с некоторыми представителями лучшей половины человечества даже без актуального полового акта то есть для того чтобы произошла функция не обязательно иметь реальный повод для этого вот в общем таким образом васу банку опровергает критику реалиста дальше идут сюжеты которые тоже как бы я могу прокомментировать но лучше я остановлюсь на более важных например оппонент говорит васу банку вот вы нам все толкуете про то что внешних объектов нет а ведь будда учил о существовании внешних аятан о существовании внешних объектов вот здесь возникает проблема статуса слова будды и как вы догадываетесь васу банку как человек уже искушенный в экзигезе он трактует слова будды не как так сказать эти слова будды истину в последней инстанции а как некий педагогический прием вот и он говорит что да будды это говорил но он говорил имея ввиду определенную аудиторию мы уже знаем с вами принципу пайка ушали мы знаем что в буддизме главное это для кого то есть кому предназначен тот или иной текст так так вот будда говорил естественно для шравоков и обучающихся или для тех кто как бы не нуждается в обучениях но все равно как он ему веду конечно же протека будды и архатов вот будда говорил не политически корректно выражаясь для хинояне 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 стов последователи хинояне вот а что касается вот идеального значения слова будды то это совсем другое так почему будда говорил о существовании вот этих внешних объектов потому что он имел ввиду показать бессамостность 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 индивиду но на самом деле он думал иначе он он предполагал что самое важное это не бессамостность индивида а бессамостность дхарм но чтобы его не поняли превратно по субандру уточняет он имел ввиду не отрицание дхарм вот как некоторые их отрицают да некоторые мадьямаки да отсутствие у них сконструированной самости атмана свабхавы вот здесь в этом тексте это опять-таки к нашей вчерашней или позавчерашней дискуссии свабхава и атман синонимы но имеется ввиду собственная природа дхарм так вот будда самого начала говорил что собственная природа дхарм это тоже так сказать есть вещь которая очень важна но она открыта лишь лишь будом лишь просветленным и в самом конце он это повторяет в самом конце тракта это каков же механизм работы сознания вот оппонент интересуется что тогда происходит если нет вот этих внешних аэтан что тогда происходит вот и тут васу банку объясняет что происходит с сознанием это очень интересная вещь потому что здесь опять-таки масса параллелей с какими-то современными теориями вот значит что делает васу банку на место реальных объектов на место реальных объектов он ставит аламбана то есть предметы сознания на место чувственных способностей он ставит некие потенции биджа потенции которые в свернутом виде содержит в себе чувственные способности вот и совершив эти две замены он объясняет следующим образом значит мы должны учесть что есть что сознание существует в двух формах в актуальной форме и в потенциальной кармический механизм предполагает с необходимостью существования потенциальной формы потому что иначе невозможно объяснить каким образом какие-то поступки привозят к своим результатам не сразу а так сказать постепенно через иногда через целое рождение так вот для этого была была придумана введена концепция созревания кармы раз есть созревание у нас уже есть вот эта метафора биологическая плод росток созревание раз есть созревание то должна быть вот какая-то скрытая часть неосознаваемая часть сознания вот потому что мы не мы не владеем информацией о том что находится вот вот там в этой потенциальной сфере время все да заканчиваю ну жалко так ну в общем получается так что наше сознание скрыто от нас вот и это естественно мы знаем что мы не знаем многого о том что с нами происходит и внутри нас происходит вот и эти механизмы от нас скрыты поэтому мы основываем как бы свою жизнь актуальную жизнь вот то что называется собственно пробрите функционированием познания на 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 том что нам актуальное сознание поставляет вот и мы не понимаем чем это обусловлено мы не понимаем мы не понимаем мы не осознаем тех собственно говоря тех программ тех когнитивных механизмов которые категоризируют наше восприятие мы воспринимаем вещи такими какими их для нас препарирует вот эта вся система включающая в себя вот биджа это собственно какие-то установки включающие в себя васана отпечатки привычек включающие санскары и так далее вот и это очень похоже на на то что мы знаем из сегодняшних достижений нейронауки о когнитивных картах восприятия о собственно о том как вот эти когнитивные карты обусловливают наше восприятие мира я не сказала еще об одной очень важной вещи но я становлюсь соблюдая соблюдая подобие регламента да регламент поэтому если мне удастся вставить это важное в какой-нибудь ответ на какой-нибудь вопрос то я буду рада спасибо Виктория Горгиевна замечания вопросы если никто не спрашивает огромное спасибо во первых за такой интересный доклад просто следила за затаив дыхание вопросов очень много я плохо знаю конечно же теорию познания и сознания в буддизме вообще в принципе это невероятно сложная тема если не самая сложная тема так восторги выразили далее вот у меня возникло не то что вопрос скорее комментарии вопрос вот первое что это карандаш в воде змея в веревке мне кажется что это разные все таки механизмы по сути по тому как они формируются и оба относить к иллюзии вот я не знаю карандаш в воде это точно иллюзия но это то как наши глаза работают а змея в веревке и сколько мы не будем фокусироваться там сосредотачиваться карандаш в воде он будет выглядеть одинаково а вот змея в веревке если сфокусироваться и сосредоточиться то в конце концов веревка окажется веревкой а не змеей или змея окажется змеей а не веревкой там какая-то мне кажется серая зона есть переходные между иллюзией и галлюцинацией такой огромный спектр всяких разных явлений вот ну я вам сейчас отвечу значит я просто как бы не ставила себе задачу на самом деле существует целая целая как бы отрасль в индийской философии которая называется кхиати вада и которая занимается всякого рода вот такими мы их можем называть иллюзиями есть оптические иллюзии это то когда вещи выглядят не так как о войне на самом деле мы их воспринимаем не так как о войне на самом деле специального термина для галлюцинаций вы в в этом репертуаре кхиати вада там очень много разных учений вот специального термина который бы соответствовал галлюцинациям я не нашла но дело не в этом дело в том что вот вот в в иллюстрирует это сном он иллюстрирует свой тезис восприятием во сне вот а восприятие во сне для него вот как я вам говорил это восприятие несуществующих объектов и собственно в этом важна функция сна так как метафоры познания объектов я в свое время писала о том как можно работать с индийскими примерами что индийские примеры есть просто как бы иллюстрации а есть примеры которые являются моделью моделью который что-то моделирует и на эту модель показывает как что функционирует вот я их называла модели репрезентатора так вот модели репрезентаторы они важны тем что они на них можно показать разворачивание определенного определенной функции вот когда мы там встречаем метафору лампы то метафору лампы можно толковать по-разному да что вот она освещает объект потом она освещает самая себя и дальше можно это обсуждать вот это уже будет пример репрезентатора что касается вот этой метафоры сна то здесь вот этим моделируемым вот самым что называется сущностью ради которой употребляется эта метафора является как раз восприятие несуществующих объектов и не более того и вот именно это и является элементом галлюцинации а не скажем иллюзии то есть увидеть рогатого зайца это все-таки галлюцинация увидеть рогатого зайца это ну таких рогатый заяц это как бы это область несуществующего ну да равно как сын беременной женщины вообще целый набор вот этих собственно несуществующих объектов но это не они несуществующие объекты в смысле антологическом а в смысле логическом противоречивые по самой самой структуре и последний вопрос это страшно огромная тема вкратце в дискуссии в Асувангу вместе с реалистами так сказать как это говорит которые утверждают антологический статус объектов то есть его отрицание антологического статуса объектов я не очень его отрицание не антологического статуса объектов он не говорит что объекты не существуют он говорит объекты недоказуемы показывает что их невозможно доказать да вот эти вот аргументы по поводу того что их невозможно доказать мне просто так на первый взгляд показались они недостаточно достаточно убедительными вот хотела просто узнать, как вам кажется вы же читали внимательно это не первое впечатление слушателя насколько это действительно аргументированные абсолютно аргументированные с точки зрения учения этих школ потому что речь всегда идет, когда вы читаете какую-то полемику речь идет о двух вещах доказать самопротиворечивость с точки зрения оппонента и доказать это уже как бы второе, но не всегда реализованная возможность доказать поставить на это место что-то правильное но в особо банку в основном ограничивается доказательством вот вам в этих самых ну в этих кариках где он опровергает доказательства существования объекта он он ограничивается доказательством противоречивости доказательств реалистов с их точки зрения собственной все равно ой ладно большое спасибо вам за доклад тут можно обсуждать три дня и три года эту тему конечно это очень интересно спасибо большое спасибо колодия владимир борисович вы хотели я могу вам включить в самом деле включил века да очень приятно тебя видеть наконец слушай насчет сознания как развлечение ассанжня тогда что у нас ассанжня это синтетическое это это сознание как связывание сознание как связывание то есть тоже как сознание да ну да да и теперь такой вопрос вот насчет не существует и существует не существует как нечто или вообще не существует то есть например мы смотрим на змею видим в ней веревку то есть не существует веревка существует змея Или не существует ни веревки, ни змеи на самом деле. А существует что-то еще, например. Ну, если с буддийской точки зрения, то ты знаешь, не существует, значит, не функционирует. А что значит не функционирует? Не выполняет своей функции. Потому что у каждой драмы есть определенная функция. Вот. И мгновенное чередование драмы – это выполнение каждой, реализация каждой из драм своей функцией. Вот. Я уже обращаюсь к более позднему этапу развития. То есть ты считаешь, что галлюцинация – это не драма? Нет. А как же тогда быть, если галлюцинация… Подожди, подожди. В каком смысле галлюцинация – не драма? Ну, вот как ты приводила пример с полюцией, например. Это галлюцинация или не галлюцинация? Что? Ну, вот прекрасной половине человечества что-то такое снится. И, значит, то, что ему снится, производит какое-то действие. Да, да, да. И вот это доказывает только то, что… То, что производит действие, находится внутри сознания. Вот что доказывает это. Дальше я… А где здесь внутри и снаружи-то? Как тут вообще можно сказать? Находится внутри сознания. Можно сказать, потому что нету… Не было, собственно говоря… Так сказать… Да было, было. Не скажешь, что было. Инкубы, понимаешь ли, с суккубами. Ну да, я… Все это, между прочим, также можно проассоциировать с докладом Владимира Кирилловича, когда он говорил о, ну, собственно, двух вещах. Он говорил, что должна быть каузальная функция, то есть это что-то должно вызывать как следствие какой-то образ. И должна быть функция репрезентативная, то есть порождать образ. И вот, собственно, это отвечает двум критериям, двум критериям объекта познания у Дигнаги. Он именно таким образом и понимает познание. Вот. Но это все реально существует в сознании. То есть вот к чему, насколько я понимаю, вел его Владимира Кирилловича, он вел его к тому, что персонажи художественных произведений, они реальны в абсолютном смысле слова. И даже, может быть, более реальны, чем какие-то их… Ну, он говорил о прототипах, но более реальны, чем реальные живые люди. Вот. Потому что они обладают этой функцией каузативной, то есть порождать определенные состояния, и они обладают способностью порождать образ. Вот то же самое можно применить и к вот трактовке Васубангу, потому что вот эти трактаты Виншика Васубангу и Аламбана Паридша Дигнаги очень и очень близки к условиям Содержаниям. Еще один вопрос насчет Аятан. Ты сказала, что внешних Аятан нет. Это как? Это не я сказала, это сказал Будда. С точки зрения Васубангу, это сказал Будда, когда, собственно, он учил о бессамостности Дхарм. А что это значит? Как это понять, по-твоему? Бессамостность Дхарм? Нет, не бессамостность Дхарм, а именно отсутствие Аятан. Отсутствие Аятан как внешних, но их реальное существование как внутреннее сознание, ну, как Аламбан, внутри сознания. Мне кажется, что мы черпали всяческий лимит, чего бы то ни было. Спасибо большое. У нас еще вопрос в чате, Марцис Юрьевич. Мы не хотим видеть вопрос в чате, Англия Дмитриевна. У нас сеанс чревовещания, вы же помните. Сеанс чревовещания заключается в том, что я, находясь в Краснодаре, говорю голосом Татьяны Александровны, которая находится в Кирбурге. И вот, я надеюсь, что она сейчас заговорит сама. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Нельзя меня видеть, но надеюсь, что будет хорошо слышно. Меня зовут Зимина Александровна Александровна. Я научная сотрудник Российского этнографического музея. И сегодняшний, я представляю сегодня доклад об особенностях традиционной пищи ведов. Ведов. Напомню, что веды – это малоэтническая группа в составе населения островного государства Шри-Ланка в Южной Азии. Вообще, традиции питания являются собой значимую составляющую не только материальной культуры народа, но и отражают такие важные компоненты этнической культуры, основные занятия мировоззрения и в целом уклад жизни. Кроме того, пищевые предпочтения нередко выступают как маркир этнической специфики, своеобразного идентификатора или одного из критериев принадлежности к народу. Надеюсь, слышно хорошо. Да, вроде. Традиционными занятиями же ведов являются охоты и собирательства, а также патично-огневое землетелие и рыболовство, которые всегда являлись стержневыми моментами материальной, социальной и духовной жизни. Для ведов характерен полукочевой образ жизни и стимул к постоянному передвижению, как всегда указывается и в исследованиях, в том числе, это поиск продуктов питания, именно с истощением пищевых запасов и невозможностью их добыть в одном месте, объясняется движение охотниче-собирательских групп в поисках территорий, где можно прокормиться семьей или общиной. Традиционно в рационе ведов первое место отводят мясным блюдам, второе – продуктам собирательства, среди которых всегда выделяют дикий мед, и затем уже растительные продукты, это дикорастущие, культивируемые корнеплоды и зерновые, а также плоды пальм и фруктовых деревьев, листья отсюда, и распределение по степени значимости видов хозяйственной деятельности, охота, соответственно, собирательства и рыболовства. К главным особенностям традиции питания ведов относят мясоедство и употребление меда. И тот, и другой продукты получают от окружающего мира, мира дикой природы, и тот, и другой продукты связаны с основными занятиями ведов, и тот, и другой продукты исторически являлись отменным товаром между ведами и представителями других этнических групп острова. И мясо и мед обладают, если можно так сказать, высоким статусом в представлении ведов и в представлении соседних народов, это сингалы и томины, основное население острова, и добыча мяса и меда в культуре астахтонов – занятия сугубо мужские, опасные, которые могут повлечь за собой смерть основного добытчика питания для семьи и общины. Умелое же владение навыками этими занятиями относится, как правило, к главным достоинствам и качественным как стилистикам детского мужчины. Мясо и мед – это и главное подношение умершим предкам, и обращение к предкам во время обрядового действия благодарения духов умерших на яхту, от которых мы ждали помощи в земной жизни. Звучит так, вот тебе то, что едим и мы, и то, что ты больше всего любишь. И в наше время, как нам рассказывали веды хэнонегалы, даже если это мясо покупают в магазине, все равно выделяют часть обязательно умершим предкам, дают их долю, и иначе вот думают, что предки обязательно у них спросят, вы-то поели, а нам нет, не дали, а в ответ, соответственно, звучит тоже такая фраза, что мы даем вам то, что вы любите – мясо и мед, потому что мы знаем, что вы имеете такую же страсть к этой езде, как и мы. Мясо и мед являются основными продуктами во время свадебного и современного свадебного обряда. Именно с этими дарами, свежим мясом и медом, юноша отправляется к своей избраннице, к ее родителям, ну и, собственно говоря, это символизирует его состоятельность, как будущего кормиться семьей. Как уже было сказано, на протяжении веков веды были главными поставщиками мяса и меда, и в агент получали необходимые им товары, это железные наконечники, другие предметы из железа, рис, посуду, ткань. В середине 20-го века в респоселении ведутся кооперативные ларьки и рынки, где, в общем-то, представители автостольного населения могли обменивать вот эти свои продукты, опять-таки, самое главное – это мясо и мед на необходимые им вещи. Но и для сингалов и томилов эти продукты были тоже очень важны, и по историческим данным известно, что мясо и мед ответов все время доставлялись сингалам, в том числе и даже к столу сингальских и томильских правителей. И следует учитывать также, что сами сингалы и томилы – не добычей мяса диких животных, то есть охотой не занимались, не добычей дикого меда. И, в принципе, эти занятия никогда и никоим образом не привлекали сингалов, хотя вот товаром и этими продуктами они всегда пользовались. И надо сказать, что важным представляется и то, что благодаря этому обмену веды, в общем-то, заняли свою нишу экономической торговой жизни страны в разные ее исторические периоды, ведь они практически обеспечивали мясом и медом населением всего острова. Если говорить о мясоедстве, то отметим, что именно эта часть традиций ведов автохтонов острова, с одной стороны, стала такой своеобразной фишкой их этнической специфики, а с другой – именно эту традицию, традицию питания можно было назвать и ярким примером кардинального влияния ведов на культуру сингалов. Как известно, народы Южной Азии в большинстве своем придерживались в вегетарианство, однако в рационе сингалов, буддистов по религиозному вероисповеданию мясо занимало всегда видное место, и для многих из них это любимое блюдо. Традиция ведов – мясо на протяжении веков являлось основным, но, в принципе, надо сказать, предпочтительным продуктом питания. Этот факт понятен, поскольку они являются охотниками, и об этом писали все исследователи. Все источники, говорят, ухоэтнографии ведов, начиная от Роберта Нокса XVII века и заканчивая современными исследователями и путешественниками, любителями этнографии. Но, правда, нередко вот этот факт мясоедства ведов сильно был преувеличен, и можно встретить утверждение, что веды едят мясо, и только мясо. Например, фраза из труда того же Роберта Нокса весьма показательна в этом отношении. «Веды никогда не пашут землю и под хлеба едят только мясо». О том, что для ведов мясо являлось не только основным продуктом, но и любимым, опять-таки свидетельствуют обряды благодарения духов умерших, в которых этот продукт выступает основным, и, как они еще раз подтверждаются словесно, в словесных формулах и любимым продуктам. Естественно, в такой культуре, в культуре мясоедов существовали различные запреты на употребление в пищу мяса и определенных животных, и частей души, и в определенное время состояние, переживаемое человеком, и полувозрастными группами в том числе. Были зафиксированы и поверья различной степени значимости мяса того или иного животного или части души, и кушение определенных частей было наделено традициям, магическим смыслом. Как правило, все источники указывают, что в пищу употребляли мясо довольно многих диких животных, оленя, кабана, заяца, макгусты, виверы, черепахи, мясо некоторых птиц. Но предпочтение в это всегда отдавали мясо оленя и обезьяны, которое последнее считалось в некоторых общинных лакомств. В качестве обменного продукта чаще всего выступали мясо оленя и кабана. Самыми ценными частями души животного считались сердце и печень, и в них по представлению веда была сконцентрирована жизненная сила животных, и поэтому их приготовили отдельно от другого мяса и подавали, как правило, самому уважаемому члену общины или гостю, или тому, чья стрела, в общем-то, поразила животного, чей выстрел. О том, какие части животного предпочитали веда, свидетельствует и обыча распределения добычи между участниками охотничьей группы и подношения духом умерших. Вот самые лучшие части, естественно, принадлежали охотнику, чья стрела настигла животное, это внутренности, как правило, и если касается относительно обезьяны, считается самым лакомством лапы обезьяны. Голова же оленя обычно служила самым лучшим жертвоприношением духам умерших и обычно отдавалась им. Но вообще для духов умерших тоже предпочитали использовать только мясо оленя, другие животные обычно не приносили в жертву. По поводу того, мясо в каких животных не употребляли пищу, тоже существует разночтение. Достоверно известно, что не употребляли мясо как козилы гавиалы и зикообразы, хотя на них охотились. Но мясо дикообраза шло на кормление собак, а крокодилы в основном продавали, забивали для шкуры, а мясо не использовали. Наши информанты в 2012-2013 годах сообщали, что не употребляется в пищу мясо буйвола, леопарда и слона, хотя в источниках об этом говорится. И указывается, что обычно не охотились на тех же зверей, мясо которых не использовали в пищу. Некоторые виды мяса не использовали в пищу при определенных жизненных ситуациях. Так, например, женщина после родов запрещалась в течение некоторого времени есть мясо ягуаны. Водились запреты на мясо временные, временные запреты на мясо кабана, обезьяны и павлина. Полный запрет на кушение мяса был связан с обрядом проведения умилостивлений умерших и проводивший его члены общины Капурала. Он не должен был в течение некоторого времени есть мясо вообще, чтобы не разнивать духов. Сегодня, когда разводят веды крупные мелкие рогатые скоты, домашнюю птицу и начали этим заниматься примерно с середины 20 века. Тем не менее, казалось бы, они бы заменили мясо домашних животных на мясо домашних, но тем не менее, мясо коров, не курица они не едят. И объясняют эту тему, что это животные, в которых они пользуются молоком, яйцами, поэтому мясо нет необходимости есть. Обычно мясо готовили в традиции на открытом огне, употребляли его в жареном или в вареном виде. И опять-таки, здесь тоже существует свое предпочтение, в частности, для обрядов умелствления обязательно варили мясо и подготавливали это только в вареном виде. Способы консервации мяса тоже у ведов очень интересны. Одно из них – это сушение обычного оленевого мяса, а другое – это хранение его в меду. Очень необычный такой способ, который является тоже таким знаковым и довольно хорошо известным на Шри-Ланке. Если говорить, начинаешь говорить о ведах, то в первую очередь вспоминают как раз то, что вот они и едят мясо, и вот один из таких способов очень характерных – это хранение его в меду. Об этом способе известно, опять-таки, и из исторических источников. Ну и второе место питания ведов занимает мед диких пчел, а сегодня это мед домашних пчел, но он является одним из важных товаров обмена и продажи и раньше и в современной Шри-Ланке. И, как правило, он является дополнением к определенным блюдам и в традиции он завершал трапезу и обязателем являлся для каких-то важных торжественных моментов, в частности, к которым относятся, например, какие-то свадебные церемонии. И, кроме того, мед – это единственное подношение, которое приносят веды храму Зуба Будды в Канде во время Пирохера. Надо отметить, что растительная пища, о которой, как правило, не вспоминают в отношении с питательным рационом ведов, тем не менее, имеет очень большое значение и на самом деле, если мы говорим о их рационе, то, наверное, она занимала основное место в их рационе, поскольку не всегда можно было, тем не менее, добыть мясо. И более ярким свидетельством являются такие исследования описания Караса Рихарда Шпителя, который застал ведов в 20-е годы, 20-го века на грани вымирания. И он один из немногих, кто очень детально описал вот этот вот растительный рацион ведов. Очень многочисленные использования разных трапов, основанные на прекрасном знании вот растительного мира, джунгли. И это и корнеплоды, это и плоды дикорастущих растений, пальм, в частности. И надо сказать, что и в некоторых источниках более ранних, например, и в склонниках сенгальских, иногда упоминается и гоме мяса и меда, которые постоянно упоминаются. Упоминается и вот эта растительная пища, то есть, в частности, плоды дикорастущих растений, которые тоже поставлялись в том числе ведами, в том числе и к столу известных сенгальских правителей. В настоящее время веда практически, поскольку охота запрещена, сбор дикого меда, в общем-то, тоже находится под запретом в джунглях, которые являются заповедной частью Шри-Ланки. Вот, веды возделывают все-таки зерновые культуры, выращивают рис. Но надо сказать, что и в прежние времена рис тоже, поскольку его получали путем обмена, он тоже очень имел такой высокий статус в рисовании ведов. И наряду, надо сказать, с мясом тоже мог входить в жертвоприношение, как раз-таки милостивительные такие духом умерших. Ну и стоит назвать основное место, основные растения, растения, растущие плоты, это принадлежит четырем видам мора, конг, вигера и алу, которые использовали в всяких разных блюдах. Из них готовили и варианты каш и лепешек, и в том числе использовали, делали масло, которое использовали в том числе и в лечебной медицине. Довольно-таки много. Ну и вот, пожалуй, на сегодняшний день именно растительные вот эти вот растения и при получении из них масла и сока, которые современные веды продают исключительно как целебные средства и, собственно говоря, к ним и зачастую обращаются с этой целью. И мед продолжает оставаться их основным продуктом, который они вырабатывают сами, разводят довольно-таки много пчел, а вот что касается мяса, то в настоящее время, к сожалению, его сами не получают, но тем не менее, все равно остаются представления соседних народов и себя вот с основными мясоедами, довольно-таки много закупают его в магазинах. Вот, к рыбе последнее, о котором, брату которого хотел сказать, это рыба, и тут тоже надо сказать, что очень такие разночтения в источниках в ряде случаев говорят, что употребляют рыбу, в ряде случаев не употребляют, а отчасти это связано со способами ловли рыбы, и в частности на крючки никогда не ловили и, соответственно, не употребляли. Как правило, опять-таки использовали растительные элементы для ловли, в частности типа ядов, с помощью которых рыба всплывала, и можно рыбу ее взять и просто поймать руками. Но одна из группы ведов, естественно, которая занимается в основном рыболовством, то есть это является их основным продуктом и основой их рациона. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, вас было слышно отлично. Хорошо. Спасибо. Вопросы? Татьяна, Татьяна, Татьяна Викторовна была первой. Большое спасибо. Очень интересная тема, и действительно доклад вот образцово прочитан. Скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку, как я поняла, если верно, традиционные занятия, то есть охота и собирательство в джулах уже для верно невозможны. Как можно видеть и есть ли перспективы некоторой динамики их традиционной этнокулинарии и пищевых продуктов, которые они используют, учитывая изменения внешних условий и традиционных занятий? Либо такая постановка вопроса не верная, и этнокулинария остается неизменной в любых условиях. Спасибо. Ну, вы знаете, вопрос, в принципе, понятен, и он очень интересен, и хотелось бы, в общем-то, этим вопросом заняться непосредственно в полевых условиях и как-то его отработать вот непосредственно в общинах ведов. И в свое время, когда я была там в экспедиции, я постаралась это сделать. Но веды сейчас очень культивируют, так сказать, свою этническую историю, свои занятия, и когда ты их расспрашиваешь, они в большей степени выдают, скажем, прошлую свою жизнь за основу и рассказывают нам, на кого охотились, в то время как сейчас, ну, как я уже сказала, это заповедная зона, очень многие вещи и традиционные, в том числе для них не характерны. Тем не менее, вот, надо сказать, что действительно кулинария и то, что связано с рационом, они, с одной стороны, все-таки какие-то предпочтения остаются теми же. И вот те же наши проводники в деревне Веда-Сингала, они тоже всегда говорили о том, что вот эта любовь к мясу, любовь к меду, вот, она у них всегда на первом месте. И когда ты говоришь об этом, спрашиваешь у них, они тоже всегда подтверждают. В то же время, вот, тем не менее, можно было зафиксировать очень интересные такие моменты и факты, опять-таки, насчет употребления мяса, вот, как я уже говорила, домашних животных, да, не употребляется, и очень интересный такой момент, когда мы разговаривали с верховным вождем Ведов, то он вообще оказался вегетариатским. То есть одно из самых важных таких моментов довольно-таки устойчивых, да, традиций Ведов, и сам вождь, который, в общем-то, защищает интересы и старается как-то вот сохранить общины Ведов именно вот на уровне их традиционных, как какие-то элементы традиционной жизни. Понятно, что полностью восстановить, ну, сохранить это невозможно. Тем не менее, вот в этой ситуации фиксируются вот такие моменты. Все остальные, вот, основные жители вот этих вот общин, они все-таки вот стараются придерживаться такого традиционного питания, хотя, понятно, они ходят в магазины и покупают там какие-то продукты, но и то, что они выращивают на своих собственных этих участках, вот, вот это все в основном связано с растениями, с растительным миром, с возделыванием клубневых культур и зерновых. И, в общем-то, интересно тоже представляет то, что вот те рецепты, которые, допустим, опубликованы в литературе и являются как рецептами традиционных блюд Ведов, они, в общем-то, в основном касаются таких вот блюд практически вегетариатских, которые связаны с зерновыми культурами и с мясными, и с клубневыми. Вот, ну вот так вот интересный момент, я думаю, что на самом деле ответить на него можно было бы полностью, только тогда, когда, в общем-то, как-то провести такую очень конкретную работу, клевую. Спасибо. Готовят. Спасибо. Ярислав Владимирович. Татьяна Александровна, простите, если вы, может быть, сказали, я прослушал, но вот как они технически, так сказать, добывали мед диких пчел? Было ли это просто, что они разоряли там ульи этих диких пчел, или они все-таки там устраивали какие-то, делали сами какие-то искусственные дупла там, или, может быть, что-то вроде борти и так далее? В принципе, конечно, в литературе мы видим название занятия бортничеством у ведов, но они сами не делали борти. И у них в основном вот эти вот гнезда пчел, они находились, понятно, на деревьях и на скалах, поэтому вот люди, которые собирали, специализировались как раз-таки по, так сказать, лазанью, да, по скалам и деревьям, это было очень неопасным занятием, и плюс нужно было с собой, то есть определенные предметы для сбора вот этого меда, да, сумки, специальные мешки, плюс они использовали различные, опять-таки, растительные элементы для окуривания, для того, чтобы вот выгнать на какой-то момент пчел, да, чтобы собрать вот этот мед, то есть, ну, по сути, они, ну, не совсем разоряли, да, то есть там не было связано это с тем, что гнезда опустошались и окончались. В принципе, вообще все, как бы, все моменты их занятия, они были связаны с тем, чтобы оставить себе на будущее возможность еще раз воспользоваться теми же, как бы, гнездами, да, и они как-то прилагали какие-то усилия, чтобы там тоже вот этот мед... Вот, а так-то существовало довольно-таки много возможностей, и вот я и говорю, с опориванием и с растительными различными... травами, чтобы удалить пчел, и для них, да, и для вот их жизни, и для своей жизни все-таки собрать мед. Ну, понятно, спасибо большое. Я, Татьяна Юсифовна, вынужден вам отказать, хотя понимаю, что это, возможно, будет иметь последствия, но тем не менее... Какие? Я задам вопрос в чате, да. Да, лучше в чате, и потом мы его передадим. Спасибо большое, я вас вынужден, Татьяна Александровна, включить. Так, потому что у нас теперь Светлана Игоревна уже должна, собственно, представить нам тему своего доклада. Добрый день, здравствуйте, слышно ли меня? Слышно ли меня? Добрый день, здравствуйте, слышно ли меня? Слышно. Могу начинать? Светлана Игоревна, мы горим от нетерпения. Я перестала вас слышать, вот так, сейчас слышу. Мы горим от нетерпения. Могу начинать, да? Добрый день, мой доклад будет посвящен одному из танцевальных стилей индийской культуры, о котором я уже упоминала однажды. Сейчас, как бы мне переключить на презентацию PowerPoint. Вот видно ли ее? Видно. Видите ли вы этот экран, да? Да, все видно. Да, значит, я расскажу о гарбе Гуджарата и некоторых сходных с ним традиций, обрядов или танцев. И рассказ мой будет поделен на три части, потому что слово гарба в данном случае, оно означает, ну, в общем, три вещи. Гарба как предмет, гарба как танец или такая танцевальная форма, скорее, потому что это не просто танец, а это некоторое такое танцевальное действие. И гарба как институт целый, вокруг которого образовалась уже некоторая такая прослойка, некоторый узел многих разных вещей, которые выходят далеко за пределы понятия этого гарба и вообще далеко за пределы понятия танца и так далее. Вот когда я рассказывала о гуджаратских таких других форумах, ну, например, об Хавайи, по-моему, года два тому назад у меня был доклад о Хавайи в Гуджарате, в традиционном театре, который совсем почти перестал быть известным, особенно за пределами штата, ну, так и даже и в самом Гуджарате стал очень какой-то, скукожился, скажем так, и ушел на задний план, и только очень немного используется в такой массовой культуре. И понятно почему, потому что он конкурирует с телевидением, он конкурирует там с такими массовыми средствами информации. А вот гарба, конечно, очень популярна. И гарба – это культурный бренд штата Гуджарат. Вот вы можете открыть с интернета Google и просто увидеть миллионы разных записей, и записи самого танца, и записи шагов, и записи всевозможных других вещей, вот как эта гарба используется. То есть гарба и гуджарат – это такой аналог друг друга. Очень большие гарбы организуются даже уже не только в Индии, а в городе Торонто, потому что именно там находится самая большая эмиграция в Гуджарате. И всюду, куда вступает нога человека, связанного вот с штатом Гуджарат, обязательно он приносит с собой и гарбу тоже. В Гуджарате живут очень разные касты, очень разные конфессиональные сообщества, и каждый из них имеет свою гарбу. Даже парсы – люди, которые не очень сильно увлекаются, скажем, танцем, хотя театр парсов известен, конечно, очень хорошо. Но вот единственная форма танцевальной культуры, которая развелась среди парсов – это тоже гарба. Значит, слово гарба означает лона, это гарба, конечно, та самая лона, шрева. И гарба обычно выглядит как горшок, очень такой простой глиняный горшок, в котором проделаны отверстия, и в которые ставят дип или продип. Поэтому иногда это называют гарба-дип, гарба-продип – сосуд, светильник. Вот так вот он приблизительно выглядит в своем первоначальном виде. Потом туда ставят и светильник, и этот светильник ставят в особое место на кухне. И так вот 9 дней он стоит, потому что все это связано с праздником Навраторе. Сейчас о чем-то немножко ниже будет сказано. И 9 дней проводятся обряды в связи и вокруг этого горшка. Ну, а это такая уже инсталляция в доме, вот в одном из ахмедабадских домов, где несколько горшков соединены вместе, они украшены гирляндами, и тогда уже вот эти светильники, плошки просто будут рассеяны вокруг. Ну, давайте вспомним, какие еще священные горшки и где практикуются в Индии. Их довольно много. Горшок – это, в общем, наше все. Вот вы знаете, наверное, статью Шептуновой, замечательную, давно уже опубликованную, которая называется «Сосуд метафора бытия». Действительно, огромное количество обрядов, всюду практически. И трудно найти ритуал, в котором не было бы горшка, наверное. Но особенной важностью, конечно, обладает вот «понгаль», слово, которое означает, в принципе, кашу, то есть сваренный рис особым образом. Ну, он сварен вот в таком сосуде, и эти сосуды, можете посмотреть, вот он сосуд, но он при этом шиваит, потому что на нем знаки, значит, пепла, и на нем привязан кусочек куркумы, потому что этот сосуд еще и как бы замужем, потому что этот замсущивает, он символизирует собой такое священное лоно, в котором рождается вот этот вот «понгаль», праздничное действие. И обязательно гирляндами они будут отмечены, и, ну, другими разными символами. Горшок используется в угаде, это обряд в штате, ну, Сталенгана или Анфрепрадеш, и там и там существует такой праздник. И вот такое обычное изображение в параферналии такой угаде, и обязательно тоже есть этот горшок, ну, вот в нем листья манго будут присутствовать, и завернутый кокосовый орех, и вообще манго как таковое. А вот этот такой стиль, который называется антронатим, это недавно он так формируется, тоже из уже существовавшей традиции ритуального танца. Вот здесь вот танец с горшком, когда девушка держит этот калаж, пурно-калаж, и дальше она движется по сцене, и дальше она его станет, ставит там в святыне. Ну, вот еще особенно почитаются горшки, конечно, в Бенгалии, и в частности в рамках обряда Моноша Пуджа. Вот вы здесь видите горшки из банкуры, вот можете даже посмотреть, вот так вот, как он выглядит. Ну, в данном случае этот горшок связан с культом Кали, потому что он используется в Кали Пуджа, можно понять по высадутому языку. А в других случаях вот мы видим горшки, связанные с культом богини Моноши. У меня недавно статья появилась, вот она тут сейчас будет опубликована в Тартусском одном журнале, подробно очень вообще об этой традиции, она достойна этого. Вот как раз традиция Моноши и предполагает прежде всего почитание горшка. Богини как горшка, богини в виде этого горшка. Вот вы здесь видите, как гидал или сказитель традиции Монголкабо или Монголкабье, священного такого знания, истории, жизни, описания богинь. Вот он оборачивает эти горшки такой красной тряпочкой, что символизирует, ну, в общем, превращение горшка вот в тело этой богини. А потом старшая женщина из семьи будет эти горшки вот ставить в гарантан. Это такие домашние святилища, потому что почитание богини Моноши представляет собой прежде всего вот такой вот обряд, когда женщина почитает эти горшки. Ну, и также бывают еще горшки, в которые наполнены огнем. И особенно яркий, конечно, тому пример это Чари Данс, это танец из Радиостана. Здесь вы видите такой уже сценический его вариант, когда это много разных девушек, которые несут эти горшки, или вот они такие акробатические номера демонстрируют. А в обрядовом случае, конечно, все гораздо проще, но присутствует вот горшок, в котором горит огонь. Ну, этот вот, этот предмет вот примерно так и выглядит, конечно. Это гад, горшок. Самая тонкая, такая интересная вещь, я хотела сказать, которая мне кажется самым главным вопросом, это тонкая грань перехода горшка как инструмента, потому что горшок нужен для воды, для перенесения воды, для готовки еды. Горшок как светильник может использоваться. Горшок может использоваться в других ритуалах, ну, потому что, вы знаете, при рождении берется горшок, и туда шепчется имя новорожденного, тайное имя новорожденного, которое потом может даже никогда не использоваться больше. Этот горшок запечатывается, ставится куда-нибудь там, далеко-далеко, В доме он хранится, но никто его больше не трогает. То есть горшок как носитель тайного такого знания. Вот один раз его используют и потом его никогда больше не трогают. Вот для этого он тоже нужен. То есть горшок как инструмент. С другой стороны, горшок оказывается объектом почитания. И вот как раз в обучии, в традиции монаша-пуджа мы видим, как горшок, будучи инструментом, переходит в состояние богини. Он становится богиней. Особенно ярко и особенно четко это прописано, конечно, в бенгальской дургопудже, когда сначала есть дерево бильва, в котором Пурухита порождает вот это состояние, вот эту дургу пробуждает ее, этот обряд пробуждения богини. А потом она переносится, дух этой богини, как можно, наверное, так сказать, переносится или засаживается в горшок. И потом дальше все обряды дургопуджи проходят вокруг этого горшка. Хотя за этим горшком или как бы вокруг него может быть сделан идол богини, который, конечно, более ярок и более виден, но он не является главным. Скорее всего, его можно назвать театральным изображением, потому что более сущностная вещь – это, конечно, горшок, который обязательно присутствует, всегда при дургопудже. Вот этот переход между инструментом и объектом. И потом обратное развоплощение, вынимание как бы из этого горшка. Потому что горшок в конце концов оказывается чем-то похожим на человеческое тело, шарира, который, с одной стороны, является тоже функцией в общем. Это что-то, посредством чего нужно совершить свою карму, нужно прожить свой жизненный путь, нужно сделать то, что тебе нужно сделать. А потом горшок будет разбит, так же, как и тело, тоже будет разбито в конце жизненного пути. Это такая параллель явная. Вторая вещь, о которой надо говорить, когда мы говорим о гарбе, то есть гарба – это танец. Вот давайте посмотрим на гарбу, как на модель и какие-то параллели припомним. Значит, конечно, во всех культурах мира существуют круговые танцы вокруг священного объекта. Иногда это бывает и без объекта, но часто он есть. Вот вы просто можете здесь прочитать какие-то основные, те самые известные формы танца и дополнить его сколько угодно, огромное количество других таких круговых танцев существует. Но иногда они используются в политическом смысле. И вот, мне кажется, очень интересная статья была у Ливона Абрамяна, это армянский этнограф замечательный, который написал работу о танцах вокруг горы. Это в 2005 году, в День независимости Армении, тысячи людей собрались на склонах горы Арагат, и вот они начали танцевать вокруг этой горы. Это стало настоящим праздником. Это неожиданно подняло очень много политических вопросов, но формально это все выглядело как действительно такое движение. Танец был танец кичури, который они танцевали, но вот он стал очень известен как такой танец вокруг горы. Вы это можете статью просто найти в интернете. Ну а в Индии такого рода круговых танцев вокруг священного объекта, конечно, огромное количество. Вот давайте вспомним, например, хотя бы штат Манипур, и вспомним, что там есть такая традиция лайхараоба, когда огромная вереница людей сначала, она такая змееобразная, потом она закругляется и становится кругом, потом она превращается в более сложные фигуры, и потом она, значит, растворяется. Но это целую ночь длится. Или вот, например, Тхабал Чонгба, это танец под лунным светом, буквально в переводе означает. Это танец тоже, который проходит целую ночь и несколько ночей, в общем, на протяжении периода, когда вся Индия празднует холи, это период холи. И вот в Манипуре это ознаменовано вот таким вот танцем. Отчасти это довольно скучное такое мероприятие. Иногда оно обладает какими-то вспышками, какими-то всплесками радости, когда народ вдруг начинает радоваться, потом опять народ пригорюнивается. Но все равно, тем не менее, целую ночь вот так вот они ходят огромными такими вереницами и кругами. И вот так вот проходят все ночи периода холи, весеннего празднования. А в связи с вишнуизмом, который появился в Манипуре, ну, начиная с 16 века, но особенно укрепился в 18 веке, вот там сложилась традиция почитания Кришны. И вот вы здесь видите Шри-Шри Говинда-Джи храм в городе Инфали. И вот здесь пунк-чолон, такой танец с барабанами, когда они прыгают, в воздух подлетают практически в воздухе. Это тоже круговой танец. Ну, и вот танец Раслила, который тоже, безусловно, круговой танец. Вот вы здесь видите девушек, ну, и не обязательно девушек, там могут быть и бабушки, которые тоже становятся гопи на этот период. Кстати говоря, вот тут не очень видно, но одна из этих гопи держит мобильный телефон. Поэтому вот очень вопросы о современности и традиционности решаются очень просто. Перед тем, как прыгнуть вот в этот вот панок, да, эта юбка такая-то традиционная, костюм невесты манипурской. Вот они все очень современные девушки, они вообще-то одеты в джинсы. И вот эти, вот этой юбкой, они скрывают такой совершенно современный облик городской девушки, которая вот обменивается смс-ками, значит, с какими-нибудь молодыми людьми или подружками. И тем не менее, что совершенно не противоречит ее вот такому вот облику, ну, в принципе, Радхи, да, или гопи. И вот так вот они тоже целую ночь ходят вокруг идола, вокруг Кришны и Радхи, Мурти, вокруг образа. Это внутри, прямо внутри храма Шри Шри Говендаджи. Для чего образы, специальные образы вытаскивают на середину, в центр этого храма. Ну вот давайте обратимся, посмотрим на Гарбу, как выглядит Гарба. Также, собственно, выглядит и Гарба. Не знаю, сумели я показать видео, но, может быть, потом. Давайте посмотрим сначала презентацию до конца, дойдем, а потом я покажу вам видео, как оно выглядит. Значит, Гарба собирает десятки, сотни иногда людей. Вот это один из институтов, ну, вы знаете, что Ахмедабад – это город, в котором очень много всяких образовательных заведений, много университетов. И вот это один из этих университетов. Там есть институт дизайна, институт рабочих технологий, там, например, архитектурный институт прекрасный. И вот студенты, гости и какие-то друзья сотрудников или учащихся здесь, вот они собираются, одеваются в праздничные одежды. И ночами, ночами вот так вот ходят вокруг этих горшков, инсталляций. Значит, в центре этих кругов всегда находится вот этот Гарба как предмет. То есть, ну, в данном случае это даже несколько горшков. Это так красиво выглядит выложено, но, тем не менее, в основе есть какой-то один горшок будет. И часто это также сопровождается вот изображением богини, дурги, в принципе, или амба, амбике, ну, это гуджарат, это период навратри. Вот так вот она может выглядеть, эта дурга. Или вот так вот она может тоже выглядеть, и тут обязательно будет вот такой вот горшок при ней присутствовать. Всегда проводится арати перед этим действием. Это серьезное действие, это обряд. Но после этого такого серьезного обрядового действия начинаются радостные такие танцы. Девушки обязательно одеваются в очень яркие костюмы, потому что праздник Гарба требует вот такой вот яркости. Все цвета должны присутствовать, совершенно самые невозможные, самые странные обязательно, потому что это нравится богине. Все делается для того, чтобы принести удовольствие богине. Значит, и вот вы тоже видите, как это на сцене проходит. Можно сказать, что существует два типа гарбы, как танца. Один – это шейри-гарба, то есть гарба, ну, которая исполняется на перекрестках дорог, обычными людьми каждого района, потому что каждый район устраивает свою гарбу. А с другой стороны есть гарба вот в компетишнс, да, то есть во всему район Гуджарату проходят такие соревнования, разной степени шикарности, это зависит от денежных средств, какой вот, какая мухалла или какой район, или какой город, или какая школа вот сумеет привлечь денежные средства. И тогда уже созываются разные ансамбли из всего Гуджарата, и не только из Гуджарата. И тогда уже за гарбу сходит все, что угодно. Я видела и колбели, которые танцуют на этих праздниках, и вообще все, что угодно. Ну вот, и тогда уже самым таким ярким, ну, конечно, здесь являются почти акробатические выступления, когда девушка носит, ну, там, до 11 горшков, а еще некоторые вот прикрепляются по бокам, и она, значит, все это несет, и совсем с этим еще и танцует. Вот это обязательная яркость костюмов, которые вы видите в рамках представления. Вот так вот выглядят соревнования гарба, за которые они потом получают приз. Еще интересная вещь – это мандвий, потому что этот горшок, и так же, как иногда и изображение богини, могут ставить вот такую структуру, деревянную сетку. И эту сетку люди и девушки очень часто поднимают, наставят на голову и потом уже переносят. Вот это вот такой способ, ну, такой старый паломнический способ, который известен повсюду в Индии, переноса священных предметов, и в частности, вот изображение богов, вот используется и повторяется иногда в танце тоже. Теперь, такого же типа танец, гарба, практически никогда не обходится исполнение гарбы без театра. Вот здесь вы видите одного из моих таких замечательных информантов. Это танцор и исполнитель Бхавай из небольшой одной деревни, из Саураштры, прибрежной Саураштры. Вот, и он просто демонстрирует тоже такой стривеша, то есть женский характер, который вот он изображает для целей театра, но в который тоже показывает танец гарба. Не только горшки, они даже и бутылки носят на голове, и даже вот так вот могут этой бутылкой ездить по голове, это совершенно, он делает, не прибегая никаким ухищрениям, это просто ловкость рук, ловкость головы и так далее. Они творят, конечно, чудеса. Вот, значит, это гарба как танец. Теперь гарба как институт, третий момент. Дело в том, что вот так же, как и, например, во Вриндаване, есть понятие «расия», это в общем исполнение раслилы, прежде всего на празднике холи, в рамках празднования холи. Но это слово «Россия», оно уже превзошло как бы самоисполнение танца. Это не просто исполнение танца. Это некоторый культурный узел, к которому подтягивается, ну, очень много что. Так как, например, во Вриндаване, в праздник холи, это не просто один день, как это для многих других там индийских пространств, это в основном просто один день. Или там, может быть, где-то неделя. А это целый период времени. Это период, который начинается с Басанта-Панчми, то есть где-то конец января месяца, и длится до, в общем, до Чайтра-Парве, то есть до середины марта. Довольно до 2-3 месяца, ну, 2 месяца приблизительно между ними разница. То есть огромное количество разных обычаев, разных традиций входит в понятие холики самая, время холи. Также и здесь, в Гуджарате, вот это понятие гарба переросло в свое значение предмета или танца в связи с этим предметом и стало каким-то образом обозначать некоторый долгий период времени. Этот период времени – это, конечно, Навратри. В принципе, Навратри 4 в году бывает, но самыми главными, конечно, являются 2. То есть Чайтра-Навратри, которая вот в этом году у нас совпала с днем всеобщеиндийского локдауна, 25 марта у нас началась вот эта Чайтра-Навратри, и 9 ночей, значит, он длился, что тоже очень интересным таким было элементом для творчества, фантазии индийской. Ну, это весенний праздник, весенний Навратри. А вот этот вот Шарада-Навратри или Ашвин-Навратри, который начинается с новолуния месяца, то есть первые 9 дней, первые светлые половины месяца, месяца Ашвин, идет вот Шарада-Навратри, весенний праздник. Это сентябрь-октябрь месяц. И мне вот подумалось, что среди всевозможных разных индийских праздников огромное количество всего, среди которых, наверное, Холи и Девали оказываются такими самыми важными общеиндийскими, все-таки Досера или Навратри оказываются более важными, еще более важными. Но почему важным? Потому что он оказывается таким вот узлом для всех прочих. Ведь и шиваидские традиции, и вишнеидские традиции, и ромаидские традиции подтягиваются в это время. Виджая, дашами, десятый день этого празднования огнаменован победой Рамы. Это произошло после того, как Рамы почтил богиню. Празднование, ну, хотя это вряд ли можно назвать празднованием, но события, которые происходили на поле Куру, то есть основное время, основная особенность, часть Махабхараты, это тоже произошло после того, как пандавы почтили богиню Кали. Если поскрести любой из индийских культов, то внутри него ты увидишь шактизм. И вот как раз эти девять ночей, девять ночей богини, они и оказываются очень таким алхимическим временем, наверное, самым главным узлом индийского праздничного календаря, внутри которого вот задаются, прорабатываются очень интересные темы. Значит, что такое эти девять ночей богини? Во-первых, ну, это девять ночей или десять и десять дней, которые вот начинаются с полного луния месяца Ашвина. Это время поста. Ну, в данном случае пост означает, что люди избегают пищи, зернобобовой пищи, потому что все остальное, например, какие-нибудь клубни плоды, картошка, любые молочные продукты, все это остается. В еде люди едят, хотя не так много, как правило, трапезы, вот, ну, одна-две трапезы в день проходят, хотя они очень интересные, они могут быть наполнены разнообразными закусками, но их как бы все равно поменьше. То есть пост есть, есть, пост существует, он просто своей статистикой обладает. Во-вторых, это, конечно, инсталляции, вот, которые мы с вами посмотрели. Что интересно, что важно в связи с вот с Навратрием? Это праздник, который существует между внутренним пространством и внешним. Вот эта гарба, она ведь ставится в кухне, в пространстве, в месте, куда практически никто чужой никогда не заходит. Это место сугубо интимное, это место внутреннее. Ну, эта гарба каждую ночь выносится из кухни вот на это поле, ну, это может быть какой-нибудь просто дворик около дома, или это может быть очень часто перекресток дорог, тогда движение останавливается, или оно там очень сильно сокращается, и люди объезжают, и вот происходит этот праздник, этот танец вокруг этой гарбы. То есть это соединение внутреннего и внешнего, постоянное, каждый день это происходит, каждую ночь. Тем более, значит, что происходит в эти девять ночей? Это Махиша Сура Мардини, то есть богиню Дурга убивают Махиша Суру. Почему это убийство происходит в течение девяти дней? Почему богине понадобилось девять дней для того, чтобы убить одного Ассуру? Потому что он каждую ночь менял свое обличие, и он появлялся перед ней в совершенно разных своих апостасях, в том числе там были и птицы. То есть это трансформация, скажем. Сюда еще подключается очень сильно, ну, астрология, скажем, индийская джотиш, потому что Навграха, Навдурга, вот эти вот девять обликов богини, они также, оказывается, связаны вот с планетами. Ну, не только планеты, но с грахами, то есть, в общем, с негативными всякими аспектами. То есть это такое вот интересное время, когда многое прорабатывается, и когда решаются очень разные проблемы, и для этого нужно, в общем, очень много разного всего. Вот вы видите, как начинается празднование Навратри. Это первый день Навратри в Ахмедабаде. Здесь вот хиджра, который приветствует и который благословляет прихожан одного из небольших храмов в городе Ахмедабаде. А это вот вы видите храм Махалакшми, тоже в Ахмедабаде. И здесь вот вы смотрите, пожалуйста, как выглядит каждая из этих ипостасти богини. Я сейчас не буду утомлять вас их перечислениями, они, в общем, все известны. Дело в том, что вот каждый образ из образов богини Амбики или Дурги, она имеет здесь разные имена. Чаще всего все-таки ее, в Гуджарате, именуют Амба. Но они имеют вот такие разные формы, связанные с определенным цветом, с определенными качествами, с определенными мифами и с определенными обрядами. То есть каждый день и каждая ночь происходит какая-то трансформация, что-то другое. И последний момент, который я хочу вам доложить в связи с Гарбой как институтом, что мы видим, мы видим, что в каждой чуть ли не деревне Гуджарата, даже Гуджарата, не говоря обо всей Индии, существует определенная локальная традиция. Но в то время как во всей Индии в основном эти празднения на Вратре начинаются с 7-го, 8-го, 9-го дня. То есть, как правило, только эти три дня являются главными праздничными и такими насыщенными обрядами и действиями. Вот в Гуджарате каждый день очень важен, но, пожалуй, самый важный является восьмой день, Аштамит, когда почитается Махагаури, богиня в образе Махагаури. И вот, например, есть деревня Ирана, где как раз этот праздник, восьмой день на Вратре, и, соответственно, восьмая ночь и восьмой день на Вратре, отмечен вот таким целым обрядом. Там главный храм посвящен богине Кали. И здесь, поскольку в этой деревне... Но слово Ирана, возможно, связано с одним из народов, который здесь живет, комьюнити Ахира. Ахира, значит, возможно, это Ахирана, вот такое изменение просто названия. Но кроме вот Ахиров, это пастушеские такие группы, здесь есть и Найки. Найки – это перформеры, это актеры, которые исполняют Бхавайи. Вот здесь вы видите этого мальчика бирюзовым, Сари, точнее, это Гарри, потому что в Гуджарате Сари называется Гарри. Вот он изображает Кали и держит тоже такой сосуд разбитый, правда, и наполненный трепьем, и потом он будет зажженный в виде такой светильника. И потом он побежит сейчас, он готовится бежать в сторону храма Кали, и потом там будет проводить некоторый обряд. Он, в частности, разрезает себе язык, капает кровью этой кровью в храме. И вот после этого обряда делается такая мандала цветочная, здесь обязательно ставится эта самая гарба, ну и происходит одержимость. Человек, который бхопа, в который входит дух, правда, там дух Кали, это, правда, некоторые критикуют, они считают, что ничего в него не входит, он просто так придумывает что-то, но, тем не менее, происходит такой вот обряд гадания, скажем, наставления и так далее. Существует какая-то задача. Кроме этого, в храмах Гужарата посевается зерно. Вот вы видите, уже взошедшее зерно, потому что это уже восьмой день. Ну, на девятый день потом все это вот так вот берутся, эти горшки ставятся в корзины, и они потом несутся к реке. То есть вот это вот такая традиция очень интересная в деревне Ирана. Теперь вот существует такая деревня, ну, городок небольшой Дрол, в котором я побывала тоже в рамках Навратри пораньше, это был пятый и шестой день, и там проживают брахманы, это вообще брахманская деревня, и особенно традиция Романа. Вот мой информант Джигнеш Дев Прасад Агарват, и они мне показали, значит, сертификаты всевозможные своей семьи у преднадвежности вот этой традиции. Там есть несколько разных храмов, и храм Рамы, конечно, есть. Вот, значит, ну, кроме храма Рамы, там есть храм Бахучары Матаджи, который есть повсюду в Гуджарате. Вот я вижу, что Максим уже радуется, потому что он узнает этот культ. Ну, и здесь удивительно то, что гарба в деревне Дрол исполняется исключительно мужчинами. Это редкая вещь, потому что, как правило, гарба исполняется всеми, и мужчинами, и женщинами, или даже бывают там вот специально женские как бы дни, что ли, или женские какие-то райончики, куда мужчин не то чтобы не пускают, но они и сами туда не ходят. А вот в Дроле, это удивительная вещь, единственное место, которое я такое нашла, вот где гарбы исполняются только мужчинами, и женщин не пускают в этот огород. Значит, они одеваются обязательно в красные одежды, но тут в данном случае этот готи будет красный, вот, и они, в общем, делаются все, что обычно делается во время гарбы, поют, распевают песни, но, значит, это только мужчины. И, наконец, вот в Ахмедабаде есть такой райончик, называется Дхасадгу-Матан-Нипхуль, в котором сложилась особая традиция вот переодевания мужчин в женщин, но это не старая традиция. Интересно, что она существует всего лишь около двухсот лет тому назад, связанная с конкретной историей, когда была бездетная семья, и муж предпринял некоторый такой обряд, врату, в принципе, он на себя взял, он сказал, что вот я пойду сейчас к богине, к Амбе, и буду ее почитать, вот пока у меня не родится ребенок, вот я буду одевать женскую одежду, то есть женщины, это там деревня, это райончик, подарили ему одежду, они как бы дали ему эти одежды, и вот он стал одеваться, таким образом у него родился ребенок, и потом после этого он регулярно в рамках Навратрии, конечно, вот вспоминает этот момент, и не только он, а вообще мужчина этого района. Но интересно, что эта традиция не распространилась довольно широко, она только осталась локальной, вот здесь вот в этом районе известной традицией. Ну, а кроме того, вот последнее, что я хотела сказать, вот, например, в Ододре Борода, в одном из районов Бороды возникла даже такая, как бы, перенос одной тоже известной традиции на период Гарбе, на период Навратрии. Это избиение мужчин. Ну, вы, наверное, знаете, что в рамках холи есть традиция вот латхи, да, такие палочки они держат, бамбуковые, и в особенности в деревне Барсана, это деревня, где жила Радха, вот есть такой обычай, когда мужчины пытаются прийти посетить эту деревню, а все женщины в деревне собираются и побивают мужчин, но здесь вы видите, как они защищаются особо такими кожаными щитами, или деревянными чаще щитами, но вообще бывает, что и не успевают защититься, а бывает действительно их разбивают. Ну, это традиция холи. А вот в Гуджарате тоже оказалась такая вот, такой перенос вот этой же похожей традиции на время, на время на вратре. Но здесь интересно, что у женщин не бамбуковые палки, а лампы дневного света. Вы знаете, их довольно много в Индии есть, и вот они, когда уже не нужны, когда они вышли и строят, они, оказывается, не нужны таком-нибудь багажом. В данном случае они используют вот это для того, чтобы бить всех мужчин, которые сюда приходят. Так что действительно, сам Гарбов can get really crazy. Вот то, о чём я вам хотела рассказать. Таким образом, мы можем сделать какой-то вывод отсюда, что вот в узле, в таком узле времени, когда происходит очень много закладок на будущее, потому что Навратри это предшествие и Дивали тоже. Ну, прежде всего, конечно, победы там, Рамы, его убийство им равны. И происходит Махиши Сурамардине, то есть победа над демоном Махишей. Получается, что Гарба становится таким узлом, ведущим к разрешению очень многих очень разных проблем. Вот, спасибо за внимание. Может быть, если получится показать также и видео, давайте я вам попытаюсь. Вряд ли получится. Да, одну минуту показать можно. Я боюсь, что будет изменение мужчин, если продолжат изменение мужчин, если мы не прикроем. Да, оно, кстати, может скоро начаться. Да. Всех неполадок технических. Я вот, пользуясь случаем, можно Викторию Георгиевну спросить? Я, к сожалению, у меня просто были занятия. Дело в том, что я вас приглашала на нашу философскую секцию, и потом как-то было затишье, и пришло оповещение о том, что вы снимаете доклад. А сейчас, насколько я поняла, технические проблемы. Вы к кому-то конкретно обращались? Потому что я от вас ничего не получала. Виктория Георгиевна, вас не слышно. Сейчас я включу звук. Что-то не слышно. Марцис? Я не смог включить звук тоже, Виктория Георгиевна. Я включила, да? А, вот, отлично, да. Я получила письмо о том, что нужно совершить операцию загрузки зума, чтобы на следующий день поучаствовать в пробном сеансе. Я потратила кучу времени. Но вы к кому-то обращались? Меня вот этот вопрос. Я написала письмо, да, я написала письмо, что я отчаялась загрузить. А кому? Кому вы написали? Я в ответ на то, на это письмо, которое я получила, я ответила. От кого оно было? Дело в том, что я... От кого оно было? От организаторов. Я послала организаторам письмо, что мне не удалось. Ну, рассылал Ярослав Владимирович, то есть не я рассылала, я послала ему. Вот я отправила, просто ответила на письмо. То есть ответили на то письмо? Да, я ответила. Ну, тогда это как бы даже извините с нашей стороны, ну, то есть я не знаю, за что извиняться, потому что со своей стороны я сделала все. Я позвонила, нашла вас на фейсбуке, пригласила. Я знала, но просто получилось... Это не моя вина, что так получилось, что так получилось, и не мартисто, и не отдельно. Я решила, что, наверное, ну... Ну, значит, это просто техническая, как говорится, вещь, которая... на будущее. У нас же с вами прекрасные отношения, мы как бы с уважением друг к другу относимся. Я не понимаю, почему тогда нельзя было бы написать на фейсбуке или... Ружана Владимировна, можно... Я не переспал просто. Я не... Если пришло мне письмо, я мог его не заметить, не увидеть. Нет, нет, Ярослав Владимирович, мы просто сейчас прояснили, чтобы не было на будущее никаких вниманий. Здесь хорошо, что Виктория Георгиевна выступила. Просто чтобы было понятно, что здесь нет никаких, как говорится, подводных камней и ничего такого. Нет, нет, нет. Ярослав Владимирович, давайте устроим избение мужчин сейчас. Да, начнем с вас. Мартис, можно я отвечу на вопросы? Мне уже пришли вопросы. Даша, давайте вернемся все-таки к программе. Потом мы можем Андрея Силовича. Мартис, можно я отвечу на вопрос? Мне уже пришел вопрос. Да, да, да. Вот вопрос от Татьяны Иосифовны. Танцор, который вы показывали, в том числе с бутылкой на голове, хиджр ли он? Считаю ли я, что и местные культы включают шахтизм? Да, это два разных вопроса. Спасибо большое. Да, это очень хороший вопрос. Он ни в коем случае не хиджра, это наяк, и, вернее так, в Гуджарате существуют три касты, которые танцоры, актеры исполняют, представляют в Хавайи. И Таргала они называются в целом, в Ясе, Найки и Боджаки. Значит, он принадлежит одной из этих каст Таргала, и как мне рассказывали люди из касты Найки, они никогда не бывают хиджра. Среди них существует такое поверье, что, поскольку они связаны с этим самым превращением, перевоплощением, у них особо тесные связи с богиней Бахучары Матаджи, которые как раз и препятствуют рождению в их касте гермафродитов, что воспринимается очень положительно, что вряд ли правда, кстати. Ну, это неважно, потому что это представление существует, поэтому я ни в коем случае ни одной секунды не хиджра. Хотя, могли бы быть, наверное, но нет. Они просто стривясь, они исполняют вот эти женские роли. Да, конечно, шактизм обязательно, ни всяких сомнений. В гуджарате, в общем, культ Бахучары Матаджи очень важен. Он, наверное, второй по значимости после культа богини Амбы, Амбики, и даже те мужские культы, с которыми мы сталкиваемся, которые мы видим, если очень долго и пристально на них смотреть, то, конечно, увидишь шактизм внутри каждого из них. То есть вы имеете в виду гуджаратские культы? Да. Не то, что любой индюэйский. Я так услышала. Спасибо. Светлана, скажите, я бы, может быть, прослушал, но гарба, это как-то связано с гарбха? Конечно, гарба это и означает лона. Это есть гарба. Это она и есть. Она и есть. Тогда все понятно. Семантика прозрачная. Очень понятно, да. Почему я не удивлен, что Роман Анди соседствует с почитателями Балучар и Ма? Но было очень интересно услышать что-то такое очень близкое, о чем мы много говорили. У меня вопрос. В других регионах, вот эти расливы, как вы смотрели там у этих племен, там бывают случаи участия вот этих ритуальных трансвеститов или нет? Потому что там я увидел только девушек. Вот не знаю, участие где трансвеститов? Участие где? Да, в раслили, вот в племенных вот этих расливах, племенных кольтах, которые мы видели. Не знаю, кстати, не обязательно. В общем, не обязательно. Ну, конечно, есть культа Равана на юге Индии. ты знаешь, конечно, что Равана это тот, который был принесен в жертву перед битвой на поле Куру. И, конечно, в Тамилнаду это прежде всего этот праздник свадьба Равана празднуется, когда за него выходят замуж все хиджеры вообще Южной Индии. Во всяком случае, Тамилнада. Но это не раслило это не раслило. А раслило очень трудно сказать. Мне кажется, они все-таки находятся в разных плоскостях. Вот в разных плоскостях. Почитание, благословение хиджеры, да, обязательно, потому что они навсюду стоят, где когда можно кого-нибудь благословлять, то, конечно, туда придут хиджеры. Они там встанут и будут стоять. Я думаю, это как нищие на паперете, там просто место уже у них на протяжении многих столетий зафиксировано и оплачено и закреплено, кто где стоит и кто кого, когда. По поездам, по поездам. Это пространство поделено и пространство существует. Но это самые общие вещи. Также они придут и в рамках других праздников. Просто это самое важное. Навратри это самый главный праздник бюджарата. Вот интересно, что при всем многообразии Индии самым ярким образом Навратри все-таки можно увидеть в двух только штатах. Это гузарат и Бенгалия. Вот там этот внешний аспект очень подробно прочерчен, ярко прочерчен. А в остальных случаях мы видим, скорее всего, Навратри как домашний праздник, как празднование только трех последних дней, там, седьмого, восьмого, девятого дня. А вот в Гуджарате и в Бенгалии это будут все эти девять дней и это будут хождения по городу, это будут инсталляции, это будут пандалы, если Калькутта, и это будут там весь Ахмедабад и Борода, она вся почти перекрыта в эти дни, потому что все перекрестки наполнены этими горшками, туда выставляются эти горшки, их переносят туда-сюда из кухни наружу и обратно в кухню. То есть вот этот внешний аспект более ярко в этих двух штатах. Остается только задуматься о возможном учреждении культа Бахучары-Ма в Москве. Пантитов нужно, Порохитов нужно, Порохитов. Ох, это мы найдем, я думаю. Татьяна Викторовна. Светлана Игоревна, огромное спасибо, это прекрасный материал, и великолепный, как всегда, у вас доклад. Вот там было 10 тагащей, которые меня так очень привлекли в мое внимание, хотя все великолепно, очень интересно. Где на голове у девушек у одной три горшка нанизанных один на другую, а у другой еще более сложная композиция, там 12 уменьшающихся по вертикали в размерах горшков, и вокруг этого условного шеста, по кругу еще шесть светильников. Как вы полагаете, это избыточно предполагать, что здесь возможно космологическая какая-то корреляция, либо это очень искусственно? Это акробатика, это просто акробатика, это соревнования, они хотят приз получить. Конечно, это акробатические номера, но они, правда, не 12, а там 11, они любят цифру 11, в случае с горшками. Самый крайний случай, это, конечно, тоже, слово бхавай означает две разные вещи. В гуджарати это театр, а в Раджастане это танцевальный стиль. И там вот как раз бхавайи, которые раджастанские, вот они как раз носят по этим 11 горшков. Более того, они еще встают на стаканы, берется два стаканчика, значит, они ногами еще босыми ногами встают на эти стаканчики, и вот у них эти 11 горшков, и они еще потом ложатся с этими 11 горшками, и иногда они бывают привязаны, правда, к голове, я вам расскажу, секрет могу выдать, что в некоторых случаях они эту конструкцию просто пришивают определенно. Но некоторые умеют и не пришивая, носить тоже, я немножко научилась, но я могу носить максимум поддельный. Ваша фото тоже великолепно. Это действительно сложно, это, конечно, акробатика, это, безусловно, избыточно, это совершенно не нужно. Все ясно, спасибо, спасибо. Мы готовы заслушать Анну Геннадьевну? Да, конечно, меня слышно? Одну секундочку, подключаюсь. Только зачитайте тему вашего доклада. Да, конечно, одну секундочку, сейчас включу презентацию. Все видно? Отлично. Сейчас мы делаем расширенный экран. И начнем. Уважаемые коллеги, мемоверно рада вас всех видеть. Меня зовут Рубакова Анна, объектом моих научных исследований на протяжении методических лет являются Невары, коренное фахтонное население долины Катманду и их социальная религиозная жизнь. Сейчас своим докладом я хотела бы продолжить начатый несколько соборских чтений назад цикл выступлений о ритуалах живого цикла Невара, которые в общем числе можно разделить на три большие группы. Это ритуалы детства, свадебные ритуалы и ритуалы почитания тяжелых людей. Часть данных церемоний совпадает с традиционными санскарами индуизма, однако в силу религиозного синкретизма, который очень ярко проявлен в Неварской культуре, Ивары практикуют путь Шивы, путь Будды, часть традиций характерны и присущи только Неварской культуре, прежде всего в рамках Неварского буддизма. Так, в частности, в прошлом году мы рассматривали подробно ритуалы социокультурной инициации мальчиков Неварских и их обращения в мунашески. Сейчас же я предлагаю быстро перелистать несколько страниц при книге жизни и на ритуалы почитания людей почтенного возраста. На языке Невария данные ритуалы носят название Джанко, также еще используется санскритский термин Радхарокхан. Самые ранние письменные источники свидетельствующие о данной церемонии датируются 14 веком, однако очевидно, что этот культ уходит своими корнями в более далекое прошлое и берется начало в общей древнеиндийской традиции. В времена последней продолжительности жизни людей составляло 60-65 лет, необходимость афатропических, то есть оберегающих ритуалов обуславливалась прежде всего опасностью самого зрелого возраста. Если источник жизненных сил почти исяк, даже небольшие проблемы уже представляют реальную угрозу здоровью жизни людей. А также плюс с точки зрения кимийской астрологии только жители, которые перешагивают порог самватсары, то есть 60-летнего цикла кимийского календаря, начинаются свой новый живой цикл полный всяческих неопределенностей. Как раз эти идеи хорошо отражены в традиции Шастиабдапурти, которая и по сей день встречается в Непале и в других регионах Южной Азии. Традиция означает завершение 16 лет и ее приведение помогает человеку благоприятно завершить истекший цикл и получить взаимную. Примечательно, что в самом среде Невара родитель Шантиабдапурти не практикуется вообще и вместо нее Невары разработали свою концепцию как раз которая называется Джанка и она представляет своего рода многоэтапный цикл церемоний почитания и обыжествления своих пожилых родственников. Первый цикл Джанка проводится с возраста 77 лет и так далее каждый 10-летний цикл. Для самых стойких долгожителей имеются предписания для совершения ритуала в возрасте вплоть до 120 лет. С прохождением каждой из этих ступеней своего рода происходит дополнительное наделение долгожителей дополнительным набором благословений которые в итоге должны обеспечить ему долгую безбедную и благополучную жизнь. Плюс также с каждым ритуалом увеличивается и степень божественности пожилого человека. Сейчас я предлагаю дать общую характеристику самой традиции Джанка в том числе в контексте других ритуалов жизненного цикла Невара подальше мы подробно рассмотрим каждый из видов Радка Рохана. Итак в основе всех традиций Джанка заложены постулаты индийской астрологии одинаково важны как для индуистов так и для людейской традиций Южной Азии поэтому обряды Джанка по крайне схожему сценарию проходят как в среде Неварских индуистов так и Неварских индийских само собой с поправками на догматическом полосовском и на праздничном уровне отправной точкой Джанка служат астрологические ритуалы по умиротворению девяти планетного графа и созвития под которым родился человек в соответствии с астрологическими воззрениями считается что планеты получили свое название графа потому что они как бы схватывают и контролируют людей а в реалом возрасте такое непредсказуемое и все возрастающее с годами влияние может оказаться фатальным стоит отметить что аналогичные пуджи по нейтрализации негативного воздействия планеты отмечаются также каждый год индийским свой день рождения также церемония Джанка выбрала в себя и немало элементов свадебного обряда жилых людей облачают традиционную свадебную одежду к ним обращаются как женихом и невестой если в ритуале участвуют спорта то муж и жена совместно совершают обход священного огня и в финале церемонии они сушают трапезу из одного блюда и также как в ритуал детских инициаций в ритуалах свадебного цикла присутствует восхождение на молотельниками и 7 благоприятных шагов важнейшим атрибутом традиции джанка является колесница или полонки собственно отсюда и название танцитская ратка рохана посредством рахи этого транспортного средства осуществляется и сама стакризация пожилого человека у сидящего в колеснице обыжесленного родственника все домочадки спрашивают благословения также проходят торжественные процессы по улицам города в эту колесницу родственники и летиан и тем самым это все очень сильно напоминает традиционные праздницы в честь различных богов однако сейчас внутри колесницы находится наш обыжесленный человек и вот это торжественное городское шествие имеет в том числе цель общественного обнародования сопричастности старейшины к мирным божицам однако после того как церемония завершилась человек сошел с колесницы его божественный статус нивелируется и таким образом в этом есть отличие еще одно церемонии джанка от других ритуалов жизненного цикла которые как правило совершаются и после них происходит постоянное изменение религиозного и социального статуса так мальчик становится последствием мужчиной женщина после свадебного мальчика после инициации становится мужчиной или монахом женщина после свадебного обряда член уже другой семьи семьи ее мужа в нашем случае перевоплощение ограничивается только временем самой церемонии и к примеру если вдова только что выглядела как невеста в следующий раз она сможет одеть свое красное царь и золотое украшение только в случае проведения следующего джанка следующим вот этим вот слайдом я хотела бы показать радость семейную радость церемонии джанка насколько эта церемония связывает с собой все поколения семьи начиная от самых маленьких детей и заканчивая связью с семьями дочерей которые некогда покинули отчий дом и забыла упомянуть что в принципе церемонии джанка они не являются обязательно но при этом они высоко ценятся общественным мнением и сыновья и внуки которые выступают основными спонсорами этих ритуалов высоко чтятся в местной общине вот собственно это такие вот общие постулаты а теперь мы перейдем к самим этапам с нашими высоко степенческой системой джанка первый ритуал джанка название Пракрохана совершается при достижении человеком 77 лет 7 месяцев 7 недель 7 дней 7 хадий 7 пала хадий это астрономические величины индийского календаря равные соответственно 24 минутам и 24 секунды точную вот эту дату и время рассчитывает священнослужитель ракхопатхия у индуистов и рачарь у буддистов и этот же священнослужитель впоследствии обслуживает все необходимые поджи предписанные церемонии джанка если нет места супружеская пара то церемония проводится исходя из возраста мужа а жена независимо от своего возраста выседает на колесницу разделяя обожезленные статусы его суперок в качестве ракхи может использоваться полонки или же колесница в первом джанке вот нашего химарадхи колесница отождествляется солнцем первым из божеств в этих играх которому сейчас оказывается особое поклонение как правило праздник начинается в доме семьи куда приглашается множество родственников и друзей в жрачаре проводят пушу граха матрики благородной матери всех грах с целью так мы уже говорили выше преодоление негативного влияния планет на жизнь пожилого человека и получение их восхваления виновник или виновничество живства в новом парадном облачении пройдя ряд подготовительных ритуалов торжественно выседает на колеснице и тем самым начинается самая трогательная причем в прямом и переносном смысле часть церемонии все собравшиеся по очереди подходят к колеснице и делают влияние воды ритуальные раковины на ноги пожилого родственника и также оставляют приношения в виде подарка или в денежной форме и через прикосновение вон к стопам или к ногам пожилого человека получают его божественное благословение далее рак вместе с речными вносим на улицу для проведения старшественного раскола шестия подоконимент музыкантов в процессе посещают как правило храм или монастырь в цели совершения поклонения и также для совершения ряда ритуальных действий после чего все вновь возвращаются домой в финале джанка проходит ритуальный трасс трапеза саган или сагур возможно произношение который призывает все удача и выражается уважение ко всем собравшимся выжисленный жилой человек сидит в колесниках кто совершает ритуальное блюдо которое как правило состоит из рисового ликера небольшого количества рыбы мяса вареного утиного яйца и бобов данная вариация сагуна основывается на сандрической традиции и представляет собой элементы панчетатпа соответственно огонь воздух землю воздух и эфир и а всем остальным гостям возлагается подношение в виде рисового ликера и яйца на этом первый джанк химоратка заканчивается теперь наш возрастной родственник может именоваться хакали то есть старейшина завершая этот рассказ о первом джанке хочется отметить о том что невары придают ему самое большее внимание и в былые времена в Катмонду существовала традиция по поводу первого джанка устанавливать ступы но если для семьи это было неподсильно то ступа изготавливалась в виде статуэтки или же заказывала специальная папка в наши дни все ограничивается той папкой и обычно на ней изображается астрономический путь астрономические божества и в центре конечно же сама ступа с богинями Лучниши Ветшая Басухарой Верхоматрикой под ступой как видите на слайде указываются изображаются главные сцены джанка уклонения почти на старейшины и так далее и еще может быть где-нибудь внизу указан список основных спонсоров церемоний все последующие ритуалы джанка проводятся конечно же гораздо реже по понятным биологическим причинам не все до них старейшины заживают к сожалению ну и также вносят свою лепку финансовая сторона дела но вопреки всему вся эта традиция живая она продолжается и вторую церемонию джанка под названием Чандра Рохана проводит когда человек видит свою тысячную луну отсюда есть и второе санскритское название по тысячной луной подразумевается тысячи полнолуний которые приравниваются к тысячам месяцам человеческой жизни что в зависимости от методики расчета интерполярных месяцев попадает в интервал от 81 до 84 лет по сути Чандра Рохана является трансформацией индийского обряда Сахахи Чандра Даршина известна и практикуются как в Непале как они говорили частей Индии но данный ритуал в Непар в Непар версии характерен прежде всего для Патана не для всех Невар общин и ограничивается он исключительно пространством дом проходит он следующим образом до наступления полнолуния приглашенный жрачарья проводит коджу и на этот раз в центре поклонения Мава Грава является Луна и есть также еще дополнительный особый ритуал это подношение 125 тысяч огней и можно еще упомянуть что в случае Чандрак Рохане сагун исключительно вегетарианский так к примеру банан заменяет копченую рыбу круглый литинец яйцо молоко рисовый ликер и вот этот аспект относит нас к тому что изначально идеи Чандрак Рохане имеют как раз грахманические источники тоже такая небольшая отметка все церемонии Джанка которые проводятся не в армии в рамках индуистов они не употребляют ни мяса ни алкоголя во всех церемониях так двигаемся дальше у нас еще есть о чем рассказать следующая церемония Джанка под названием Дева Раскарохана разница в возрасте 88 лет 8 месяцев 8 недель 8 дней и так далее и своей основой по большому счету она повторяет те же самые ритуалы что и были по случаю в 77-милете да исключением лишь двух моментов во-первых к худже по натворению Новых Грах в единственной версии добавляется почитание богини богатства и процветания Раскаро и таким образом наш старейшина может рассчитывать не только на безопасную но и на безбедную жизнь также клинционным моментом Дева Раскароханы является отнюдь не старшественное уличное шествие как например это было 10 лет назад а возвращение старейшины домой после этого шествия для того чтобы не оскорбить как минимум уже дважды обожественного родственника его вносят в дом через второй этаж тем самым минуя первый этаж считающийся ритуально нечистым пространством если планировка зданий позволяет то тогда устанавливается специальный наступ для поднятия полиции в самом же простом случае используется лестница по которой по очереди представляет повторяющий а потом уже его средство передвижения время так для самых крепких долгожителей достигнущих в годах 99 лет 9 месяцев и так далее существует жанка под названием Гильгер Афрохан в центре поклонения если говорить кратко то в центре поклонения к планетарным божествам присоединяется богиня богиставства долгой жизни нужна еще лучшая и соответственно цель данной пуджи в том числе продление жизни человека который находится на пороге литического векового возраста для того чтобы источник жизни который практически истяк восстановить эти ритуалы дополняются особым обрядом перерождения богожителя старейшина помещается в особо длинный сосуд символизирующий утробы а вот жрачарья проводят специальные актуальные действия которые призывают зарождение жизни и развитие эмбрионов в этом сосуде после того как эти действия завершаются наша старейшина через специальные отверстия которые символизируются с маты выбирается назад и тем самым происходит символическое зарождение обретение новой жизни после этого проводится ряд обрядов ряд инициаций детства ряд очистительных обрядов и по большому счету далее все то же самое как и в предыдущих ритуалах джан главная здесь идея именно с перерождением так ну и конечно в традиции Неваров есть еще пятый заключительный этап который называется смаха Гиви Раско Рохана который проводится в возрасте 105 108 110 120 лет в зависимости от локальных традиций честно говоря ни в одном научном источнике я не встречала достоверных сведений о прохождении вот этой церемонии и поэтому как бы напрашивался вывод о более теоретической конструкции нежели практическое проведение Маха Гиви Раско Рохана но однако случайно обнаруженная буквально некоторое время назад заметка в галете Катманду Пост внесла в этот вывод свои коррективы это прекрасная женщина в 2019 году отметила свое 105 джамка которая проходила в ее 108 лет 8 месяцев и так далее жизнь Майкла Махарчан не менее интересна чем вот сам факт ее проведение пятого джамка она родилась в 1911 году в ее замуж и у нее было 8 детей однако без них мог выжить только один джамкл и несмотря на это на ее церемонии пятого джамка присутствовало 145 ее родственников так что на такой положительной ноте я хотела бы завершить свое выступление и в качестве заключения сказать что на примере традиции джамка мы очередной раз посмотрели на яркий пример уникальной синеварской культуры да действительно есть немало примеров ритуалов почитания пожилых людей в более широком аспекте в Южной Азии прошу прощения однако мы видим что Невары не только смогли хранить но и таким интересным образом адаптировать и приумножить наследие древней индийской культуры спасибо кто готов сказать ясно владимирович а у вас микрофон включен я ничего не знаю да елена Анна Евгеньевна спасибо за доклад меня интересует вопрос вот это почитание стариков оно фундировано социальной их защищенность то есть старики они можно сказать что они защищены в этом обществе или это все-таки красивые декорации красивые церемонии объективно говоря все это красивые декорации и по большому счету присущим вид никаких объективно дополнительных преференций с прохождением этих ритуалов с претенением это факт то есть фейк да Татьяна Викторовна традиция мой вопрос я вообще очень благодарна за доклад для меня это абсолютно новое интересно и конечно материал собран совершенно уникальный Анна Геннадьевна вот у меня вопрос связанный по смыслу с предыдущим я хотела спросить о каких-то может быть символических функциях вот этих представителей пожилых и преклонных возрастов в семье либо в обществе охранительная может быть функция то есть то есть ритуал достаточно объемный и видны очень радостные лица участников ритуала то есть это очень искренне сердечный то есть верят верят ли они что эти старики будут защищать род или еще что-то или это делается просто вот как вы сказали совершенно верно что это красивый семейный праздник спасибо с одной стороны это действительно красивый семейный праздник и после того как этот праздник заканчивается маски снимаются и возвращается обычная жизнь но тем не менее абсолютно искренне получая благословение подходя за благословением своему обучшеленному родственнику семьи все домочадцы и даже просто гости церемонии они в это верят это однозначно поделать это невозможно это вот это факт а больше вот какие-то также часто эти церемонии совмещаются с детскими инициациями ну как бы с одной стороны естественно вопрос социального плана а с другой стороны показывается преимственность поколений спасибо можно с разных сторон осматривать этот вопрос огромное спасибо превосходно превосходно Максим Борисович интереснейший доклад получился я прям в восторге и главное классно сделана профессиональная презентация я знаю хорошо что у тебя есть личный опыт встречи с этой традицией в Непале и мы это тоже обсуждали и интересно что действительно эта традиция вроде бы буддийская но большинство ритуалов они скорее индусские а вот когда ты была собственно в поле да как ты заметила ли ты как в реальности уже примерно похожий вопрос был но как в реальности относятся к пожилым людям даже не в том не в смысле защищенности а вот в смысле какого-то этикета повседневного существует ли какой-то подчеркнутый этикет как это видно вот в реальности вот как бы ты констатировала что ты видела ну само собой там что ни говори про современные современность Непал и в частности Невары это традиционное общество и отношение к людям пожилого возраста особенно к своим родителям к почитаемым бабушкам дедушкам особое отношение уважительная речь сразу молодежь продумывает поступки которые они могут совершить и которые как бы могут ранить ну не то что даже ранить а получить осуждение со стороны своих пожилых родственников все это есть слава богу пока и в частности всего не могу говорить о весь Непал но вот в Неварском сообществе это чтится спасибо да очень интересно до сих пор спасибо благодарю вас за внимание кажется больше вопросов нету Ксения Вячеславовна вы с нами? да здравствуйте уважаемые участники конференции слушатели так тогда я делюсь экраном и начну сейчас момент и прошу озвучить название своего документа значит сегодня я хочу поделиться с вами интерпретацией кровавых событий раздела Индии и Пакистана в романе Кушванта Синха поиск Пакистан так Кушван Синх хорошо известный индийский журналист писатель общественный деятель мастер прозы большой ценитель поэзии он родился в городе Хадали ныне это округ Хушаб провинции Панджаб в Пакистане в семье сикхов получил образование в современной школе в Нью-Дели затем в правительственном колледже в Лахоре в колледже Святого Стефана в Дели и Королевском колледже в Лондоне роман поиск Пакистан задуман в начале 50-х годов завершен в 1956 году и дан в Лондоне издательским домом Чату и Windows является третьим и самым известным произведением автора до этого появился сборник рассказов The Mark of Vision and Other Stories в 50-м году The History of Sikkhism в 53-м году и я бы хотела отметить что особое внимание в последующие годы автор уделял именно истории Панджаба и сикхов роман был несколько раз переиздан это первое издание и интересно что в 2006 году на книжной ярмарке в Лондоне было представлено новое издание которое было выпущено издательским домом Ролли Букс уже в Нью-Дели и книга включала в себя также 66 фотографий Маргарет Бург-Уайт которая запечатлела акты насилия в книге отражены впечатления автора событий раздела свидетелем которого он сам стал эти события были увидены сиком и джентльменом хочу отметить что долгое время Кушван Цинг жил в Англии в августе 1947 года Кушван Цинг ехал в летний дом своей семьи расположенный в районе границы с новым государством Пакистана и когда встретил джипс вооруженными сикхами которые хвастались что вырезали целую деревню мусульман это событие побудило Кушван Цинг написание романа поиск в Пакистан описание зверства мусульмана описанное сикхом спровоцировало бы в Индии погромы картина извеяния сикхами мусульман заставляла современников событий задуматься о происходящем роман посвящен дочери Мали состоит из четырех глав дакотика Льюкману Маджра Карма композиция линейная рассказчик-повествователь передает события третьего лица по объему произведения небольшой примерно 190 страниц написано на английском языке также содержит реминисценции на исторические факты периода раздела автор рассматривает вечность темы значимые для человечества во всей эпохе предательство конфликт интересов личного и коллективного любовь за гранью дозволенного социума религиозный экстремизм варварство аморальность альтруизм гуманность вообще тенденции в англоязычной литературе которые были популярны в Индии в колониальный период протерпели огромные изменения в период после обретения независимости раньше на формировании стиля тематику произведений оказывало большое влияние колониальная и западная философия индийские авторы пишущие на английском языке не потеряли однако религионального колорита в их стиле остался ритм родного языка и специфика менталитета индийская литература прошла не все этапы формирования своими художественных методов роман как полноценный литературный жанр закрепился на индийской почве уже в 30-е годы 20-го века в этот период индийская литература пережила переход от просветительства к критическому реализму поэтому первые индийские романы были связаны с реалистичным изображением жизни местного населения Кушан Синг был одним из первых индийских романистов описавшим на английском языке ужас раздела поиск Пакистан привлекает внимание не только читателей по всему миру но и становится символичным и общепринятым на родине писателя а также в Пакистане роман описывает хаос и насилие в период формирования раздела Индии 1947 года на индийский союз преимущественно индийским населением и государством индийских мусульман Кхакистана доминирующими чертами романа являются его событийная достоверность и прежде всего резкое разоблачение раздела при написании романа писатель весьма объективно отнесся к событию не обвиняя в этом обществе или какое-то религиозное меньшинство четко видна позиция автора в том что виновником кровавых событий не найти среди обычного населения цитаты из-за романа мусульмане сказали что индусы спланировали и начали убийство согласно индусам мусульмане были виноваты дело в том что обе стороны убивали обе стреляли резали убивали мучили насиловали после 15 августа 1947 года когда началось реальное воплощение плана Маут Беттона межообщенные столкновения вышли под контролем Неру назвал это кризисом индийской души человеческим землетрясением он писал свобода пришла к нам и она пришла с минимум насилием но сразу же после ее достижения мы были вынуждены плыть по океану крови и слез и хуже чем кровь и слез был стыд и позор который сопутствовал куда подевались наши ценности нравственные нормы куда подевалась наша древняя культура наш гуманизм и духовность и все то что Индия защищала в прошлом страх и ненависть искрепили наш ум и все ограничения цивилизации были выброшены прочь но мы еще сильнее горевали по Индии нашей общей матери ради свободы которой мы трудились долгие годы Кушван Синг анализирует раздел с точки зрения жителей маленькой деревни которая в конечном итоге будет поделена между двумя государствами место действия романа это ману-мачера вымышленная деревня расположенная в Индии но вблизи границы с Пакистаном где население в основном сихско-мусульманское хотя одна индуистская семья также населяет деревню в деревне есть железнодорожная станция поезда проходящие мимо определяют ритм жизни сейчас для экономии времени я выведу на экран персонажей видно ознакомьтесь пожалуйста чтобы мех не зачитывать и не тратить ваше время в начале романа деревня живет почти в полной информационной изоляции по установленным каждой религиозной общиной канонам цитата к тому времени когда разразился мусон почти миллион из них были мертвы и вся северная Индия была в ужасе в подполье или с оружием в руках единственными оставшимися оазисами мира были затеряны далеко от границы небольшой деревни манумаджра была одной из этих деревень я уверен что никто манумаджра даже не знал что англичане ушли из страны делятся на Пакистан Индостан некоторые из них знают о Ганде но я сомневаюсь что кто-нибудь когда-то слышал о Джине говорит приехавший в деревню инспектор в романе мы видим что изначально общая атмосфера была мирной и деревенские жители не думали о присутствии людей принадлежащих к разным религиям манумаджра становится незатронутой как говорится заместитель инспектора полиции цитата никаких коммунальных проблем в этом районе мы избежали от ВСР даже после того как межоусобная межобщинная напряженность охватила большинство регионов манумаджра удается поддерживать мир и терпимость несмотря на религиозную неоднородность деревни поводом для серьезных конфликтов не было территориальных этнических родноклассей не возникало лету 1947 года когда было официально объявлено создание нового государства Пакистан 10 миллионов человек мусульмане а также индусты сики уже убивали друг друга в Панджабе главную проблему представил крупнейший город Лахор в котором проживало 600 тысяч мусульман и 500 тысяч индусов и сиков вплоть до дня независимости индусы и сики считали что Лахор отойдет и к Индии мусульмане однако полагали что вся Лахорская область будет передана Пакистану и хотя вплоть до 15 августа это решение считалось секретным в Панджабе начались религиозные общинные столкновения надежды на мирный переход населения принадлежащего к меньшинствам в районе населенной их большинством оказались несостоятельными в конце июня вице-короли совет по разделу страны создали пограничные силы из 55 тысяч человек с участием британских офицеров под командованием генерала Риса для обеспечения порядка при переходе населения из одного района в другой но и этих сил оказалось недостаточно чтобы предотвратить жестокие столкновения между общинами которые происходили в каждой деревне и в каждом городе в июне 1947 года в северо-западной пограничной провинции был проведен референдум большинство установивших в нем участвующих в нем проголосовало за Пакистан масштабных межнациональных конфликтов постепенно начинает разворачиваться в романе с незначительного конфликта дом индийской семьи разграблен а ее глава Лала Рам Лал убит местной бандитской группой во главе с Мали в деревне однако живет другой бандит Джагат Синг по прозвищу Джуган он находится в конфликтных отношениях с Мали и в момент совершения преступления Джуган занимался любовью с дочкой деревенского откача Нуран в этот день из Дели приезжает Игбал он представляется социальным работником и не говорит своей фамилии то есть мы не можем определить к какой религию он относится бандиты во главе с Мали сваливают убийство на Джугу и подкидывают браслет из разграбленного дома в отбор к матери Джуги мать заходит эти браслеты раньше Джуги и пытается использовать их чтобы доказать невиновность сына в убийстве но безрезультатно позже в романе когда другая героиня Сундари изнасилована мусульманской толпой через 4 дня после свадьбы она носит красные браслеты из лака ее подруга сказала что снятие браслетов принесет несчастье что мужу повезет если он сломает их во время первой брачной ночи те браслеты все же ломаются когда толпа насилует девушку Игушван Синг иронично указывает что разбитые браслеты должны были принести ей удачу а в конце концов принесли лишь горе и скорее здесь сломанные браслеты символизируют насилие совершаемого во время раздела Индии так как жертвами в первую очередь становились слабые незащищенные в первую очередь женщины итак Джугуни разловили на разбой местные жители к тому же он не может признаться где именно было во время преступления вместе с ним по подозрению в убийстве в тюрьму попадает Игбал хотя его задерживают за странные телеграммы шифрованные телеграммы в Дели в этой части романа автор указывает на коррумпированных правительственных чиновников и полицейских которые являются главными злодеями Игбал первым упоминает коррумпированную полицию когда обсуждает Смит Ксинхом хранителем Гурдвара полицейскую систему который вместо защиты гражданина жестоко обращается с ним и живет коррупцией и взяточничеством но обстановка быстро меняется когда поезд из Пакистана полный убитых сикхов прибывает в Манумаджу в истории схожие события произошедшие через несколько дней после обретения независимости 17 августа в Неру вылетел в Панджаб для встречи с премьер-министром Пакистана Ля-Кат-Али-Ханом они вместе обратились к народу с призывом к миру однако это не помогло и столкновения продолжились с еще большей жестокостью так 23 августа польсиками иммигрантами был атакован мусульманами и еще одно событие упомянуто в мемуарах лорда Маутбеттона через 3 недели со времени провозглашения независимости Маутбеттон принял участие в проводах бомбей 5000 английских солдат и офицеров в Англию а также отправился отдохнуть в Шимбу по пути туда его личный поезд был остановлен и все 100 пассажиров мусульман были убиты спасся только его личный слуга так вернемся к роману из названия видно что поезда играют в сюжете важную роль они соединяют Ману Мачру с остальным миром два поезда которые регулярно останавливаются на станции служат временным индикатором для в основном неграмотных жителей Ману Мачру когда почтовый поезд несется по пути в Лахор это символизирует деревню что пора вставать и начинать день а когда ночью прибывает товар то все знают что пора спать таким образом с самого начала поезд символизирует четкий порядок и структуру жизни селян режим нарушается когда первый поезд мертвых сиков прибывает Ману Мачру до этого хаос затрагивающий остальную часть страны был только на слуху вполне уместно что поезд материализует отдаленные рассказы о насилии в суровую действительность деревни эти поезда структуру по мини аномалия а кошмарные реальные явления даже Хукум Чан рассказывает историю которую слышал о Сундере Синхи его коллеге который бежал из Пакистана на поезде со своей семьей и условия в поезде были настолько ужасающими что Сундеру пришлось убить свою семью чтобы избавить их от страданий хотя однако сам Сундер все-таки добрался до Дели и теперь внезапно поезда становятся символом ужасов религиозного преследования нестабильности правительства и варварства толпы вместо того чтобы спасать беженцев сихов индусов и мусульман поезда сами несут смерть еще до появления призрачного состава расписание проходящих поездов странным образом изменилось в нем проходили за ритмами вагонами это встревожило мирный уклад деревенских общин и настроение людей стало меняться цитата северный горизонт который стал голубовато серым снова показал оранжевый цвет оранжевый превратился в медь а затем сверкающий красноват коричневый красные языки пламени резко утонули в черном небе легкий ветерок задул в сторону деревни это принесло запах горящего керосина потом дерево а затем слабый едкий запах горелой плоти основное внимание уделяется последствиям раздела избегая документальных подробностей трагических событий насилие разразившееся во время разделов представлено очень необычно в романе нет эпизодов ужасающего исхода беженцев в Пакистан нет подробного описания ни бытовых трудностей ни связанных с этим опасностей что еще более важно нам также не показан сам факт насилия в романе даже нет описания массового убийства нам представлен уже конечный результат резни во-первых это пояс трупов которые прибывают в деревню а потом и тела которые плывут по реке Сатлич вот об этом Кушман Синх рассказывает подробно это художественный прием аллюзий на концепцию античной драмы и классицизма отказ от публичного представления сцен насилия в изменившейся ситуации жители ману маджеры как индусы так и мусульмане становятся жертвами сложившихся обстоятельств они думают друг от друга не как о личностях а как о прибеженцах разных религиозных взглядов эта дифференциация становится серьезной угрозой их собственной безопасности религии мусульмане вспомнили случай когда мусульманская девушка была убита на базаре а сики не забывали страданий гуру от мусульманских правителей сики предлагают мусульманам перебраться в Пакистан так как это их земля обетованная в деревне устанавливается такой тип правосудия в соответствии с которым око за око является основным принципом например в отместку за поезд мертвых сиков отправляемых из Пакистана лидер сикхской мафии Мали планирует мстить отправить поезд мертвых мусульман обратно хотя сики ману-маджеры любят своих мусульманских соседей пропаганда лидера мафии заставляет их отказаться от своей морали и присоединиться кровавому заговору по словам лидера мафии цель грабежа и убийства мусульманцев в том чтобы проучить другую сторону и полностью прекратить насилие очевидно что он не верит в способность правительства восстановить контроль и установить мир и считает что люди должны взять дело в свои руки отметим что правительство независимой Индии было светским а Кушван Синг был близок с руководством Инка позднее он дружил с Индирой Ганди и был членом Раджа Сабьи и такой автор и политик стремился показать что не конкретно община виновата в погромах но обессилие власти пока еще английской деревня оказывается как будто в блокаде убиенных на закате по реке поплыли трупы в таком количестве словно где-то вырезали целую деревню цитата из романа мужчины и женщины с прилипших к телам одежды маленькие дети спали на животах их руки располосались в воде лишь спины то погружались то снова показывались на поверхности скоро в небе загружили коршуны и стервятники они садились на плывущие тела и клевали их пока сами трупы не переворачивались и смахивали их руками в деревню приходят солдаты чтобы эвакуировать в Пакистан всю мусульманскую общину составляющую половину всей проживающей в иману-мадре им разрешено взять только самое необходимое и мусульманин с большим трудом покидает родные места цитата что нам делать с этим Пакистаном мы родились здесь здесь жили наши предки мы жили среди вас как братья говорит мусульманский имам мародеры грабят брошенные мусульманами имущество молиться своей бандой подстрекает людей совершать налет на пояс с мусульманами и расстрелять их через окна о том что поезд это поезд смертников и что никто зашедший на него не достиг ни пункта назначения догадывается судья он умывает руки но все-таки принимать решение об освобождении икбалы и джуги чтобы хоть каким-то образом остановить беспорядки бушующие в деревне и предотвратить катастрофу Кушван Синг обрисовывает характер джуги но в отличие от деревенских жителей так чтобы подчеркнуть важность любви в деле спасения жизни его отношения с нуран мусульманкой намекают на тщетность разногласия и вражины религиозной основе любовь разгонника к ней заставляет его идти против своих людей которые пытались убить невиновных именно его любовь заставляет жертвовать своей жизнью ради людей которые считают его преступником и бандитом Кушван Синг разделил роман на четыре части именно в четвертой под названием карма он делает акцент на философию кармы в этом разделе история достигает своего катастрофического по драматизму конца когда Джагат Синг жертвует своей жизнью чтобы спасти жизни своей подруги Нуран и других мусульманских беженцев когда девушка узнает о решении своего отца покинуть страну она приходит в замешательство потому что она любит Джагата она состоит в тайной интимной связи а также она ждет ребенка от него в это время Джагат еще находится в полиции под стражей и тогда Нуран ничего не остается как прийти в дом к матери Джуги и рассказать о том что она любит Джагата что она не хочет покидать деревню и что она ждет ребенка но мать от нее отворачивается и оставляет ее отправляет назад до того как бандиты планировали устроить засаду на поезд цикки готовы отдать свою жизнь за своих братьев мусульман и теперь сразу же готовы убивать но когда Джагат Синг узнает о Нуран и планах людей относительно поезда он совершает акт высшего самопожертвования чтобы спасти жизнь людей хотя были и другие сики которые знали о заговоре Джагат Синг не заботится о собственной безопасности именно он забивает заговор цитата был залп выстрелов мужчина вздрогнул и рухнул веревка оборвалась в центре когда он упал поезд пересек его отправился в Пакистан примерно в мире от Ману-Маджу находился железнодорожный мост через реку Сатляч поезда в и из Ману-Маджу должны пересекать этот мост поэтому он выполняет интегральную функцию подобно поездам он соединяет Ману-Маджу с внешним миром мост становится местным убийством мусульман через мост привязана веревка предназначенная для убийства беженцев сидящих на поезде как только люди на крыше будут сброшены бандиты стики нападут на мусульман внутри поезда на этом этапе мост больше не является связующим символом и средством возможного спасения беженцев мусульман а становится воплощением надвигающейся гибели беспорядки между общинами не могут прорасти только на от физического насилия совершенного против другого религиозного сообщества но также могут зародиться и от светлых эмоций таких как любовь эта тема раскрывается кушевантом синхом в романе когда мать Джагата отвергает правду о том что ее сын вступил в интимные отношения с девушкой мусульманкой до брака в разгар в разгар всей этой паники хаоса Джагат любит мусульманскую девушку и первым делом после освобождения из тюрьмы отправляется на ее поиски он ожидает что все мусульмане Ману Маджи вынуждены уехать в Пакистан по соображениям безопасности Джагат не только не задумывается о собственной безопасности решив спасти людей в позе но еще как бы отворачивается от своих собратьев сикхов выбрав мусульманское сообщество хотя если бы он не погиб в процессе спасения людей в поезде он был бы забит до смерти сикхами потому что его поступок был несправедлив по его мнению с этим разделением примерно 10 миллионов человек внезапно оказались в неправильной стране и люди которые жили вместе в течение нескольких поколений в одних и тех же деревнях внезапно стали врагами мусульмане покинувшие Индию столкнулись с изнасилованием грабежами и смертью и сики покинувшие Патистан столкнулись с такими же проблемами хотя в романе кратко упоминается различие между религиями большая часть разногласий между этими двумя группами связаны с актами насилия как прошлого так и настоящего каждая сторона выступает против другой Кушеван Синг не вдается в рассуждение что вызвало негативный политический климат и насилие между сикхами и мусульманами и что спровоцировало необходимость разделения все что мы знаем это различные предрассудки которые персонажи питают против представителей другой религии например молодой сикх обвиняет мусульман в краже своей соли хочу отметить что это скорее всего биографический факт Кушеван Синг потому что его дед был торговцем соли и скорее всего солью и скорее всего был такой момент что мусульманин обокрал его также кража соли может ассоциироваться с нарушенным обедом или обещанием договора между тем некоторые мусульмане считают их варварами и неверными с дурным намерением из-за их длинных волос бород и кирпанов здесь мы можем видеть что основой религиозной вражды являются не сами религии а характеристики людей исповедующих каждую религию в дополнение к представлению глубокого человеческого острова изображения ключевого момента в истории современной Индии и Пакистана поиск Пакистана является важной частью литературного канона роман был написан после Второй мировой войны когда такие страны как Англия Германия и Франция теряли власть полученную благодаря империализму и колонизму в этот период была распространена постполониальная литература которая использовала язык колонизатора для критики осуждения колонизации в заключении можно сказать что поиск Пакистан это роман о чудовищном насилии имевшем место между двумя общинами во время раздела инди 47 с намеком на симпатии и любовь опять же между двумя общинами хотя роман описывает общины беспорядки и холоскост 47 года в нем все же тесно переплетены любовь и сострадание хаоса и кровопролития больше всего страдают невинные люди а не те кто это запровоцировал Кушван Сингх косвенно указывает на политических лидеров и на неспособность использовать свою власть чтобы принять мир и остановить жизнь этот роман больше похож на личный рассказ человека который сам был участником раздела и сопутствующего ему правопролития и насилия поскольку Кушван Сингх реалистично нарисовал картину ужаса террора он намекает на то что любовь и страсть обладает способностью побеждать даже в этой кошмарно человеческой трагедии поезда уже не остановить а действительность разрывает на части 24 апреля 1947 года министр внутренних дел временного правительства Индии по Тель за Игилмут Беттену цитата с тех пор как вы приехали в страну обстановка значительно ухудшилась идет гражданская война а вы не предпринимаете никаких усилий чтобы остановить ее вы не управляете страной сами не даете возможности временному правительству управлять вам не удастся избежать ответственности за эти кровопролития команд поиску рестанта закупляли примерно в одно время с такими произведениями как Распад Ченуачи черной кожи белые маски Франца Фанона и в ожидании Махатмы Расипурамна Райана своему историческому и художественному содержанию а также глубоко личному осмыслению роман Кушванда Синха делает его похожим на другие произведения посполониальной литературы однако статирический юмор Кушванда Синха перед лицом насилия и трагедии помогает отличить его работу от других романов посполониального канона примечательно книга была адаптирована к одноименному фильму который впервые был показан в 1998 году он завоевал признание критиков он также демонстрировался в Соединенных Штатах Шри-Ланке и Внега Британии и представлен на нескольких международных фестивалях есть очень похожий по структуре губида гранатских фестивалей понимаются те же темы команд был адаптирован к Кришной Шуклы под пьесу спектакль поставлен театральной группой АМИ трижды последний раз 26 августа 2014 года хотя поезд Пакистан не получил никаких призов и премий кушванту Синху было присвоено множество наград и почетных званий некоторые за его службу в Индии а некоторые за его литературный вклад литературные награды включают премию Панджабара Танга товарищество Сахитти Академии и Падмабушин последнюю он вернулся в связи с событиями 1984 года когда Сикской Святыни Золотых Рам был свернен в ходе операции Голубая Звезда сегодня поезд Пакистана остается одним из сверхчайших примеров раскрытия темы разрушительной силы религии обличения коррупции и национализма роман входит в обязательную университетскую программу по литературе спасибо за ваше внимание я с радостью отвечу на вопросы если такие будут так я закрою экран Синяя Вячеславовна я могу обратиться да конечно у вас похоже немножко отошел смотрите у меня два вопроса я не понимаю одну вещь я сразу уговорюсь я не литературе это не сильно в литературе говорить о том что в начале доклада в том что в 1930-х годах роман я так поняла как драмер утвердился в индийской литературе правильно а как же быть с романами более ранними то есть я знаю как минимум одного писателя который был уже известен во второй половине 19 века это Бакинчон Четтападхай еще раз можете повторить не услышала пенгальский пенгальский романист Бон Ким Чондра Четтападхай да такого чекала да но он был был я не спорю в никаком случае это в общем-то потом романы Робидраза Тагора есть более ранее с чем связана вот эта датировка с 30-х годов я не понимаю стал более популярным или те романы они он уже скорее получил свою форму как таковую те ранние они не оформившиеся нет я не говорила об этом а еще такой вопрос вот вы вскоре упомянули просто такая фраза проскользнула Холокост 1947 года то есть резневый индус мусульманск вы назвали Холокостом это вы взяли у какого-то исследователя я это не встречала или вы сами придумали называть это Холокостом они сами так называют я прослушала самого автора и вот могу даже на него ссылаться что он сам называет эту трагедию тоже называет Холокостом этот писатель да Кушан Синг все спасибо а можно заметку одну буквально сделать прям такой доклад в руку я как раз когда из Индии убегал хватил книжку того же автора Кушан Синг потрясающе и как раз читал на обратном пути ну понятно что кое-что перечитывал потому что довольно известное произведение я думаю что вопрос терминологии там Холокост да и другие слова ведь Кушан Синг насколько мне известно провел довольно много времени в США и он заразился некоторыми такими даже не концепциями а просто определениями которые в ходу в американской в американской он в Англии очень долгое время жил очень долгое время был в Англии и я хотела бы заметить что Кушван Синг он достаточно эксцентричный у нас был человек и если ну да хотя он и носил тюрбан он был агностиком и он об этом сам заявляет в интервью и если его послушать то можно для себя ну себе задать несколько вопросов на которые бы хотелось бы чтобы он сам ответил но к сожалению в 2014 году он умер ну да это насчет терминологии я вот просто не закончил буквально сегодня утром мы с моими студентами обсуждали другой феномен например слово крусейда крестоносец вроде бы да но в современном американском английском оно просто переводится как рыцарь даже если это рыцарь который не имеет никакого отношения к крестовым походам он все равно крусейда поэтому когда какой-то автор пишущий на современном английском языке тем более с опытом проживания в Англии и Америке использует какой-то термин там холокост ну я бы тоже не стал его использовать но он использует видимо вот потому что сместились какие-то такие семантические вот моменты да точно так же как у нас есть как раз применительно к Пакистану вот этот ретрибутив ретрибутивный геноцид да когда индусское население собственно изгонялось или уничтожалось для того чтобы создать вот этот Пакистан то есть землю одной монорелигиозную но тоже геноцид как бы он не всегда этот термин используется в современной например индийской я думаю что здесь скорее даже аллюзия на геноцид евреев опять опять же да 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 а скажите пожалуйста как вы считаете современной Индии вообще были какие-то уроки извлечены вот из страшных вот этих конфликтов можно ли сказать что Индия это преодолела вы имеете ага ну это на последнее время я не слышала чтобы были были такие же масштабные проявления нетерпимости друг к другу здравствуйте ну это вспыхивает постоянно даже вот Максим ну они такие кошмарные как описаны в событиях при переходе беженцев в Пакистан или из Пакистана поэтому тут трудно сказать вообще ну ладно если можно я потом выскажусь на это все пожалуйста есть ли вопросы Ксения Вячеславовна можно комментарий небольшой здравствуйте Екатерина Александровна здравствуйте Ксюша очень рада была вас видеть я скорее за вас прокомментирую ситуацию с романом те романы о которых шла речь Бон Ким Чондра авторы Тагора это все-таки бенгальские романы и бенгальская литература как я думаю вы помните примерно на 50 лет вперед по сравнению с литературой Западной Индии Северной Индии поэтому собственно мы имеем возможность говорить о том что роман сложился в 30-е годы 20-го века на территории Северной Индии в хиндиязычном регионе и в Панджабе в том числе а бенгальская литература имеет конечно же более древнюю историю поэтому собственно это мы обусловлено то что мы читаем романы и Бон Ким и Тагора гораздо раньше чем в других регионах ну и у меня в связи с этим Апрэм Чант Апрэм Чант например Назир Ахмат ну конечно но они же все равно позже а нет они раньше раньше чем чем 30-е чем 30-е годы к 30-м годам я бы сказала что он уже окончательно оформился этот жанр ну вот во всяком случае то что Бон Ким это Агор это Бенгалия и это совсем другая история это мы конечно можем ну хорошо в связи с этим у меня вопрос к Ксении я так понимаю что Ксюша сейчас занимается этим вопросом будете ли вы заниматься проблемами связанными с отражением раскола в литературе с восточной стороны с бенгальской стороны или же все с Бенгалией закончено вот совсем нет я бы очень хотела и следующие годы посвящу глубокому исследованию со всех сторон мне очень интересно я сделала небольшой перерыв в бенгалистике и сейчас буду браться снова за это ага ну я в таком случае могу вам порекомендовать как-то связаться с Ингой Луцкой которая занималась проблемами раздела в кинематографе бенгальском и я думаю что сможет поделиться с вами интересной информацией на эту тему спасибо большое всегда рада вашему совету спасибо больше нету замечаний спасибо Продолжение следует...